29 мая 62-го. Анна Андреевна звонила мне, но я не могла явиться на ее зов сразу, потому что готовилась к своему выступлению в Союзе. В двух номерах литературной газеты 13 и 15 марта 1962 года была напечатана моя статья «Станет ли рукопись книгой?» о работе отдела прозы в издательстве «Советский писать». Ее настоящее заглавие — процесс прохождения. 28 мая на заседании секции прозы Союза писателей состоялось обсуждение этой скандальной статьи. Сегодня чуть-чуть вошла в ум и вечером явилась. Она в столовой, перед ней молодой человек, молча сидит и глядит на нее влюбленными глазами. Когда я вошла, он сразу распрощался. У меня уже, как на приеме у зубного врача, сказала Анна Андреевна, кресло не пустует ни минуты. Один встал, другой сел. Садитесь. То был поэт, страстный поклонник Мандельштама. А вчера была Наташа Горбаневская. Ее стихи очень понравились Анне Андреевне. А сейчас придут Корниловы, которых Анна Андреевна любит. Я Галю не знаю. Володю люблю. Чист, горячий, талантлив. Тащит низменную прозу в стихи и создает новую гармонию из антигармонического материала. Владимир Николаевич Корнилов. Год рождения. 1928. Поэт и прозаик. В газетах и журналах его стихотворения начали печататься с 1953 года. В 1964 году вышел первый сборник стихотворений Корнилова «Пристань». В 1967-м второй возраст. Уже в 1962 году в разговоре со мною Анна Андреевна назвала имя Корнилова среди наиболее талантливых наших поэтов. А после появления сборника «Пристань» сочла возможным рекомендовать Владимира Николаевича в «Союз писателей». С 1974 года Корнилов начал печататься за границей. В журнале «Континент» в номерах первом и втором. В Париже была опубликована повесть «Без рук, без ног». В том же году в журнале «Грани» в 1994 номере. Повесть «Девочки и дамочки». В 1976 году в издательстве «Посев». Роман «Демобилизация». Кроме того, в 1975 году в пятом номере «Континента» напечатан цикл стихотворений Корнилова. Ныне Корнилов член двух международных организаций. С 1974 года «Амнести Интернешнл», а с 1975 писательской организацией «Пен Клуб». Печатание на Западе и упорное заступничество за незаконно преследуемых вызвали неудовольствие властей. И в марте 1977 года Владимир Корнилов был исключен из «Союза писателей». Об этом эпизоде подробнее в моей книге «Процесс исключения». С Ахматовой Корнилов познакомился в 1959 году. В 1961 посвятил ей стихотворение Анне Ахматовой, вошедшей в сборник «Возраст». Запись сделана в 1978 году. Стихотворением Владимира Корнилова о Сахарове открывается самый сдатский «Сахаровский сборник», вышедший в США в 1981 году, к 60-летию со дня рождения Андрея Дмитриевича, издательства «Хроника Пресс». К настоящему времени Владимир Корнилов после 11-летнего перерыва в 1988 году восстановлен в «Союзе писателей» и успел опубликовать немало – стихи, роман, повесть и несколько эссе. Стихи. Сборник «Надежда» и сборник «Музыка для себя». Москва, 1988 год. Польза впечатлений. Москва, 1989 год. Избранная. Москва, 1991 год. В 1990-м вышел отдельная книга его роман «Демобилизация» и в пятом номере журнала «Дружба народов» «Повесть девочки и дамочки». Начали появляться его интервью и статьи в литературной газете, журнале «Горизонт», сборники «Детектив и политика». Привожу несколько отзывов Анны Андреевны о стихах Владимира Корнилова. Анна Андреевна с небольшими вариантами нередко повторяла один и тот же набор имен тех, кого считала самыми одаренными, вспоминает Вячеслав Иванов. Петровых, Тарковский, Самойлов, Корнилов. О нем от Ахматова я не раз слышала, как о поэте, который сумел ввести в поэзию теперешнюю разговорную речь, язык прозы. И еще. Мне нравятся его опыты современной прямой речи. Нужно, чтобы кто-нибудь этим занимался. При мне пришла Ника. Взяла поэму с последними поправками и унесла перепечатывать. Я хотела было расспросить Анну Андреевну об этих поправках. А ей не терпелось выговориться о книжке Ахмадулиной. Струна. Белла Ахмадулина. Москва. Советский писатель. 1962 год. Читали? Да. Что думаете? Я ответила. Ахмадулина для меня началась с переводов. Когда я прочла впервые в журнале какие-то стихи, ею переведенные, я подумала, так переводить может только поэт. А сейчас, прочитав книжку, подумала, поэт, пожалуй, не состоялся. Впрочем, одно стихотворение мне понравилось. Анна Андреевна произнесла целую прокурорскую речь. Полное разочарование. Полный провал. Стихи пахнут хорошим кафе. Было бы гораздо лучше, если бы они пахли пивнухой. Стихи плоские. Нигде ни единого взлета. Ни во что не веришь. Все выдумки. И мало того, стихи противные. Вот, прочитайте-ка. Она протянула мне раскрытую книжку. Стихотворение про молоко. Не то доярка, не то кормящая мать я не разобрала. В самом деле. Противновато. Потом Анна Андреевна потребовала, чтобы я прочитала ей вслух то единственное стихотворение, которое мне понравилось. Я прочитала «Мазурку» Шопена. И, читая под строгим взглядом моей слушательницы, чувствовала все-таки, что какой-то шарм этим стихам присущ. Только «Мензурка», конечно, ни при чем. Притянута за волосы для рифмы. И тоненькая, как «Мензурка», внутри сводицы голубой, стояла девочка-мазурка, покачивая головой. Как это с бедными плечами по польски личиком бела. Разведала мои печали и на себя их приняла. Сейчас, в 1976 году, я заметила, что мысль последних строчек – Ахматовская. Например, стихотворение «Потускнел на небе синий лак», «Бег времени, белая стая». Говоря о песенке о Карины, Ахматова спрашивает, «Кто ей рассказал мои грехи, и зачем она меня прощает?» «Ну, Лидия Корнеевна, ну что это с вами? Не узнаю вас. Мазурка-порыв, буря. Она либо плавно скользит, либо несется с грохотом. Как же эта мазурка стоит? Стояла девочка-мазурка, покачивая головой. И вы верите в сдор?» Она отвернулась. Я спросила о поправках к поэме. Оказывается, Анна Андреевна дала ее прочесть шести различным людям и убедилась – не понимают. Сюжета не понимают или, точнее, фабулы. А я акмеистка, не символистка. Я за ясность. Тайна поэзии в окреленности и глубине, а не в том, чтобы читатель не понимал действия. Я снова переделала. Вот Ника перепечатает, вы увидите. Мы обе в один голос стали хвалить Нику. Какая она надежная, строгая, тихая, твердая, интеллигентная, понимает стихи. «Прекрасная девушка», – закончила свои похвалы Анна Андреевна, – «всегда слышит себя, слышит, что она говорит». Вы заметили? Это немногие умеют. Я спросила, как обстоят дела с письмом для нового мира. Оказалось отлично. Письмо в защиту статьи Эммы Григорьевны подписали, кроме Ахматовой, Вселут Иванов, Бонди и Маршак. Анна Андреевна предложила подписаться и мне. Я ответила, готово, и благодарю за честь. Но, первое, имя мое в такой блестящей компании не звучит. Второе, Всеволод Иванов, хоть и не пушкинист, не Бонди, но зато он Всеволод Иванов. А я? Третье, Твардовский издавна меня терпеть не может. Я-то его люблю, но это любовь без взаимности, так что имя мое делу не на пользу. Пришли Корниловы. Анна Андреевна опять заговорила об Ахмадулиной. Ей не терпелось проверить свое впечатление на других. Володя еще не читал. Галя Корнилова рассказала, что ей звонил Межеров и тоже бронил книжку. Александр Петрович Межеров. Год рождения, 1923. Поэт, знаток русской поэзии, переводчик. В 1962 году им опубликовано было уже немало стихов. Сборники «Дорога далека», Москва, 1947 год. «Возвращение», Москва, 1955 год. «Стихи», Москва, 1957 год. «Ветровое стекло», Москва, 1961 год. И «Стихи и переводы», Добилиси, 1962 год. Анна Андреевна оживилась и заинтересовалась. А я-то думала, не нравится только мне и нашему Бореньке, Артову. Потом. Ариша, дочка Марии Сергеевны, четыре раза ходила слушать Ахмадулину. И все четыре раза возвращалась заплаканными глазами. Мой друг Тарковский заявил публично, что подобных стихов никогда не существовало на русском языке. Ариша с детства окружена дивными стихами матери. Тарковский прекрасный поэт. Даже таким читателям стихи Ахмадулиной по душе. Дело в том, что Ахмадулина — эстрадница. Все они умеют выступать. Это не стихи, а эстрадные номера. Помните, Лидия Корнеевна, люстры падали от грохота аплодисментов в огромном зале в Ташкенте, когда выступал Гусев. А потом возьмешь в руки. Ничтожно. Бывают такие случаи. Выступит человек один раз со своими стихами на эстраде, вызовет аплодисменты и далее всю свою жизнь подбирает слова применительно к собственному голосу. Незавидная участь. Я помню этот вечер в Ташкенте. Ахматова читала не то сказку о Черном кольце, не то «Я на солнечном восходе лебеду полю». Совершенное недоумение зала. А когда читал Гусев, грохот восторга. Кажется, это было в консерватории. Виктор Гусев. Читатели, как сама земля, не нуждаются в таком или другом чтении, не нуждаются в читателях и слушателях. И потому читатели будут всегда. Оно сплавляет читателей и родную землю во что-то нерасторжимо единое. Еще до того, как они лягут в землю и станут землей. Читатели, за минуту до этого, не сознававшие, кто они, силуя стихов, обретают родину. Мы еще не опомнились. Анна Андреевна заговорила первое и очень деловито, что мы думаем о возможности напечатания. Я опасаюсь глагола «немодствовать», хворая, бедствуя, немодствуя на ней. Почему же «немодствуя», спросит редактор. Хворая, ну, люди всюду и всегда хворают, бедствуя, но это война, немцы виноваты. А «немодствуя» наш строк, как известно, обеспечивает гражданам свободу слова. Впрочем, редактор и цензор могут, на счастье, и не догадаться, что означает «немодствовать». Русского языка они ведать не ведают. Тут им знакомы 300 газетных слов, остальное в тумане. Галя Корнилова полагает, что родная земля может и проскочить. Ссылается на забавный эпизод, когда в литературке шли комаровские кроки. Один редактор изрек. Ничего нельзя понять, но зато ведь это Ахматова каким-то странным чутьем. Даже самые мертворожденные чиновники чуют, что подлинная ценность Ахматова, а не Гусев. Помню рассказы или росказни 30-40-х годов, конфискуя сотни и тысячи книг в интеллигентных квартирах у интеллигентных и расстрелянных врагов народа, НКВДшники Ахматову и Гумилёва обыкновенно присваивали из любви или из корысти дочкам и сынкам преподнести или на черном рынке спекульнуть. Но Гусева они честно сдавали государству, а Гумилёва и Ахматову оставляли себе. «Мне захотелось уйти. Родная земля слишком ударила по нервам, или точнее напомнила заново, что я нахожусь не возле знакомой и привычной дамы, Анны Андреевны, а рядом с величием, непостижимым, как всякое величие. Да, еще когда Корниловы не пришли, то есть еще до землетрясения, именуемого «родная земля», я рассказала Анне Андреевне, как Самойлов в клубе пылко объяснялся мне в любви к ней, стародавней и несокрушимой. Она смеялась. «Вот пока женщина молода и в цвету, Эней оставляет ее. А потом вдруг оказывается, что все сплошь были Ромео. Нет уж. Ромео не было. Эней, конечно, был». И она подробно и снисходительно рассказала мне историю Энея. «Ромео не было, Эней, конечно, был». Это, как поясняет Гернштейн, часто цитируемая Ахматовой строка из ее неизвестного стихотворения. Эта строчка, как утверждает Гернштейн, на основании автографа, одно время служила эпиграфом к одиннадцатому стихотворению из цикла «Шипомник цветет». Двухтомник, 1990-й. Том 2. Пятое июня, 62-го. «Я только что от нее. За это время мы виделись дважды. Первая из этих встреч была плачевна. О величие, о родная земля, где вы? Невеликодушно вело себя величие. Анна Андреевна целый вечер была со мною несправедлива и даже груба. Но, честное слово, жаль мне было не себя, а ее. Быть может, и себя немножко, но лишь потому, что я подрядилась писать о ней правду, и вот теперь вынуждена это писать. Если уж ты Ахматова, то будь великой каждую минуту, во всем, везде. Детское требование, сама понимаю, но с собою уж ничего не поделаешь». Мондельштам написал об Ахматовой. «Так, негодующая Федра, стояла некогда Рошель». Мондельштам увидел ее негодующей, когда она читала стихи, и в полоборота о печаль на равнодушных поглядела. Мне же выпало на долю уже второй или даже третий раз в жизни видеть ее ослепительно, красиво, негодующей, без причины и, главное, без жалости. Я всегда готова состоять при ней кем угодно, хоть курьером, исполнять любые, не только секретарские обязанности. Претензий не имею, но несправедливость переношу трудно. Впервые, помнится мне, я увидела Анну Андреевну попусту капризничающей, еще в ленинградский период нашего знакомства. «Она у меня. На загородном. Она уходит. Я собираюсь ее провожать. Я помогаю ей одеться. На ней чужая шуба. Кажется, шуба ее приятельницы Валентины Щеголевой. Да, той самой Блоковской, той, которая... Валентина, звезда, мечтанье, как поют твои соловьи. Она древно уже в платке и в шубе стоит в передней. А я тоже одетая. Мечусь по комнате. Пропал ключ. Дверь заперта изнутри, а ключа нет. Я в десятый раз обшариваю карманы пальто, сумку, муфту, портфель, ищу на столах, на стульях, задыхаюсь от спешки. Бессмысленно тычусь в ванную и на кухню. А для спешки-то моей, собственно, нет никакой причины. Анна Андреевна ранним вечером собралась домой. Всего лишь. Причина одна. Ахматова, негодующей Федрой, стоит в передней, почти уткнувшись в двери лбом, вся гнев, вся нетерпение. Спадая с плеч, окаменела чужая шуба. Голова закинута, гневно дрожат вырезные ноздри. Ключа нет. Я приношу из комнаты в переднюю стул, прошу Анну Андреевну сесть, чтобы я могла сосредоточиться, вспомнить. А Анна Андреевна стоит у двери, поднимая голову все выше, презирая стул и меня. Как это я осмеливаюсь, со стулом или без стула, заставлять ее, Анну Ахматову, ждать? Вот что выражает в эту секунду статуя негодующей Федры. От сознания собственной преступности я теряю в соображении память. А ключ-то оказалось, мирно покоился в кармане халата. Утром я без пальто бегала к соседям через площадку за солью. Второй раз я помню ее такой же статуи возмущения, когда мы вместе шли под вечер к Пешковым в Ташкенте. Тьма наступила, как всегда там мгновенно, без промежуточных сумерек, и, разумеется, никаких фонарей. Анна Андреевна уже бывала у Пешковых, я никогда. Но она стоит неподвижно, а я бегаю в разные стороны, тычусь в чужие ворота из одного переулка в другой, тщетно пытаясь найти табличку. Анна Андреевна не только не помогает мне, но гневным молчанием всячески подчеркивает мою виноватость. Я неквалифицированно сопровождаю Ахматову в гости. Сознание, что и в нищете, и в бедствиях, и в горе, она — поэзия, она — величие, она, а не власть, унижающая ее. Это сознание давало ей силы переносить нищету, унижение, горе, хамству и власти. Она противопоставляла гордыню и молчаливую неукротимость. Но сила гордыни оборачивалась пустым капризом. Чуть только Анна Андреевна теряла свое виртуозное умение вести себя среди друзей, как первое среди равных. Это случалось с ней редко, но, увы, случалось. На днях Анна Андреевна позвонила мне, и, узнав, что в субботу я собираюсь вечером к Маршаку, попросила заехать за ней к семи часам, захватить ее к Самуилу Яковлевичу. А потом в девять доставить в гости к Вилл, Вит, я не разобрала фамилию. Сама по себе уже эта просьба была с ее стороны жестоковатой, потому что ехала я к Маршаку помогать ему с очередной корректурой. Он слепее меня. А в присутствии гостей мы работать не стали бы. Однако я по своей сторонавней привычке, всегда и во всем ее слушаться не поперечила, а согласилась. Днем в три часа заказала машину на восемнадцать тридцать. Хлынул бурный дождь. Я испугалась, пришлют ли. Но восемнадцать тридцать мне аккуратно позвонили, что машина вышла, и назвали номер. Я спускаюсь, жду в подъезде, льет как из ведра, носу не высунешь. Жду, 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 нет машины. Возвращаюсь в квартиру, звоню диспетчеру. А этаж-то ведь шестой, а лифт не работает. Занято, занято, занято. Наконец дозвонилась. По случаю дождя машины отменены. Но меня известили, что ко мне выехала. Мало ли, о чем вас известили. Примите, пожалуйста, новый заказ. Мне очень-очень нужно. Всем нужно. Заказов не принимаем. Я еле-еле выкричала, вымолила машину к девяти. В начале десятого я приехала на Ордынку и застала Анну Андреевну молчаливо негодующей. Я была виновата в ливне, в опаздывании. Она встретила меня как провинившуюся школьницу. О ее визите к Маршаку уже и речи не могло быть. Я хотела позвонить Самуилу Яковлевичу от Ардовых, предупредить его. Какое! Из-за вас я и так опоздала. Села она в машину, сердитая. Сказала шоферу адрес и отвернулась к окну. Со мной ни слова. Льет дождь. Подрагивают щетки на стекле перед шофером. Он медленно ведет машину сквозь завесу ливня, еле-еле разбирая тусклые номера домов. Я никогда не была здесь. Это переулочек на Кропоткинской. Анна Андреевна бывала, но молчит, отвернувшись. Наконец шофер, несколько раз выбегая под дождь, нашел номер и въехал во двор. Во дворе разливанное море. Машина хлюпает по морю. Теперь надо найти подъезд и квартиру. Анна Андреевна молчит. Хотя, быть может, и знает. Мы с шофером бегаем по колену в воде, ищем подъезд. Я сразу промокла до нитки. Ни боты, ни плачь не спасли. Наконец и подъезд найден. Все вместе со стороны Анны Андреевны сказать по правде было так неприятно, безжалостно, что я против обыкновения не проводила ее до квартирных дверей, а только ввела в подъезд. Я не спросила, как она доберется обратно домой. Села в машину и уехала к маршаку. Там я пошла на кухню. Срочно налила себе горячего чаю, потом сняла чулки, выстирала их, повесила на батарею и, сунув ноги в носки и в ночные туфли Самуякльча, села с ним рядом за стул. После этого вечера она меня без конца вызванивала и заставила прийти в очень для меня неудобное время. Зачем? Я догадалась не сразу. О нашей неудачной поездке в дождь не звука. Ну и отлично. Я на нее сердиться не умею, да и пустяки все это. Да и не знаю я, что бушевала, каменела, созидалась, изнемогала в великой душе Анны Ахматовой, когда Анна Андреевна была со мной так несправедлива, так недружественна. Разговор начался с вопроса о Малиа. Анна Андреевна виделась с ним накануне. Как вы думаете, он совсем умный? Спросила она. Понимает здешнюю жизнь? Мартин Эдвард Малиа. Год рождения 1924. Американский словист, профессор истории в Калифорнийском университете в Беркли, проживший около года в Москве в рамках соглашения по культурному обмену. Малиа изучал Чаодаева и часто бывал у меня. Разговаривали мы главным образом о Герцине. Часто бывал он и у Анны Андреевны. Через несколько лет после его отъезда мы прочитали в газетах, будто Малиа шпион. Давно привыкнув к шпионам ани наших властей, мы этому открытию не поверили. Запись сделана в 1979 году. В настоящее время Малиа по-прежнему работает в Беркли. В 1961 году вышла его книга «Александр Герцен. Из-за рождения русского социализма». В 1980-м – «К пониманию русской революции». В 1989-м – нашумевшая в американской и европейской прессе статья «К мавзолею Сталина». Автор подписал ее псевдонимом Перестройкин. Но в газете «Нью-Йорк Таймс» она вышла под псевдонимом «Зет». Перевод названия на русский язык к «Мавзолею Сталина» не точен. Это не есть обращение. На самом деле, всякому американскому и европейскому читателю понятно, что статья Малиа озаглавлена по аналогии с названием знаменитой книги Эдмунда Уилсона, вышедшей в 1940 году и обращенной к финляндскому вокзалу, как к символу возвращения Ленина в Россию. Работы Малиа переведены на многие европейские языки. В русском переводе статья «К мавзолею Сталина» появилась в 1990 году во втором номере журнала «Страна и мир» Мюнхен. Привожу отзыв одного из русских читателей. Статья действительно блестящая, пессимистическая по отношению к перестройке, предсказывающая углубление кризиса и попытку военного переворота. Запись продолжена. Судить об иностранцах, о степени их ума и интеллигентности, мне вообще трудно. Слишком разный у нас с ними жизненный опыт, да и все разное. Да и сколько видела я на своем веку. Одного-двух и обчелся. Малио умен, тонок. Русский девятнадцатый век знает отлично. Герцена, например, живее, полнее, чем среднерусский современный интеллигент, который в лучшем случае читал «Блой и думы», а все остальные двадцать пять томов ни в какую. Наш интеллигент имеет представление о Герцене только по неудачной мелодраме «Сорока-воровка», «Заурядному роману кто виноват», да по статье Ленина. Политические мысли Герцена вне искажены. Путь Герцена от проповеди революции к отказу от насильственных переворотов утаен. О том же, что Герцен художник, гений русской прозы, Ленин вообще не догадывается. И наша интеллигенция тоже. Так вот, в литературном хозяйстве русского девятнадцатого века Малио, по-видимому, разбирается. Тут он совсем умный. А понимает ли нашу теперешнюю жизнь? Не знаю. Я разговариваю с ним, не скрываясь и не осторожничая. Но я сама. Понимаю ли? По возрасту моему, по опыту, Уж давненько пора бы понимать, Но ведь наша жизнь при отсутствии честной прессы Так разъединена, Что каждый из нас близорук. Различает ясно только тех, Кто рядом. И только то, что рядом. В стране, лишенной общей памяти, Объединяющей людей, В стране, у которой украдены Литература и история, Опыт у каждого человека, У каждого круга, У каждого слоя, Свой, Ограниченный, отдельный. А страна огромная, И опыт всей страны Не подытожен, Не соединен, Не собран, Хуже, Оболган. Что же требовать от Малия? Наши газеты он не читает, Да и я их в руки не беру, Разве что если кто-нибудь из друзей сообщит, Что на кого-нибудь из близких Совершено очередное газетное покушение. Тогда хватаю и читаю, С чувством годливости, К автору, И презрения к себе, К своей беспомощности. Подытожить наш опыт, Опыт страны, Сказала Анна Андреевна, Да, на это потребуется еще столетие не менее. Мертвые молчат, А живые молчат, как мертвые, Иные рискуют тоже превратиться в мертвых. Вдруг она перебила себя И сказала совсем другим голосом, Веселым, шутливым, Да, Лидия Корнеевна, А газеты следует читать регулярно, Вот мы с вами не читаем И проглядели сенсацию, А только сегодня узнала. Представьте себе, Ираклий, сам Ираклий, Выступил в защиту Эммы, Сейчас покажу. Она ушла в столовую За литературной газетой, Но вернулась с пустыми руками, Не нашла. Я обрадовалась. Ираклий, Персона Грата, Личность влиятельная, И его выступление Эмме Григорне На пользу. Вот отрывки из статьи Ираклий Андронникова, Помещенной в литературной газете 26 мая 1962 года. Улыбка без причины. По поводу заметки Назаренко. Вы нарочно сдвинули смысловые акценты, Объявили второстепенное главным, Представили дело в заведомо искаженном виде, И статья Эммы Гернштейн Вокруг гибели Пушкина Превратилась в нечто бессмысленное, Нелепое, пошлое. Если вы ее не поняли, Позвольте, я вам разъясню. Пушкина, рукой Дантеса, Убило великосветское общество. Эта истина, Давно известная каждому школьнику, Обоснована только в общих чертах. О подробности исследователи Продолжают уточнять с каждым годом. Догадки подкрепляются новыми данными, Предположения становятся истиной. Эмма Гернштейн, Талантливый советский исследователь, Сделавший много ценных открытий В биографии Лермонтова, Потратила годы, чтобы прочесть Зашифрованные дневники императрицы, Жены Николая Первого. Она разобрала записи, Которые, как казалось императрице, Никогда и никем не будут прочитаны. Записи для себя. И вот впервые мы узнаем, С какой поразительной наглостью И развязностью Держался убийца Пушкина при дворе. С какой привольностью Позволял себе обращаться Даже с самою императрицей. Мы узнаем имена тех, Кто ему покровительствовал, Кто направлял и ободрял его. Это были ближайшие друзья Жены императора, Жесточайшие ненавистники Пушкина, Жадная толпа палачей гения, Окружавшая царский трон. И рассказ о том, Как преследовали Пушкина Придворные молодцы, Знающие о своей безнаказанности, Не возбуждает у меня, Товарищ Назаренко, улыбки. Он возбуждает негодование и ужас. И я не пойму, Что рассмешило вас, И что, собственно, Составляет предмет Вашего фильетона. Я спросила, Когда же появится письмо В Новом мире? Обещано в июльском номере. Да, Новый мир Опаздывает на месяц постоянно. Хорошо, если И не на два. Бои с цензурой. Привожу это письмо полностью. В февральском номере Вашего журнала Опубликована статья Эммы Гернштейн Вокруг гибели Пушкина. Из дневников и писем Жены царя Николая I Установлено Некоторые обстоятельства, Новые факты, Характеризующие Ту светскую чернь, Жадную толпой, Стоящую у трона, Которая так злобно И целеустремленно Преследовала поэта. Разумеется, Можно оспаривать Те или иные оценки И выводы автора, Но совершенно бесспорно, Что статья в целом Плод серьезной, Добросовестной И компетентной Научно-исследовательской работы. И что такие исследования Полезны и необходимы Для истории литературы. Между тем, В майском номере Журнала «Октябрь» Помещен фильетон В покоях императриц, Который в тоне Чрезвычайно развязанного Пошлого зубоскальства Попросту отвергает И статью Гернштейн, И вообще Исследования такого рода. Все, кому дороги Честь и достоинство Нашей словесности, Должны решительно Осудить Такое злоупотребление Страницами журнала Органа Союза писателей. Анна Ахматова, Вселут Иванов, Бонди, Маршак. Новый мир, 1962 год, Номер седьмой. Анна Андреевна Послезавтра Едет в Ленинград. Опять мы расстаемся, И опять надолго. Не люблю я разлук. Вопреки рассудку, Мне все представляется, Что пока люди вместе, Беда далеко. Наверное, Это из-за Мити. Беда грянула, Едва мы разлучились. И на расстоянии, Конечно, Можно жить, Не разнимая рук, И даже сближаясь Письмами. Но Анна Андреевна Писем не пишет, Во всяком случае, Мне. Иногда, Хотя я и не верю Ни во что сверхъестественное, Мне кажется, Что неустанное, Сосредоточенное внимание, Мое на ком-то, Чье-то на мне, Может упасти от беды. Только если оно в самом деле, Сосредоточенное, Деятельное. Но как бы там ни было, Мне хотелось бы, Чтобы все, Кого люблю, Жили в одном городе. Разделение Москва-Ленинград, Это какая-то дурацкая Насмешка судьбы. Нас, Кого это нас? Немного. И нам Следует быть вместе. Если же выбирать, В каком городе, То уж, конечно, В Ленинграде. Ленинград — город, А Москва — Крупный населенный пункт. Анна Андреевна протянула мне Итальянский словарь И заговорила о продолжающейся Маньяческой деятельности Двора чудес. У словаря взрезан корешок. Все чужие книги, Которые мне дали читать, Я срочно вернула хозяевам, Сказала она. А не то вот так. Видите? Бритвой. В Ленинграде так же? Спросила я. В Ленинграде иначе. Мы помолчали. Она не объяснила, как. «Елка погасла», Произнесла Анна Андреевна С такой внезапной И горестной торжественностью, Что я от удивления Огляделась вокруг, Ища глазами елку. Да, погасла, погасла. Знаете, как это бывает? Скажет человек одно слово, И праздник окончен. Оказывается, у нее был Беленков, Который собирается писать о ней книгу, И изрек что-то не то о поэме. Беленков человек умный, талантливый. Книга о Тынянове – блестящая книга, Но в стихах не понимает ничего. Для меня это не новость. Да и в прозе не очень. Он ведь вообще публицист, Не литературный критик. И Тынянов послужил ему лишь трамплином Для публицистических взлетов. Поэзию же Анны Ахматовой Делать трамплином для чего бы то ни было – грех. Она сама себе давлеет. Извлекая политический корень, Неизбежно исказишь и обузишь ее. Художнического чутья у Беленкова Не хватило не только на Ахматову, На Олешу. У него не те инструменты в руках. Он читал мне свои наброски К статье о Бахматовой. Некудышные. Смесь шкловитянства Со схематичным социологизмом наоборот. Я бы это Манне Андреевне не докладывала, И она очень его ждала. Ей так хочется, чтобы кто-нибудь, наконец, Толково написал о ее поэзии, И главное – о поэме. О поэзии писали уже, но ведь только о ранней. Знаете, что Беленков сказал о поэме? Нет, откуда мне знать? Догадайтесь. Ну, Анна Андреевна, ну как же я могу догадаться? Он сказал, что поэма прямо обязана своим возникновением Поэзии Игоря Северянина. Северянина? Где уж тут догадаться? Игорь Северянин и Анна Ахматова. Две родственные лиры. Да так, сказала Анна Андреевна со вздохом. А мне твердили о Беленкове, как о восходящей звезде. И тут я догадалась, почему она столь настойчиво меня вызывала, И хотелось поделиться со мною очередной надеждой, Которая рухнула. Она, видимо, сильно рассчитывала на Беленкова. Но, Ахматова и Северянин, таков слух у этого литературоведа. Аркадий Викторович Беленков. 1921-1970 годы жизни. Публицист и литературный критик. Беленков, арестованный в 1943 году на последнем курсе литературного института, Провел в тюрьмах и лагерях 13 лет и возвратился в Москву в 1956 году тяжелобольным. В 1960-м в издательстве «Советский писатель» вышла книга Беленкова Юрия Тынянов, Имевшая большой успех среди читателей и в прессе. В 1963 году Беленков был принят в союз писателей, А в 1965-м книга о Тынянове была издана вторично. В 1967 году Беленкову разрешено было по приглашению друзей съездить в Польшу. В 1968-м тоже по частному приглашению в Югославию. Из Югославии Беленков поехал в Венгрию, А из Венгрии нелегально перебрался в ФРГ. После книги о Тынянове Беленков начал работать над книгой об Олеше. В 1968-м году в журнале «Байкал» в первом и во втором номере были напечатаны отдельные главы из этой книги под общим названием «Поэт и толстяк». Перебравшись на Запад, Беленков поселился в Америке. Он читал лекции в Ельском университете и был профессором в Индианском. Последние статьи Беленкова «Страна рабов, страна господ» и «Победа Ахматовой» опубликованы посмертно в 1972-м году в Лондоне в Альмонахии «Новый колокол» им основанном. Книга об Олеше под названием «Сдача и гибель советского интеллигента» издана в 1976-м году в Мадриде. Главы из этой книги в настоящее время напечатаны в России в сборнике «Возвращение. Москва. Советский писатель. 1991 год». Публикация и послесловие «Сорнова». Анна Андреевна поручила мне просить Корней Ивановича не отказываться, если редакция «Нового мира» предложит ему написать предисловие к поэме. Она дает или уже дала туда отрывок. Еще два отрывка выйдут в ленинградском и в московском «Дне поэзии». За нею приехала Наталья Иосифовна, чтобы везти ее к себе. Анна Андреевна ушла переодеваться, и вернулась пышная, шуршащая, лиловая, на плечах белая шаль. Внизу в машине нас ждала Татьяна Семеновна Айзенман и собака Лада. Наташа завезла меня на Спиридоновку к друзьям. Анна Андреевна простилась со мной довольно рассеянно, думая о чем-то своем. Она сидела впереди, рядом с Наташей, без шляпы. Серебро волос, ахматовский профиль и поворот головы. Я глянула, отходя, прозрачный профиль твой за стеклами карет. И, как всегда при ее отъездах, сжалось сердце. Не в последний ли раз вижу ее? Да, еще не записала о разговоре. Она хвалила Манделя. Прочла мне вслух его стихи о Рижском кладбище. Рукопись, им забытую у нее. «Раньше он писал какие-то мутные поэмы», — сказала она. А теперь становится настоящим поэтом. Одной из таких мутных поэм Анна Андреевна считала Таньку, ходившую по рукам в 50-е годы. Как и многие другие читатели, например, Маршак, Ахматова впервые оценила дарование Мандаля Коржавина, когда в 1961 году в сборнике «Тарусские страницы» появился цикл его лирических стихотворений. «Над книгой Некрасова, ни трудом и ни доблестью, от дурачеств, от умали». В 1947 году Наум Моисеевич Мандель, год рождения 1925, был арестован, вернулся в Москву в 1954. Первая книга стихов Коржавина «Годы» вышла в свет в 1963 году, а первая публицистическая статья «В защиту банальных истин» появилась в 1961 в «Новом мире» в третьем номере. Там же в 1963 году в третьем номере помещено эссе Коржавина «Лирика Маршака» о вопросах литературы в четвертом номере в 1967 году, поэзия Алексея Константиновича Толстого. В 1973 году Коржавин эмигрировал и живет ныне в Соединенных Штатах. Стихотворение о Рижском кладбище, поминаемое Анной Андреевной, это братское кладбище в Риге. Напечатано оно уже за границей. Литературная деятельность Коржавина с большой интенсивностью продолжалась на Западе. Во Франкфурте-на-Майне вышли два его сборника. В 1976 году «Времена», куда включены стихи, написанные на родине и за границей. А в 1981 году «Сплетение». В 1974 и 1975 в журнале «Континент» в номерах 91 и 95 появились два литературных эссе Коржавина, написанные еще на родине «Судьба Ярослава Смирякова» и «Игра с дьяволом». Разбор стихотворения Александра Блока «К музе». В 1984-м послесловие книги Булата Акуджавы «Проза и поэзия». Франкфурт-на-Майне. На Западе раздвинулось и публицистическое дарование Коржавина. Например, статьи «Психология современного энтузиазма». «Континент», 1976 год, номера 8 и 9. «А был ли Сталин-то?» Там же, 1981 год, номера 39 и 40. Открытое письмо Генриху Бёлю «Страна и мир». 1984 год, номер 11. Написал Коржавин и об Анне Ахматовой. Анна Ахматова, статья «И Серебряный век». Вышла сначала на Западе, в 1987 году, в Гранях, номер 144, а затем и у нас в Новом мире, 1989 год, номер 7. В 1992 году появились в Новом мире, в 7 и 8 номерах, мемуары, в соблазнах кровавой эпохи. В том же году в Москве издан и сборник стихотворений Коржавина. «Время дано». 19 сентября, 1962. «Не в последний ли раз видимся?» Спрашивала я на предыдущей странице. Нет, не в последний. Не в последний. Она снова здесь, и я только что от нее. В промежутке многое связано с поэмой. «Новый мир» от имени Твардовского. Обратился к деду с просьбой написать предисловие. Я от имени Анны Андреевны тоже обратилась. Редакции дед ответил. «Да, да, конечно. Для меня это большая честь». Мне же стал жаловаться на бессонницу, склероз. Я и так увяз в статьях о языке. Я превратился в полную бездарность. Затем уехал в Барвиху, сказав мне на прощание. «Вот кончу о языке и возьмусь за Ахматову». В это время Чуковский работал над статьями о русском языке, появившемся 6 и 13 октября 1962 года в литературной газете. «О складе и ладе» и «Образ и слово». Впоследствии обе эти статьи в переработанном виде вошли во второе издание книги «Живой как жизнь» «Москва, 1963 год». Зная, как тревожит Анну Андреевну все, касающееся поэмы, я воспользовалась поездкой в Ленинград Гали Корниловой и с нею послала Анне Андреевне большое письмо. Дня через три мне позвонил Володя. Анна Андреевна расширила поэму, что-то переменила, что-то перерешила, и сама едет в Москву. Сопровождает ее Галя. Остановится она сначала у Ардовых, а потом, кажется, у Ники. Утром часов в девять Анна Андреевна сама позвонила мне, а в двенадцать я уже была на Артынке. «Имейте в виду, сегодня она очень худо слышит», предупредила меня Нина Антонна. Я постучала, никакого ответа. Я вошла, думала, застану ее нездоровой. Ничуть. Лето в Комарове явно пошло ей на пользу. Она загорелая, свежая, похудевшая. А на сгорелом лице еще ярче видны пронзительно умные глаза. Более всего ей хотелось говорить о выдвижении на Нобелевскую премию и о поэме, но об этом она заговорила не сразу. Сначала прочла мне новые стихи. «Последняя роза». И я запомнила. «Господи, ты видишь, я устала воскресать и умирать и жить». Такие слова разве можно не запомнить? «Последняя роза». Вы напишите о нас наискосок. Эпиграф. «Мне с Морозовую класть поклоны, с пачерицей Ирода плясать, с дымом улетать с костра Дидона, чтобы с Жанной на костер опять. Господи, ты видишь, я устала воскресать и умирать и жить. Все возьми, но этой розы алой дай мне свежесть снова ощутить». Комарова, 1962 год. Мне опять показалось, я сама написала их, но все-таки память у меня уже совсем не прежняя, не кудышная. Анна Андреевна прочла мне еще одно стихотворение, о котором предупредила. «Еще не родившееся». Оно уже вполне родилось, но я-то его мгновенно забыла. Наверное, это потому, что два подряд я уже не ухватываю. Анна Андреевна рассказала мне о Фросте, он якобы ни о ней, ни о ее стихах никогда и не слыхивал. Но на встрече настоял Франклин Рифф. Будку, разумеется, показать иностранцам нельзя было. Устроили банкет у Алексеева. Академик Михаил Павлович Алексеев, 1896-1981 годы жизни, знаток английской и французской литературы, автор многочисленных исследований о Шекспире, Чосере, Филдинге, Свифте, Байроне, Монтене, Вольтере, Дидро. Автор – очерка по истории англо-русских литературных отношений XI-XVII веков, а также работ о взаимодействии русской и западноевропейской культуры и о влиянии русской на европейскую. В 1959 году Академик Алексеев сделался председателем Пушкинской комиссии Академии наук СССР, членом которой была и Ахматова. Банкет, о котором рассказывает мне Анна Андреевна, состоялся в академическом городке в Комарове, где у Алексеева дача. Будка, как и все дачи литфонда, расположена близ академического городка. После кончины Ахматовой Алексеев выступил с некрологом, напечатанным во временнике Пушкинской комиссии Академии наук СССР. Ленинград, наука, 1967 год. Он отмечал, что весь строй ее поэзии, неоднократно обнаруживал родственную связь с пушкинской лирикой, простотой и ясностью чеканного слова, подсказанного напряженностью и глубиной сердечных волнений. Значительным вкладом в пушкиноведение признает Алексеев и три статьи Ахматовой, опубликованные к тому времени. Последняя сказка Пушкина 1933 Адольф Бенджамена Констана в творчестве Пушкина 1936 год и Каменный гость Пушкина 1958 год. Фрост подарил ей свою книгу с надписью. О книге она отозвалась довольно-таки небрежно. Видно, знает природу. А встреча же рассказала так. Сидели мы в уютных креслах друг против друга, два старика. Я думала, когда его принимали куда-нибудь, меня откуда-нибудь исключали. Когда его награждали, меня шельмовали, а результат один. Оба мы кандидаты на Нобелевскую премию. Вот материал для философских размышлений. В ответ я рассказала ей смешную историю о своей невстрече с Фростом. Я не сильна в английском, но мне его стихи нравятся. Он не только знает природу, он и сам как бы часть ее. Фрост побывал в переделке Нюкарни Ивановича. Приемом занималась Марина. Я никаких обязанностей не несла, но увидеть Фроста мне хотелось. Однако, накануне его приезда наш лесной участок оккупировали поближе к даче шпики и репортеры. А когда Фрост в сопровождении милого Рива приехал, дом оккупировали переводчики, в которых вообще не было нужды. Мне сделалось так противно, что я укрылась у себя в лесной норе, откуда были видны только зады машин возле гаража и зады шпиков между деревьями. Я села работать, радуясь, что могу не принимать участие в комедии, но скоро я промерзла, продрогла, взяла термос и по узенькой своей тропиночке, раздвигая ветви, отправилась за кипятком в дом. Шпики были несколько огорошены, ничего появления из чащи они не ждали. В доме внизу пусто, корни Ивановича гостя наверху. Я благополучно согрела чайник, наполнила термос и уже выходила на крыльцо, когда меня вдруг окликнула бурно сбежавшая вниз с дедовой лестницы дама. Лицо полузнакомое, по-видимому, переводчица из союза. Она разлетелась ко мне весьма любезно. Ах, Лидия Корнеевна, здравствуйте! Вы уходите? Не уходите! Я могу провести вас наверх! Благодарю вас, ответила я. Вы забываете, что я у себя дома, и ни в чьем пропуске к отцу я не нуждаюсь. Повернулась спиною и ушла обратно в лес. Она, наверное, была очень удивлена, сказала Анна Андреевна. Она искренне желала угостить вас фростом. А насчет того, будто вы у себя дома, вы заблуждаетесь. Когда в доме иностранцы хозяева уже не хозяева. Оба визита Роберта Фроста в Переделкино и в Комарова подробно описаны в книге Риф Роберт Фрост ин Раша Бостон Атлантик Литл Браун 1964 год. Из книги явствует, что в Переделкине Фрост побывал 31 августа, А в Комарове 4 сентября. На банкете у Алексеева Ахматова прочитала два стихотворения «Последнюю розу», а также «О своем я уже не заплачу, но не видеть бы мне на земле золотое клеймо неудачи на еще безмятежном челе». Полагая, что четверостишее, как и «Последняя роза», посвящено Иосифу Бродскому. Ахматовские строки были тут же переведены Фросту, Ривом. Я спросила, как Анна Андреевна думает, понимают ли иностранцы эту ситуацию? «Иностранцы разные», ответила она. «Мы разные, да и времена разные. В последнее время удается иногда разговаривать и без переводчиков. Правда, не без...» Она подняла голову к потолку. Я ей призналась, что выдвижение на Нобелевскую премию и радует меня за нее и тревожит. Как бы не повторилась пастернаковская история. «А я без внимания», ответила Анна Андреевна. «Вот в этой самой комнате я объясняла Борису, что волноваться не стоит. Перечислила ему имена. У Толстого не было, у Блока не было, у Сельмы была. Что ж, не все ли равно? Но я не о том. Я спросила, как она думает, разразится ли скандал, если премию присудят ей? Здесь нет, а там, конечно, хлынут волны грязи. Америка будет бороться за Фростом. Я уже получила интересные сведения. Про меня в Париже пишет моя родственница, жена Митя Гумилева, совершенно меня не знающая. Я же знаю о ней одно. Большая дрянь. Когда Митя уходила на войну, она принудила его составить завещание в свою пользу. И вот теперь я у нее в руках. Очень приятно. В 1962 году Нобелевскую премию по литературе получил действительно американец, но не поэт Роберт Фрост 1874-1963 годы жизни, а прозаик Джон Стейнбек 1902-1968 годы жизни. Митя Гумилев, Дмитрий Степанович Гумилев, 1884-1922 годы жизни. Моряк, старший брат поэта. Никакие воспоминания его жены, посвященные специально Анне Ахматовой, мне неизвестны. Возмущение Анны Андреевны могли вызвать воспоминания о Николае Степановиче, где упоминается и она. Они опубликованы в 1956 году в новом журнале. Не знаю, читала ли их Ахматова, но если прочла, ее должно было особо возмутить рассуждение мемуаристки об участии Николая Степановича в Таганцевском заговоре, потому что самое существование заговора Ахматова отрицала. Потом Анна Андреевна вынула из чемоданчика поэму и разложила ее на стуле. По-видимому, это кусок, предназначающийся для нового мира. Она мне ничего не объяснила, но стала допрашивать, понятно ли. Я не умею быстро соображать, особенно не держа вещь в руках. Не знаю ведь я всю поэму наизусть, да еще варианты. Я отвечала со страхом, но, по-видимому, все же попадала в цель, потому что Анна Андреевна осталась довольна. Потом она положила передо мной итальянскую книгу, где ее стихи по-русски и по-итальянски много фотографий Ленинграда и ее фотографий, да еще в придачу пластинка. Это мог быть выпущенный в Италии в 1962 году сборник Ахматова «Поэзия». Я спросила, читала ли она «Один день» зэка и что о нем думает. Рассказ Солженицына, опубликованный впоследствии под названием «Один день» Ивана Денисовича, до напечатания ходил «По рукам» под названием «Один день зэка». Думаю, эту повесть обязан прочитать и выучить наизусть каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза. Борьбу за то, чтобы повесть об одном дне зэка дошла до читателей, вел в течение одиннадцати месяцев Твардовский, главный редактор журнала «Новый мир». Все перипетии сложной борьбы за напечатание Ивана Денисовича изложены с Солженицыным в очерках литературной жизни «Бодался теленок с дубом». В книге поминается имя Корнея Чуковского. Привожу отрывок из записей Корнея Ивановича. 9 апреля 1962-й. Твардовский принес мне рукопись некоего билетриста о сталинских лагерях. 13 апреля Я пришел в восторг и написал краткий отзыв о рукописи. Я имею возможность привести этот отзыв целиком. Говоря об авторе, Чуковский называет его «Рязанский». Под таким псевдонимом рукопись была представлена в новый мир. Литературное чудо. Шухов обобщенный характер русского простого человека. Жизнестойкий, злоупорный, выносливый, мастер на все руки, лукавый и добрый. Родной брат Василия Теркина, хотя о нем говорится здесь в третьем лице, ведь рассказ написан его языком, полным юмора, колоритным и метким. Автор не щеголяет языковыми причудами, как Даль, Мельников-Печерский, Алексей Ремезов. Не выпячивает отдельных аппетитных словечек, как безвкусный Лисков. Речь его не стилизация, это живая органическая речь, свободная как дыхание, великолепная народная речь с примесью лагерного жаргона. Только владея таким языком и можно было прикоснуться к той теме, которая поднята в этом рассказе. Тема это злое мучительство, ставшее нормой людских отношений, многолетние страдания ни в чем не повинных людей, оказавшихся во власти организованных и вооруженных мерзавцев. Шухов, как и его товарищи по каторге, не совершил никаких преступлений. При помощи лютых побоев и пыток следователи принудили его объявить себя изменником Родины. Остальные зэки, за исключением одного, тоже не знают за собой ни малейшей вины. Шпионы деланные снорожки, по делам проходят как шпионы, а сами пленники просто. Другой более слабый автор непременно ударился бы в публицистику, стал бы проклинать и вопить. Но Рязанский, и в этом его величайшая сила, ничем не выражает своего страстного гнева. Он не публицист, а летописец. Ровным голосом, неторопливо, спокойно, он изображает час за часом все поступки и мысли Шухова, которые, благодаря своему цепкому, гениально злоупорному характеру, чувствуют себя даже счастливым среди ежеминутных беззаконий, насилий, глумлений над его человеческой личностью. В сущности, рассказ можно бы назвать «Счастливый день» Ивана Денисовича. Впрочем, трагическая ирония автора и без того ощутима на каждой странице. Словом, с этим рассказом в литературу вошел очень сильный, оригинальный и зрелый писатель. Уже одно описание работы Ивана Шухова, его упоение работой кажется мне классическим. В каждой сцене автор идет по линии наибольшего сопротивления и всюду одерживает победу. Конечно, было бы ужасно, если бы редакция вздумала исправлять его текст. Если в тексты встречаются такие, например, конструкции, как «Не угостит ли его цезарь покурить?» Круж пошла по телу. Здесь сила, а не слабость писателя. Мне даже страшно подумать, что такой чудесный рассказ может остаться под спудом. Ничего нецензурного в нем нет. Он осуждает прошлое, которого, к счастью, уже нет. И весь написан «Во славу русского человека». Очень жалко, что приходится выбрасывать такие слова, как «смехуёчки», «фуяслице», «фуемник». Здесь они хороши и уместны. Украинские фразы Павла следует, мне кажется, проверить. Корне Чуковский. Анна Андреевна выговорила свою резолюцию медленно, внятно, чуть ли не по складам, словно объявляя приговор. Помолчав, она продолжала. «Старики и море Хемингуэя подробности меня раздражают. Нога затекла, одна акула сдохла, вдел крюк, не вдел крюк и так далее, и все ни к чему, а тут каждая подробность нужна и дорога». Я подумала, нужна и дорога не только художественно, но еще потому, что мы узнаем, как погибли наши близки. Мы всегда знали лагерь ад, но в нашем представлении лагерный ад был понятием отвлеченным. В посмертном одно дело известное, черти, котлы, кипящая смола, а тут. Я, например, хотя всегда интересовалась лагерем, узнала некоторые конкретные подробности о лагерном аде только во второй половине сороковых, отчасти от Юлиана Григорьевича Оксмана, отчасти от Б. О пытках на следствиях мы догадывались раньше, по изобилию непостижимых признаний на следствии и на показательных процессах. Догадывались уже в середине тридцатых, а узнали доподлинно в 1939-м, когда Берия, сменив Ежова, месяца два выпускал по несколько человек в каждом городе. Тогда от случайно выпущенных на нас хлынули долгожданные подробности, детали следствия, выбитые зубы, сломанные ребра, пятисуточные стояния у стены, поврежденные кулаком почки, пятьдесят человек в камере, предназначенной для восьми и так далее. Деталями этапа и лагеря пополнилось наше образование позднее, главным образом в 1947-1948, когда кое-кто ненадолго вернулся. Мне один человек в 38-м сказал, припомнила Анна Андреевна, вы бесстрашная, вы ничего не боитесь, я ему что вы, я только и делаю, что боюсь. Правда, разве можно было не бояться? Тебя возьмут и прежде чем убить, заставят предавать других. Я сказала, что вот теперь мы уже, кажется, знаем все, как арестовывали, как пытали, как морили в лагерях, а вот как и где расстреливали приговоренных, не знаем. Я про Кулю знаю, ответила Анна Андреевна, их расстреляли близ Бернгардовки по Ириновской дороге. У одних знакомых была прачка, а у той дочь следователь. Она, то есть прачка, им рассказала и даже место указала со слов дочери. Туда пошли сразу, и была видна земля, утоптанная сапогами, а я узнала через девять лет и туда поехала. Поляна. Кривая маленькая сосна, рядом другая, мощная, но с вывороченными корнями. Это и была стенка. Земля запала, понизилась, потому что там не насыпали могил. Ямы. Две братские ямы на шестьдесят человек. Когда я туда приехала, всюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала. Другие приносят на могилу цветы, а я их с могилы срываю. Приговоренных везли на ветхом грузовике. Везли долго. Грузовик останавливался. В настоящее время усилиями историков, архивистов и стариков-свидетелей установлено множество мест в СССР, куда сотнями и тысячами свозили и где закапывали тела расстрелянных. Установлены также и места расстрелов. Впрочем, еще далеко не все. О месте расстрела Гумилева Анна Андреевна сообщила в ноябре шестьдесят второго года и Оксману. В своем дневнике Юлиан Григорьевич пересказывает ее слова не вполне точно. Недалеко от Сестрорецка около станции Бернгардовка. Бернгардовка это одна из станций по Ириновской железной дороге, а не по Финляндской, где расположен Сестрорецк. Потом мы стали припоминать очереди, буквы, женщин, тюремные окошечки тридцать седьмого года. О нем, наверное, много написано, сказала Анна Андреевна. Узнается. Потом Лукаво глянула на потолок. Может быть, они там хоть на минуту в уборную ушли? Скажу. Для меня три вещи. Мой реквием, ваша повесть и вот теперь этот ЗК. Ваша повесть это Софья Петровна. Отказ Нового Мира был к тому времени Анне Андреевне уже, конечно, от меня известен, но в записях своих об Анне Ахматовой я никаких разговоров на эту тему не нахожу. Предложена была Софья Петровна Новому Миру 6 ноября 1961 года. Отказ сообщили мне 5 января 1962 года. Ознакомилась я с внутренней рецензией Твардовского, резко отрицательной, в самом конце января 1962 года. Отметив, что моя героиня не чувствует фона общенародной жизни, Твардовский оканчивал скучно читать это литературное сочинение на острую тему, потому что сочинительство здесь ничего не стоит. В повести никого не жалко, ничего не страшно, так как все пострадавшие директор, порторг, сын героини, друг сына и другие, все это не живые люди, чем-то успевшие стать нам дорогими и близкими, а всего лишь условные литературные обозначения, персонажи. Подробнее говорить об идейно-художественной несостоятельности повести нет необходимости. Автор не новичок, не начинающий, нуждающийся в литературной консультации, а многоопытный литератор и редактор, только взявшийся, по-моему, не за свое дело. Для нового мира повесть, во всяком случае, совершенно непригодна. Потом Анна Андреевна заговорила о Малия и о Берлине, а в сущности о России. Малия передал мне слова Берлина. Ахматова и Пастернак вернули мне родину. Лестно, не правда ли? И я понимаю, что Малия все время пытается от меня получить в подарок чувство России. Я ему однажды призналась, что и сама редко ее чувствую, а потом рассказала про графа Дмитриева Мамонова. Биография вообще очень русская, богач, герой двенадцатого года, а потом масон, связан с декабристами, потом отказался присягать Николаю первому, и тот объявил его повредившимся в уме. Издевательским и жестоким лечением, длившимся три десятилетия, граф был и впрямь доведен до сумасшествия. Очень русская история, не так ли? Загублен выдающийся, талантливый человек. Я пересказала Маля один весьма характерный эпизод. Для крестьян он был барин трудный, его не очень-то любили, но когда за ним приехали на тройках жандармы, он вышел на крыльцо к дворне, православные, выручайте, они стеною стали вокруг, заступились, вот это по-русски. Маля так и вскинулся. О графе Матвея Александровича Дмитриеве Мамонове 1790-1863 годы жизни Ахматова подробно говорит в своих неоконченных набросках 1963 года Пушкин в 1828 году, ссылаясь при этом на специальную работу Лотмана Матвея Александрович Дмитриев Мамонов поэт, публицист и общественный деятель. В ученых записках Тартурского государственного университета за 1959 год, выпуск 78-й. Беседуя с Маля, Анна Андреевна пересказала один из эпизодов, приводимых Лотманом со слов очевидца. Когда за ним Дмитриевом Мамоновым приехали жандармы, чтобы везти его в Москву, граф нисколько тому не противился, но вышедший уже на крыльцо и увидя тысячи своих крестьян, он обратился к ним со словами «Неужели православные вы меня выдадите?» Крестьяне тотчас окружили графа и хотели остановить поезд. По ассоциации с мнимым сумасшествием Чиадаева я вспомнила одну недавнюю грустную реплику Маршака. Я ему рассказала, что Чиадаев, узнав о выходе за границей брошюры Герцена «Развитие революционных идей в России», услыхав, будто и он там числится в революционерах, чего вовсе не было, Герцен писал там лишь о толчке мысли и об образце поведения, который дал русскому обществу этот человек, да еще издевался над Николаем, объявившим замечательного мыслителя слабоумным. Так вот, Чиадаев, не прочитав книгу, а только услыхав о ее существовании, срочно, спешно, не откладывая дело в долгий ящик, написал письмо, о нет, совсем не философское, холопское, письмо шефу жандармов, графу Орлову, в котором благоговей перед Николаем изливался в вероподданических чувствах, а Герцена называл так «наглый беглец, искажающий истину», что-то вроде. Под конец Петр Яковлевич выражал надежду, что граф не поверит клевете изменника и беглеца и сохранит к нему Чиадаеву свое сиятельное расположение. Каково? Герцен же, не подозревая об этом письме, чтил Чиадаева до конца своей жизни, хотя и не соглашался с ним. Да и Чиадаев, прочитав брошюру, написал и тайком переправил Герцену за границу благодарное, любящее, даже благословляющее письмо. Вся пересказанная мною Анне Андреевне история изложена Гершензоном в его статье «Чиадаев. Жизнь и мышление». В 1989 году та же работа опубликована в сборнике «Гершензон. Грибоедовская Москва». Чиадаев очерки прошлого «Москва. Московский рабочий». «Горько мне было узнать об этом происшествии», сказала я однажды Самуилу Яковлевичу. Он понурился и ответил «Очень русская история». «Нет», сказала Анна Андреевна, «тут не то. Эта история общечеловеческая. Тут то, о чем мы с вами только что говорили». «Нельзя перенести второй раз?» «Да». «Страх». «В крови остается страх». Чиадаев испугался повторением. Осип после первой ссылки воспел Сталина. Потом он сам говорил мне «Это была болезнь». Сохранились допросы Жанны Дарк. На третьем ей показали в окно приготовленный заранее костер, и она отреклась. На четвертом снова стала утверждать свое. Ее спросили «Почему же вы вчера были согласны?» «Я испугалась огня». Молчание. Мы обе поглядели в окно. «Я испугалась огня», повторила Анна Андреевна нежным, берущим за душу жалобным голосом. «И еще раз по-французски». Я испугалась огня. Разговор переменился. Анна Андреевна достала откуда-то целую папку своих фотографий — старых, новых. И старых, то есть молодых, восхитительно одна. Ахматова в виде сфинкса лежит на каменном цоколе в Шереметьевском саду, лежит на животе, опираясь на руки, развернув плечи и подняв голову более тонкой и прекрасной линии от затылка до кончика ног я никогда не видала. Из поздних очень она хороша возле жасминного куста в белой шале с собакой Гитовича. А в итальянской книге опубликована ташкентская фотография, та самая «Моему капитану». Теперь она разошлась по всему свету. Я рада. Фотография та, что шутливо именуется «Сфинкс», опубликована в третьем томе сочинений, а также в сборнике об Анне Ахматовой. Фотография Ахматовой в белой шале возле жасминного куста в сборнике воспоминания. Первая фотография сделана Лукницким в середине 20-х годов, вторая Гитовичем в 1959-м. Анна Андреевна спросила о здоровье Корней Ивановича. Потом работает ли он над предисловием к поэме, узнав, что дед разыскивает портрет Судейкиной в костюме Псиши, встревожилась, пусть Корней Иванович не слишком опирается на конкретную сторону биографии Ольги Афанасьевны. Это ведь не совсем она, только физический облик ее, это героиня времени, а не она. Псиша, название одной из пьес Юрия Беляева, в которой главную роль исполняла Глебова-Судейкина. Потом Анна Андреевна спросила меня, что я теперь читаю. Я ответила, Цветаеву. Я люблю у нее очень немногое, но люблю сильно. Например, сейчас, например, люблю куст. Я объяснила, трудно было запомнить эти стихи наизусть, но я читаю их каждому кусту, каждому дереву, а ведь живу я в лесу, и ветки врываются мне в окно, чуть только я распахиваю окошко настиж первым утренним движением, и дуб, и сосны, и ели, и кусты неразлучно со мною, когда я сажусь на крыльцо работать. Я прочла, что нужно кусту от меня. Не речишь, не доли собачьей, моей человечьей, кляня, которую, голову прячу в него же, сидей день от дня, сей мощи и плещи и гущи, что нужно кусту от меня, имущему от неимущей, а нужно, иначе б не шел мне в очи и в мысли и в уши, не нужно б, тогда бы не цвел мне прямо в разверстую душу, что только кустом не пуста, окном моих всех захолустьей, что, полная чаша куста, находишь на всем месте пусти, эолова, арфа, куста, чего не видал на ветвях твоих, хоть бы лист одинаков, в моих преткновения пнях, сплошных припинания знаках, чего не слыхал, на ветвях молва не рождается в муках, в моих преткновениях пнях, сплошных припинания звуках, да вот и сейчас, словарю, предавши бессмертную силу, да разве я то говорю, что знала, пока не раскрыла рта, знала еще на черте губ, той, за которой осколки, и снова, во всей полноте, знать буду, как только умолкну, а мне от куста не шуми, минуточку, мир человечий, а мне от куста тишины, той, между молчанием и речью, той, можешь ничем, можешь всем назвать, глубока, неизбывно, невнятности наших поэм посмертных, невнятницы дивной, невнятницы старых садов, невнятницы музыки новой, невнятницы первых слогов, невнятницы фауста второго, той, до всего, после всего, гул множеств идущих на форум, но шума ушного того, все соединилось в котором, как будто бы все кувшины востока, назнойное всхолмье, такой от куста тишины, полнее не выразишь, полный, великолепно, сказала Анна Андреевна, богато, пышно, полновесная строка, этому она у рильки училась, она и пастернак и попросила прочитать еще раз, и я, читая, снова почувствовала, какое счастье захлебываться этими стихами, свободно вдохновенными, безмерными, свободно льющимися и в то же время вырезанными совершенную точностью, как вырезан, например, дубовый лист, а вот стихи Цветаевой Пушкину, призналась я, я совсем не люблю, они лишены вдохновения, претенциозной искусственной, быть может, только нет, бил барабан, лучше других, а то какие-то словесные экзерсисы, ремесленнические ухищрения, звука нет, словно человек не на рояле играет, а на столе, и мысли, в сущности, небогатые, Пушкин не христоматия, Пушкин буйство, так ведь это еще до нее Маяковский провозгласил, а еще до него Тютчев. Марине нельзя было писать о Пушкине, сказала Анна Андреевна, она его не понимала и не знала, стихи препротивные, мы еще с Осипом говорили, что о Пушкине Марине писать нельзя. Потом Анна Андреевна показала мне стихи Иосифа Бродского, поднесенные ей вместе с розами, из этих стихов молодого поэта она и взяла строчку «Вы пишете о нас наискосок», взяла эпиграфом к своему стихотворению «Последняя роза». Последняя роза с эпиграфом из стихотворения Бродского напечатана была в первом номере Нового мира за 1963 год. При подготовке к печати сборника «Бег времени» Анна Андреевна сохранила эпиграф, но его удалила цензура. Имя Бродского было тогда запрещено. И ни в одном из тогдашних советских изданий Ахматовой строка, выбранной ею в качестве эпиграфа для «Последней розы», не появилось. Эту строку она, собственно, ручно вписала 7 октября 1965 года в подаренный мне экземпляр «Бега времени». Само же стихотворение Бродского, обращенное к Ахматовой, «Закричат и захлопочут петухи», появилось за границей в сборнике его стихов с предисловием «Наймана», «Остановка в пустыне», «Нью-Йорк», 1970 год. Привожу стихи, из которых Анной Андреевной взята была строчка в том виде, в каком они сохранились у меня в архиве, при этом не целиком, а отрывок. Об Осьфе Бродском и о деле Бродского подробно рассказано в томе третьем моих записок. В настоящее время стихотворение Ахматовой «Последняя роза», как правило, печатается с эпиграфом из Бродского во всех сборниках ее стихов. «Я не видел, не увижу ваших слез, не услышу я шуршания колес, уносящих вас к заливу, к деревам, по Отечеству без памятника вам. Умирание, смертей и бытия, соучастник, никогда не судья, опираясь на ладонь свою висок, вы напишете о нас наискосок. В теплой комнате, как помнится, без книг, без поклонников, но также не для них, без читателей, без критиков и без всех людей. Стихотворение для небес. Там, быть может, вы промолвите, Господь, этот воздух, загустевший, только плоть, душ, оставивших призвание свое, а не новое творение твое». 23 сентября, 62-го. Утром звонила Анна Андреевна и, как водится, требовала, чтобы я появилась немедля, но я не могла и пришла только вечером. Она у Ники. Высоченной домищи на Садово-Каретной, восьмой этаж, лифт, большая коммунальная квартира, некрасиво вытянутая в длину комната. Ее некрасивость смягчена изобилием книжных полок и ламп. За стенкой ощущается мама. И продолжение книжных полок. Анна Андреевна в платке, в кольцах. Королева сидит в кресле. Перед ней маленький полированный столик. Ника молчаливо приветлива. Анна Андреевна рассказала, что сегодня ее постигла неудача. Она съездила к Эмми в Голицыно, не застала, очень утомилась в машине и отлеживалась потом у Наташи. Скоро пришел Самойлов. Ника очень изящно подала чай. Анна Андреевна рассказала, что Нина Берберова за границей опубликовала всего Ходосевича. Тираж книги 600 экземпляров. Анна Андреевна через кого-то просила передать ей, что у нас книга мгновенно разошлась десятимиллионным бы тиражом. Я. Но у нас бы ее вообще не напечатали никаким тиражом. А Ходосевич Анна Андреевна отозвалась с большой любовью. Рассказала, что Новый мир хочет взять у нее цикл стихотворений. Но Караганова, тамошняя редакторша, почему-то не желает санет. Я тогда отделалась костром. Не пугайся, я еще похожий. В стихотворении стыкла Шиповник цветет. Одно время она носила название «Санет эпилог». Иосиф Бродский, спасающийся от ленинградского КГБ, молодой поэт, которого преследуют не весь за что, по тем же предлогам, будто он тунеядец, живет сейчас в Москве у Корниловых. Галя пожаловалась Анне Андреевне, что спасу нет. Володя с Иосифом всю ночь напролет спорили о поэзии очень шумно. Речь зашла о стихах Корнилова, и мы наперебой хвалили их. Анна Андреевна сказала, «Он берет все в лоб. Обычно это худо, а ему удается. Само она сейчас одержима заботами о прописке Надежды Яковлевны и, по-видимому, ради этих хлопот и приехала в Москву. Укажите мне, в чьи ноги бросаться, и я брошусь. Предлагают посоветоваться с Фридой». С Фридой Абрамовной Викдоровой. Анна Андреевна, как и я, познакомилась в эвакуации в Ташкенте. Там Викдорова была корреспонденткой газеты «Правда», и не без ее инициативы стихотворение «Ахматово и мужество» оказалось напечатанным в «Правде» 8 марта 1942 года. Имя педагога, журналистки и писательницы Фриды Абрамовны Викдоровой 1915-1965 годы жизни приобрело особую известность в конце 50-х, начале 60-х годов. Своими выступлениями в печати «Известия», «Комсомольская правда», «Литературная газета» и других ей не раз удавалось способствовать восстановлению справедливости. «Лидия Чуковская» «Открытое слово» Москва «Имопресс» 1991 год Последним из подвигов Фриды Викдоровой была художественно-документальная запись двух судов над Иосифом Бродским 18 февраля и 13 марта 1964 года и организация защиты осужденного. Перу Викдоровой принадлежат повести «Мой класс» 1949, «Дорога в жизнь» «Это мой дом» 1957, «Черниговка» 1959. Многое осталось ненапечатанным, например, «Девочки» «Дневник матери», о котором Чуковский отзывался как о лучшем из материнских дневников, а также из блокнотов журналиста и из депутатского блокнота. «Ведь Надя не просто жена, она жена декабриста», сказала Анна Андреевна. «Никто ее не ссылал и вообще не преследовал, она сама поехала за мужем в ссылку». Эту формулу Надежда Яковлевна декабристка я слышала из устаны Андреевны еще в Ташкенте. Она попросила Самойлова читать стихи. Он прочел «Я рано встал», «Наташу», «Державина» и «Красные листья». Наташа, старик Державин, «Красная осень», в сборнике «Самойлов», «Второй перевал», «Москва», «Советский писатель», «1963 год». «Я рано встал», сборник Самойлов «Дни», «Москва», «Советский писатель», «1970 год». Все четыре стихотворения опубликованы также в двухтомнике. Мне более всего понравилась Державин, Наташа, и какой-то кусок в середине стихотворения «Я рано встал». Вообще же, сама не пойму отчего, при всей прелести, уме и совершенстве чуть холодновато. Анна Андреевна сказала Самойлову, «Правда, у Толстого Наташа написано так, что все ее любви совершенно естественны». «Андрей, Анатоль, Пьер, это просто течение времени, и мы ею нисколько не возмущаемся. Правда? Вот это вам и удалось передать». Когда Самойлов спросил, не позна ли, не утомил ли он ее, она ответила, «Что вы? Я не Фроста». 27 сентября 62-го. Была у Анны Андреевны со всякими дедовыми вопросами о поэме. Получила в подарок пластинку из серии «Поэты читают свои стихи». В данном случае читает стихи Анны Ахматова. Северные Элегии, Летний Сад и прочие чудеса. По моей усиленной просьбе Ника раздобыла где-то пластинку. Анна же Андреевна при мне всемилостивейше сделала надпись. Когда-нибудь я испугаюсь не почерка, а голоса. Даже сейчас, сегодня, придя домой, я не уверена, поставлю ли пластинку на проигрыватель. Голос присутствия человека. Голос это сам человек. И как же это понять? Ахматова здесь и нет Ахматовой здесь. Спасибо технике. И будь проклята техника. В гостях Юля Живова, работающая в той же редакции, где и Ника. Только занимается она не болгарами, а поляками. Разговор зашел о разоблачении Сталина. Юля сказала, а ведь находятся люди, которые еще и сейчас защищают его. Говорят, мы не знаем. Говорят, откуда нам-то знать? Может, это сейчас все врут на него? Мы-то ведь не знаем. Анна Ника со смехом. Анна Андреевна. В Евангелии сказано «Не убей!» Нет, «Убей!» «Убей!» закричала Анна Андреевна, покраснев и стукнув ладонью по маленькому столику. «У-бей!» Надеюсь, читатель понимает, что Анна Андреевна была бы против кровавой расправы с палачами и их пособниками. Ее ответ «Убей! Убей!» выражал не жажду крови, а жажду слова и степень негодования против тех, кто по многодесятилетней привычке не желал взглянуть правде в глаза, осознать ужас содеянного. Сталина же палачом Ахматова в своих стихах называла постоянно. Например, кидалась в ноги палачу семнадцать месяцев кричу реквием «Вместе с вами я в ногах валялась у кровавой куклы палача». Так не зря мы вместе бедовали. В стихотворениях подражение армянскому и станции Сталин, хотя и не назван палачом впрямую, но определена его деятельность как палаческая безусловно. Возмущался она в ту пору с защитниками Сталина. В сборнике узнают в отделе из стихотворений не входивших в книги при жизни Ахматовой помещен следующий стихотворный набросок под заглавием «Защитникам Сталина». Это те, кто кричали «Вараву!» «Отпусти нам для праздника!» Те, что велели Сократу отраву пить в тюремной глухой тесноте. Им бы этот же вылить напиток в их невинно клевещущий сирот этим милым любителям пыток знатокам в производстве сирот. 1962 год У Анны Андреевны побывала редакторша из знамени. Расспрашивала о Нарбуте. Она что-то пишет о нем. Так, я поняла. Просила у Анны Андреевны стихи. Сейчас трудно что-нибудь решить. Нету ясности. Как, что и когда будет печатать новый мир. Надписывая мне пластинку, Анна Андреевна вынула из роскошной коробки какой-то золотой карандаш невообразимой красы. Мне подарил один инженер, объяснила она. Я ему говорю, не надо мне ничего дарить, я имею обыкновение подарки раздаривать. Он дрогнул, но не сказал ничего. 28 сентября 1962 Вернувшись из Барвихи от Корния Ивановича, я позвонила Анне Андреевне и сказала, что он начал статью словами «Анна Ахматова мастер исторической живописи». В ее голосе я услышала явное удовольствие, она была заинтересована и, безо всякого сомнения, довольна. Я тоже. О присущем Ахматовой чувстве истории постоянно говорила мне Тамара Григорьевна. Но волею судьбы Туся ничего не записала из сделанных ею многочисленных открытий. Она раздавала их направо и налево другим в своих блистательных монологах, а я записывала за ней слишком редко. Узнав по телефону о таком начале дедовой статьи, Анна Андреевна стала просить меня явиться поскорее. С тех пор, как дед пишет эту статью, она меня всегда ждет. Мне бы вечером, тем более, что ничего, кроме начала, я и не знаю, но я пошла сразу. Нервы мои плохо переносит чужое ожидание. Все равно не могу работать, чувствую, что кто-то ждет, даже если это не Анна Ахматова. Она была сегодня какая-то особенно тучная, большая, отекшая. Сидела в кресле, глубоко погрузившись в него. Окно открыто, высокое окно, увитое растениями. Паш, Ника. Анна Андреевна показала мне стихи, отобранные ею для знамени и литературы и жизни. Принцип отбора не ясен, но бог с ним, с принципом. Были бы стихи. 26 октября 1962 года в газете «Литература и жизнь» появились такие стихотворения Ахматовой. Два из цикла «Шиповник цветет» в разбитом зеркале и «Говорит Дедона», а также «Вот она, плодоносная осень». В знамени 1963 год номер первый напечатаны были «Опять подошли незабвенные даты», «Эхо», «Сожженная тетрадь» и отрывок из поэмы «Путем всея земли» под названием «Ночные видения». Я удовольствовалась тем, что выловила одну опечатку в Никиной машинописи. Потом Анна Андреевна показала мне предисловие некоего Завалишина книги воспоминаний Георгия Иванова. Завалишин объясняет, что Ахматовой и Пастернак «внутренние эмигранты». Этакое бесстыдство. Ведь могли убить обоих. Анна Андреевна очень возмущается, но я полагаю, у Завалишина все это от полного незнания здешней жизни и от добрых чувств. Да и она, конечно, не подозревает автора предисловия «взлоумышленнее». Хотя «право не имеет не знать», говорит она. Георгий Иванов «Парижанин, иммигрант в буквальном смысле слова. Ахматовый Пастернак «Имигранты внутренние» пишет Завалишин в предисловии книги Георгий Иванов «Петербургские зимы», Нью-Йорк, издательство имени Чехова, 1953 год. Потом о стихах Тарковского, Корнилова, Самойлова, Липкина. Вот это и будет впоследствии именоваться русская поэзия 60-х годов. Еще, пожалуй, Бродский. Вы его не знаете. К перечисленным в приведенном разговоре именам Анна Андреевна имела обыкновение прибавлять имя Петровых, а иногда еще три имени Александр Гитович, Наум Коржавин и Вадим Шефнер. Смотрите, например, интервью, данное ею весною 1965 года, критику Осетрову «Грядущее, созревшее в прошедшем». Вопросы литературы 1965, номер четвертый. В списке, приводимом Осетровым, не упоминается, правда, Иосиф Бродский, но единственная тому причина запрещение упоминать имя этого поэта в советской печати. Имя Петровых названо также Анной Андреевной в беседе с корреспондентом газеты «Таймс» 11 июня 1965 года. Я сидела недолго, у меня болело сердце, а тут оно разболелось еще сильней. Оказывается, нынче или завтра день рождения Льва Николаевича. Я только что открыла рот, чтобы поздравить Анну Андреевну, но вовремя закрыла его. Анна Андреевна принялась обсуждать с Никой рассердится Лева или нет если она рискнет послать ему поздравительную телеграмму. Решила, что быть может и не рассердится. Ника подала ей бумагу. Она написала что-то, перечла, зачеркнула, написала снова. У нее дрожала рука. Я ушла. Во мне тоже что-то дрожало. По дороге думала о термине «внутренние мигранты». В применении к Ахматовой Пастернаку до чего же это неверно. Ахматова автор родной земли и реквиема иммигрантка. Пастернак назвавший свою душу усыпальницей замученных живьем иммигрант. Иммигранты внутренние или внешние отторгают себя от страны и народа, а эти разделяют судьбу выпавшую на долю страны и народа. По какому же признаку они иммигранты? «Мы ни единого удара не отклонили от себя», сказала Ахматова. «По какому же признаку она иммигрантка?» Мною цитируются строки из стихотворения Ахматовой «Не с теми я, кто бросил землю», Анна Домине, и из стихотворения Пастернака «Душа», которая в конце 50-х ходила по рукам. Ни в одном сборнике, ни в одном журнале тогда его было не найти. Напечатано оно было впервые с некоторыми заменами лишь в партитуре музыкального произведения Георгий Свиридов «Кантата для солистов хора и симфонического оркестра», «Партитура», «Москва», «Музыка», 1975 год, а также в клавире «Кантаты» в переложении для пения и фортепиано «Москва», «Музыка», 1976 год. Слова Пастернака приводятся в той части «Кантаты», которая названа «Снег идет». Запись сделана в 1978 году. В настоящее время «Душа» публикуется почти во всех сборниках Бориса Пастернака. 5 октября 62-го Утром мне позвонила Анна Андреевна. Я сегодня веселенькая. Меня отставили от Стокгольма. Наташа возила ее за город. Осень красивая, ослепительная Подмосковье. 7 октября 62-го. Я пришла к ней днем. Она сидит в том же глубоком кресле перед тем же низеньким удобным столиком. Когда я сказала, что жалею о Стокгольме, она проговорила самым жалобным из своих голосов. «Ну, Лидия Корнеевна, ну как вам не стыдно? И вы тоже. Ну разве я могу пережить Стокгольм?» Доехал бы труп. Те, кто знает, как тяжело даются мне поездки из Ленинграда в Москву или наоборот, должны понять. Да еще интервью. Ну посмотрите на меня. Ну разве я могу это перенести? В самом деле, выглядит она дурно. И ведь перед поездом и вообще любым перемещением у нее какой-то особенный страх. На вокзале каждый раз лицо трагической маски. Автомобиль, впрочем, переносит хорошо. Но и тут, на днях, ее постигла неудача. Заехала за нею Белла Ахмадулина с благим намерением увезти ее из города куда-нибудь подышать. Ахмадулина села за руль. Анна Андреевна рядом, но через полкилометра машина намертво застряла. Белла под руку отвела Анну Андреевну домой. «Бедняжка, она была в отчаянии», говорит Анна Андреевна. «Пока вела меня домой, всю дорогу твердила, вы больше со мной никогда не поедете, никогда не поедете. И правда, пожалуй, не поеду». Да, пожалуй, пусть лучше не едет. Оказывается, после этого неудачного путешествия Анна Андреевна не спала ночь, стараясь вообразить, как было бы ужасно, если бы машина испортилась не в Москве, не в десяти минутах от дома, а на шоссе за городом. «Ну, если бы», сказала я, «стоит ли и думать об этом». Анна Андреевна взглянула на меня с негодованием, я сразу поняла свое бессердечие. Она и вправду, без всяких привлечений и кокетства, непоправима и страшно больна. Слишком больна, чтобы подвергаться случайностям. Сначала испугаться толчка, потом сидеть на каком-нибудь пне в лесу, ожидая попутной машины. Сегодня она раздраженная, сердитая, тоже не от большого здоровья. Главный предмет разговора и гнева — биография Гумилева, написанная Струве. Я получила предложение умереть. Да-да, не смейтесь, и показала в книге строку. Анна Андреевна Ахматова еще жива, очень вежливо, не правда ли? А главная задача биографа — вычеркнуть меня из коленной жизни. Меня, видите ли, никогда не было. Его единственная любовь — Машенька Кузьмина Караваева. На самом же деле он был так влюблен, что брал деньги у ростовщика под большие проценты и приезжал в Севастополь, чтобы десять минут видеть мой надменный профиль. Этого Струва не знает, этого никогда не было, зато чуть запахло разводом, они тут как тут. Она громко втянула в себя воздух ноздрями, будто к чему-то принюхиваясь. Поглядите. Она указала мне на странице строки из пятистопных ямбов Гумилева. И ты ушла в простом и черном платье. Биограф использует два непререкаемых источника — невестку Гумилева, круглейшую дуру, и Адоевцеву. Анна Андреевна указала мне абзац, где Адоевцева рисует Гумилева весьма некрасивым. По-видимому, Ирина Владимировна одного только Жоржика Иванова считала красавцем. Речь идет о статье Глеба Струве «Гумилев. Жизнь и личность», служащей предисловием книги «Гумилев. Собрание сочинений в четырех томах», том 1, под редакцией профессора Струве и Филиппова, Вашингтон. Издательство книжного магазина Виктор Камкин, 1962 год. Струве вовсе не утверждает, будто Машенька Кузьмина Караваева была единственной любовью Гумилева. Напротив, приводя это мнение, опровергает его. Строки же, цитируемые Анной Андреевной, хотя не содержат в себе предложение умереть, действительно неловки и двусмысленны. Об этой личной драме Гумилева, пишет Струве, не пришло еще время говорить, иначе, как словами его собственных стихов. Мы не знаем всех ее перипетий, и еще жива Ахматова, не сказавшая о ней в печати почти ничего. Почему Ахматова должна была рассказывать о перипетиях личной драмы в печати? Если бы пожелала, то при запрещении имени Гумилева, как она могла бы свое намерение выполнить? Поэзи же Ахматовой воссоздает образ пережитого разрыва хоть и не полно, но во всяком случае с большой силой. Говоря о невестке Николая Степановича, на чью работу ссылается Струве, Анна Андреевна имеет в виду воспоминания о Гумилевой. Николай Степанович Гумилев. Новый журнал. 1956 год. В своих заметках, посвященных Гумилеву, Ахматова отзывается о воспоминаниях его невестки с еще больше резкостью, чем в разговоре со мной. Как можно придавать значение и вообще подпускать к священной тени мещанку и кретинку Гумилеву, которая к тому же ничего не помнит не только про Николая Гумилева, но и про собственного мужа. Единственным близким человеком в доме для Николая была мать. Об этом он вообще никогда не говорил. Надмитий открыто смеялся и также открыто презирал. Новый мир, 1990 год, номер пятый. Ныне мемуары Анны Гумилевой. Смотрите в сборнике Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Париж, Нью-Йорк, 1989 год, Москва, 1990. Говоря об Адоевцевой, Ахматова указывает на следующие строки, приведенные с Труве. Так вот он какой, Гумилев, трудно представить себе более некрасивого, более особенного человека. Все в нем особенное и особенно некрасивое. Продолговатая, словно вытянутая вверх голова, с непомерно высоким плоским лбом, волосы, стриженные под машинку, неопределенного пегового цвета, жидкие, будто молью траченные брови. По тяжелыми веками совершенно плоские косящие глаза, пепельно-серый цвет лица, узкие бледные губы. Улыбается он тоже совсем особенно. В улыбке его было что-то жалкое и в то же время лукавое, что-то азиатское. Затем Анна Андреевна сказала, что все соображения биографа о поэзии Гумилева тоже не верны. А сами вы как полагаете? Николай Степанович, легкий для понимания поэт или трудный? Спросила я. Во всяком случае, его еще никто не прочел. Помешались на детских капитанах. И дальше ни шагу. А он был провидец. Анна Андреевна процитировала «Горе, горе, страх, петля и яма для того, кто на земле родился, потому что столькими очами на него взирает с неба черный и его высматривает тайны. Горе, горе, страх, петля и яма». Капитана Гумилева впервые опубликованы в первом номере журнала «Аполлон» за 1909 год. Строки «Горе, горе, страх, петля и яма для того, кто на земле родился» это отрывок из поэмы «Звездный ужас». Смотрите цех поэтов «Альманах II» за 1921 год. В настоящее время оба стихотворения в книге Николай Гумилев «Стихотворения и поэмы» «Ленинград. Советский писатель. 1988 год. Библиотека поэта. Большая серия». На своей мысли о непрочитанности, неразгаданности поэзи Гумилева, о том, что пути его творчества подверглись ложному истолкованию, Ахматова очень настаивала. Смотрите, например, записи Ахматовой о Гумилеве, опубликованные Суворовой, которые так и озаглавлены. «Самый непрочитанный поэт. Новый мир. 1990 год. Номер пятый». Привожу выдержки. Разумеется, из этих страниц, которые я написала сегодня, можно сделать не очень тонкую книжку, но это я представляю другим, например, авторам диссертации о Гумилеве, которые до сих пор пробавляются разговорами об ученичестве у Брюсова и подражании «Лекон де Лилю» и «Эредиа». И где это они видели, чтобы поэт с таким плачевным прошлым стал автором памяти, шестого чувства и заблудившегося трамвая, тончайшим ценителем стихов, письма о русской поэзии и неизменным бестселлером. По моему глубокому убеждению, Гумилев поэт еще непрочитанный и по какому-то странному недоразумению оставшейся автором Капитанов 1909 год, которых он сам, к слову сказать, ненавидел. И еще невнимание критиков и читателей безграничным. Что они вычитывают из молодого Гумилева, кроме озера Чад, Жирафа, Капитанов и прочей маскарадной рухляди? Ни одна его тема не прослежена, не угадана, не названа. Чем он жил, к чему шел, как случилось, что из всего вышеназванного образовался большой, замечательный поэт, творец памяти, шестого чувства, трамвая и тому подобных стихотворений. Все это сбывается на наших глазах, а вот Клоп Маяковского не сбывается. Нынче у нас 1962-й и до сих пор не сбылось. Пьеса Маяковского Клоп, в которой поэт весьма оптимистически изображает наше светлое будущее, была поставлена в театре Мейрхольда в 1929 году, за год до самоубийства автора. Я спросила, как она думает, будет ли прок от той статьи, которую пишет сейчас о ее стихах Лев Озеров? Он, я знаю, держит ее в курсе своей работы. Прок будет, только слишком много Пушкина, так нельзя, и незачем сопоставлять меня и Марину, это неплодотворно. Статья Льва Озерова «Тайны ремесла» появилась 1 февраля 1963 года в газете «Литературная Россия». Сравнение поэзии Цветаевой с Ахматовской поэзией опущено, пушкинская же тема сохранена, но приглушенно, указав, что Ахматова рано почувствовала обаяние лирического стиля батюшкова Боротынского Тютчева, Озеров продолжает. Но самым животворящим был для Ахматовой пушкинский возвышенный строй души, опирающийся не на выспренность и патетику, а на правду чувств. Главным образом эту традицию надо искать в сути Ахматовской поэзии, в ее философской лирике последних десятилетий. Лев Адольфович Озеров год рождения 1914 поэт, переводчик, критик, мемуарист, исследователь русской поэзии, эссеист. Из сборников его собственных стихотворений в 60-е годы вышли «Светотень» 1961, «Дороги Новый поворот» 1965, «Лирика» 1966, из поздних назову «Стихотворение» 1978, «Думаю о тебе» 1981, гравюра на Самшите 1990, перу Льва Озерова принадлежат статьи о батюшкове, Боротынском, Дельвиге, Тютчеве, Фете, из поэтов XX века о Бальмонте, Пастернаке, Заболоцком, Марии Петровых. В 1993 году в сборнике «Воспоминания» вышли мемуары Озерова о Борисе Пастернаке. При жизни Ахматовой Львом Озеровым опубликованы были две статьи о ее поэзии. Первая в сборнике 1958 года. Это статья «Стихотворение» Анны Ахматовой, напечатанная 23 июня 1959 года в литературной газете. Вообще представляет собой первый отзыв о ее поэзии после долгих лет молчания. По словам Льва Адольфовича, Анна древна называла ее «Прорыв блокады». Статья «Тайна ремесла», о которой у нее со мною зашла речь, явилась второю. После смерти Ахматовой Озеровым опубликованы еще две статьи о ней «Бег времени» и «Начало и концы». В его книге «Необходимость прекрасного» Москва 1983 год. Лев Озеров один из составителей сборника «Узнают» и автор предисловия к сборнику. Написаны им и мемуары, разрозненные записи, воспоминания. В этих записях приведена в частности просьба Анны Андреевной, пересказанная мне, не сопоставлять ее поэзию с поэзией Цветаевой и пригасить пушкинскую тему. «Сегодня у меня торжественный день», сказала, помолчав, Анна Андреевна. «Я кончила поэму, взгляните, сделала страфу, не успев проснуться. И она показала мне поправки к страфе «Этот Фаустом, тот Дон Жуаном». Появилась новая строка «Даперута Эаканааном» и «Светланы заменены Дианами». Чему я от души обрадовалась, как звучало это имя в десятые годы, я не знаю, быть может, тогда еще и по-жуковски, а в наше ассоциируется оно не с Жуковским и Пушкиным, а со Сталином и Молотовым. У того и у другого дочки именуются Светланами, с их легкой тяжелой руки. Светлан нынче развелось превеликое множество, что не девочка, то Светлана, в просторечии Светка». Только в строках Пастернака «Две женщины, как отблеск ламп Светлана». Это прелестное имя вновь оживает и светит, сочетая старину с современностью. Строки стихотворений Пастернака «Когда я устаю от пустозвонства» Пятитомник том первый. У Анны Андреевны в ходу сейчас новый термин «Партии лапы», которым она пользуется очень смешно. Нина Антонна и старший Ардов решили было расстаться с лапой. Молодежь взбунтовалась. Анна Андреевна примкнула к мальчикам, заявив «Я партии лапы». Теперь она называет лапы себя, а о своих поклонниках и недругах говорит «Она партии лапы» или «Он не партии лапы». Герцен некогда писал «Мои партизаны» в смысле «Мои сторонники». Но в начале девятнадцатого века подобное слово «употребление» было общепринятым, а сейчас слово «партия» звучит высоко торжественно, официально, как и партизаны. И когда Анна Андреевна, подразумевая Озерова, говорит «Он партии лапы», выходит очень смешно. Еще смешнее и величественнее о ком-то «Он не партии лапы». Я ушла, пообещав завтра позвонить, как только ворочусь из Барвихи. Восьмое октября шестьдесят второго. Я была в Барвихе и слушала дедову статью. Вернувшись, нашла записку. Тебе звонила Анна Андреевна. Я сразу позвонила ей. Она заставила меня пересказывать статью абзац за абзацем. Никогда я не думала, что она так интересуется мнениями деда. Напротив, мне представлялось, что она относится к нему сдержанно, а быть может и с иронией. Один раз не без язвительности произнесла, говоря о его статье Ахматовой и Маяковский. Корней Иванович так хорошо им все объяснил, что даже тупицы поняли все, имея в виду, что он своею статьей сделал и для начальства явно ее религиозность, ее приверженность к старой России и прочее. И что это с его стороны было неосторожно. Статья Чуковского Ахматова и Маяковский была опубликована в 1921 году в первом номере журнала «Дом искусств». Через много лет в 1988 в первом номере журнала «Вопросы литературы», а затем в двухтомнике Корней Чуковский «Сочинение в двух томах». Том 2. Москва 1990 год. А сейчас Анна Андреевна, наверное, сголодалась по толковому литературному разбору и уж во всяком случае не сомневается, что Корней Иванович партии лапы. Для меня это событие, объявила она, дослушав мой пересказ. 10 октября 62-го утром звонила Анна Андреевна, спрашивала, не прислал ли мне Корней Иванович статью после машинки. Уж как ей, однако, не терпится. Я имела неосторожность сказать ей в последний раз, что Клара Израильна в среду должна привезти в Барвиху перепечатанную на машинке статью. Он исправит и пришлет мне. Так вот, Анна Андреевна уже беспокоится. Статью Кларочка действительно уже перепечатала и отвезла деду. Но когда он кончит исправлять, неизвестно. Завтра Анна Андреевна перебирается от Ники к Марии Сергеевне. 12 октября 62-го. Сегодня я отвезла статью Корнея Ивановича Анне Андреевне на беговую к Петровых. Мы сидели с ней одни, в той комнате, что поменьше. Анна Андреевна слушалась с неподвижным лицом, но я чувствовала, что и она волнуется. Потом она очень хвалила первоклассно, по-европейски, точно, опровергает общераспространенное мнение о моих стихах без задора, но несокрушимо. Одним она недовольна слишком подробной конкретизации жизни и быта Ольги Афанасьевны, скажут, Ахматова написала поэму о похождениях своей подруги-актрисы. Просит затушевать конкретности, кроме того, просит упомянуть, что о 13-м годе говорится сквозь Гафманиану, а о 41-м с полной реалистической ясностью. Попросил исправить цитату из предыстории. В дедовой статье пропущена одна строка, как и в сборнике 61-го года, под желтой керосиновой лампой. Потом протянула мне письмо, полученное откуда-то из-за границы, через международную книгу. Просит прислать последнее издание поэма без героя, а также перечень критических отзывов о поэме. И смешно, и грустно, и больно. Доживем ли мы до напечатания поэмы вообще? И еще. Доживем ли до такого времени, когда на Западе будут иметь хоть малое, хоть приблизительное представление о нашей стране, о судьбе наших людей и нашей литературы? Быть может, и мы так же мало знаем о них, как они о нас? Быть может, но быть того не может, чтобы их судьбы оказались страшнее наших. Я спросила у Анны Андреевны, даст ли она знать автору статьи о Гумилеве об ошибках в статье? Не знаю, ответила Анна Андреевна. Я не хочу оказаться в смешном положении Любови Дмитриевны Блок, которая настаивала, что стихотворение «Что же ты потупилась в смущении» посвящено ей. Как это глупо! Во-первых, я не знаю стихов, более оскорбительных для женщины. Во-вторых, всем известно, что они посвящены Дель Масс. Я с фактами в руках доказывала это Орлову, но он все-таки напечатал, будто относятся они к Любови Дмитриевны. Любовь Дмитриевна Блок, 1881-1939 годы жизни, вовсе не утверждала, что стихотворение Блока перед судом посвящено ей. Существует свидетельство ее подруги, актриса театра Мейерхольда Валентины Петровны Веригиной, 1882-1974 годы жизни. Мы с Любой сидели у письменного стола. Мой взгляд упал на 238-ю страницу открытого однотомника Блока. Я прочитала про себя перед судом и мелькнула мысль, кому же это относится, уж не к Любе ли, ведь тут в целом создается впечатление длительного союза, при том, эта прядь такая золотая, разве не от старого огня, страстная, безбожная, пустая, незабвенная, прости меня. Блок не мог так сказать о Любови Дмитриевной. Мы слышали от него, Люба мудрая, Люба знает, и вдруг безбожная, пустая. Все же я спросила, неужели это тебе? Люба ответила почти сердито, нет, конечно, мне такого никогда не бывает в стихах Саши. Стихотворение посвящено Любови Александровне Дельмас, об этом прямо свидетельствует автор Александр Блок. 28 июня 1916 года перед уходом на фронт он записал цикл Кармен должен заканчиваться стихотворением «Что же ты потупилась», то есть перед судом. Почему, несмотря на эту запись, Орлов, редактор собрания сочинения в восьми томах Александра Блока, продолжал настаивать на своей ложной мысли? Непонятно, кто передал Анне Андреевне, будто Любовь Дмитриевна утверждает, что стихи перед судом посвящены ей? Неизвестно. Ариша пригласила нас чай пить. Мы перешли в другую комнату побольше, где, по-видимому, Мария Сергеевна и Ариша живут сейчас вместе. Черные сучья деревьев теснятся к окнам, и я вдруг вспомнила сучья деревьев во дворике фонтанного дома. Квартира очень просто обставлена, но чистота делает ее нарядной. Вместе с нами пил чай молодой человек, по-видимому, переводчик, ученик Марии Сергеевны и большой книжник. Разговор за столом шел преимущественно букинистически. После чая я простилась. Владой человек проводил меня до бензоколонки, то есть до стоянки такси. 19 октября 62-го виделась с Анной Андреевной у Наташи Ильиной, куда Анна Андреевна приехала для встречи с иностранцами, привез их Зенкевич. Мне всегда трудно даются поездки на новую Наташину квартиру. Дверь в дверь с бывшей квартирой Тамары Григорьевны. Тот же подъезд, тот же лифт, даже лифтерша та же. И двери обиты одинаково. Выйдя из лифта, я на секунду прижалась щекой к Тусиной двери, а позвонила в соседнюю. Я думаю, всякая религия возникает из уверенности, что мертвые нас не покинули, в Бога ли эта вера? Нет, пожалуй, в чудесность человеческих встреч, слов, связанностей, а всякая история народа начинается с воскрешения образа мертвых. Наташа отвела меня в кухню. Из комнаты доносился спокойный голос Анны Андреевны и возбужденные голоса гостей. Наконец, гости уехали, и Анна Андреевна пришла к нам. Разговор был пустоватый, если не считать одного замечания Анны Андреевны о донжуанстве. Наташа как-то помянула о донжуанстве Фадеева. Для мужчины быть донжуаном никогда не считалось постыдным, напротив, сказала Анна Андреевна. А для женщины, подумала я, но не спросила. Наташа сделала Анне Андреевне белковый омлет, а мы с ней вдвоем дожевывали какие-то сласти. Живет сейчас Анна Андреевна у Марии Сергеевны. Опять говорила о силе и прелести ее стихов и о том, как это дурно для поэта и для читателя, когда они насильственно разлучены. Читатель ограблен, поэт изломан. Беда, сказала она. Отношения между поэтом и читателем изначально сложны, но они должны быть, иначе искажен путь и у того, и у другого. Днем Анна Андреевна ездила с Наташей по магазинам, искала туфли, с ужасом и жалостью рассказала, что навестила по пути какого-то своего больного друга профессора, который ютится в трущобе. Как им не стыдно, воскликнула она и даже руками всплеснула. Наташа ушла заводить машину, а мы начали потихоньку собираться. Анна Андреевна накинула на голову черный платок и сразу он из платка сделался платом. А она из Анны Ахматовой превратилась то ли в смиренную богомолку, то ли в бояриню Морозову. Расплывчатой грузности как не бывало, сразу проступила форма, то есть суть, порода, русскость. Мы спустились в тусином лифте. Наташа повезла нас на беговую. Там я проводила Анну Андреевну до дверей Марии Сергеевны. Вокруг дома черные ветви в снегу люблю. Ветви в снегу я люблю, пожалуй, сильнее, чем ветви в цвету. Наташа повезла меня на улицу Горького. Тикали щетки, мокрый снег залеплял стекло. Я чувствовала Наташина напряжение и потому с ней не заговаривала, а сама думала о Фадееве. Нет, не о Донжуанстве. Как он мог так долго не понимать? Неужели был слеп до самого двадцатого съезда? И что это в такой степени лишает людей зрения, причастность к власти? Я Фадеева никогда не любила. Помню его вполне казенные речи в 1947 году против Пастернака. Но ведь был он, безусловно, и уменный, и талантлив, и литературу любил. Помню, как он поддерживал, например, прекрасного поэта Семынина. Но ведь в то же время, говорят, он соучастник преступлений против литературы, и более того, против человечности. Правда ли это? Как это все понять? И если правда, имеем ли мы право простить? Поставив точку пули в своем конце, очистил ли он себя? Даже если бы нам были известны все факты, то и тогда трудно было бы вынести приговор, а фактов, фактических сведений мы лишены. Столько окровавленных теней, и сам он теперь окровавленная тень. 30 октября, 62-го. Вчера целый день я провела у Анны Андреевны. Она, возбужденная, в ударе, вышла мне навстречу, в переднюю, и сразу увела в комнату Марии Сергеевны, где она теперь живет, и сразу заговорила о Солженицыне, с которым познакомилась накануне, через Копелево. — Светоносец, сказала она торжественно и по складам, свежий, подтянутый, молодой, счастливый. Мы и забыли, что такие люди бывают, глаза, как драгоценные каменья, строгий, слышит, что говорит, слышит себя, слышит, что говорит. Это высокая похвала в ее устах. Я прочитала ему, он сказал, я так и думал, что вы не молчите, а пишите что-то, чего нельзя печатать. Поэму знает наизусть, а не говорит так, сначала все непонятное непонятное, а потом понятное понятное. Обо мне сказал мне слова, которые я слышать не могу. Нет, не о Пушкине. Да, о России. И он тоже. Вы понимаете, конечно, что это значит, услышать их от него. Читал мне свои стихи, я еще не разобралась в них, он очень странно читает, но все-таки настаивала я. Уязвимые во многих отношениях, уклонилась Анна Андреевна, помолчав, продолжала, он сказал, что пишет прозу, много прозы, все время пишет прозу. На лбу у него шрам, не знаю, в армии ли получен, или в лагере. Я не спросила, хотя мы разговаривали так. Мы так с ним разговаривали, что все можно было спросить. Я ему сказала, знаете ли вы, что через месяц вы будете самым знаменитым человеком на земном шаре? Знаю, но это будет недолго. Выдержите ли вы славу? У меня очень здоровые нервы. Я выдержал сталинские лагеря. Пастернак не выдержал славы. Выдержать славу очень трудно, в особенности позднюю. О, Лидия Корнеевна, видели бы вы этого человека, он непредставим. Его надо увидеть самого, в придачу к одному дню зэка. Я сказала, что, надеюсь, это случится когда-нибудь, я о нем много наслышана и хотела бы его увидеть, но не стану натягивать знакомство. Вообще не люблю навязывать свою персону знаменитостям или глазеть на них. Хочу, чтобы случалось само. Сталкивает людей жизнь. Если увижу Солженицына хорошо, а нет, так ведь я могу читать его и быть счастливой. Дожили мы не только до смерти Сталина, но и до голоса зэка. Была же я счастлива Пастернаком гораздо раньше, чем его увидела. Мы жили в одном кругу, в разных городах, и не виделись, но я читала его, я знала его наизусть, стихи и любимые страницы из охранной грамоты. Встретились мы случайно. Я ехала впервые в переделке на Корнею Ивановичу, но встретились мы случайно, и не у Корнея Ивановича, а раньше, по дороге туда. 1939 год, лето. Я приехала из Ленинграда в Москву хлопотать о Мити. Такси в Переделкино, где никогда не была. Адрес. Городок писателей, дача Чуковского. Сначала шоссе, потом что-то такое направо, налево. В городке таксист свернул не туда, запутался. Приметы не совпадали? Не предуказанное поле, и ни одного пешехода. Первый человек, который попался мне на глаза, сидел на корточках за дачным забором, коричневый, голый до пояса, весь обожженный солнцем. Он полол огородные гряды на пологом, пустом, выжженном солнцем участке. Шофер притормозил, и я через опущенное стекло спросила, где дача Чуковского. Он выпрямился, отряхивая землю с колен и ладоней, и прежде чем объяснить нам дорогу, с таким жадным любопытством оглядел машину шофера и меня, будто впервые в жизни увидел автомобиль таксиста и женщину. Гудя объяснил, потом бурно, вы, наверное, Лидия Корнеевна? Да, сказала я. Поблагодарив, я велела шоферу ехать, и только тогда, когда мы уже снова пересекли шоссе, догадалась, это был Пастернак. Явление природы, первобытность. записывая эти два слова явления природы в дневник. Я не знала, что они не мои. Та же мысль давным-давно была высказана Мариной Цветаевой в одном из ее писем к Борису Леонидовичу Пастернаку. Цитирую. Милый Пастернак, разрешите перескок. Вы явление природы, писала Цветаева 11 февраля 1929 года. Сейчас объясню, почему. Проверяю на себе. Никогда ничего не беру из вторых рук, а люди это вторые руки, поэты третьи, стало быть, вы не человек и не поэт, а явление природы, чистейшие первые руки. Бог по ошибке создал вас человеком, оттого вы не вжились ни во что. Неизданные письма. Письма Марина Цветаевой к Борису Пастернаку печатаются и у нас из-за границы не по оригиналам, которые пропали, а по машинописным копиям. Поэтому нередки разночтения. Что вы теперь читаете, спросила Анна Андреевна. Я рассказал ей о своих напрасных попытках одолеть стихи Вячеслава Иванова. Корнеев Иванович получил том в подарок от профессора Боура. Профессор Боура. 1898-1971 годы жизни. Автор капитальных трудов по античной литературе, знаток и переводчик греческой и русской поэзии. В 40-е годы им опубликованы книги «Наследство символизма». Среди русских поэтов он говорит о Блоке, Пастернаке, Ахматовой и Мандельштаме. И антология книга русской поэзии. Вторично она издана в Оксфорде и в ней содержатся пять стихотворений Ахматовой. Корнеев Иванович познакомился с профессором Боура в Оксфорде в мае 1962 года. Между ним и его новым собратом завязалась дружеская переписка. Профессор стал послать Корнеев Ивановичу английские и русские книги. В их числе был и том стихотворения Вячеслава Иванова «Свет вечерний». «Помираю от скуки, это не стихи, а какие-то стихотворные упражнения, безжизненные, пустые, мертвящие. Но не всегда», сказала Анна Андреевна. Взяла со стола итальянскую антологию и серьезным глубоким ахматовским голосом прочла вслух два сонета. Я осталась при своем, никакие это не стихи. Звука нет, сплошное беззвучие и темперамента нет. Я не запомнила ни единого слова. Спросила у Анны Андреевны, какие собственные ее стихи вошли в антологию. «Мне всегда кажется, что «Моих хуже всех», сказала она, отложив книгу и не ответив, и заговорила о Вячеславе Иванове. Он был отчаянный рекламист. На этом пути преуспел. За границей о нем пишут как о главе символизма, как о создателе новой религии, как о пророке, как не знаю еще о ком. Главой символизма он не был. Пишут, будто он ввел меня в литературу. Ложь. Он меня терпеть не мог. И Гумилева, и Осипа. У него были свои дамы-мироносцы и свои любимые поэты. Скалдин Верховский. Вообразите, он не любил Блока, вот вам и глава. На его знаменитые среды я опоздала. После смерти Зиновьевой Анибал начались понедельники. Там я бывало. Лидия Дмитриевна Зиновьева Анибал 1866-1907 годы жизни. Жена Вячеслава Иванова, писательница. Перу ее принадлежат повести, драмы, стихи. Опытнейший, виртуозный ловец человеков. Его 44-летнего мужчину водили под руки седые дамы. Однажды мы вместе спускались в лифте. Внизу ждала дама с пледом. Окутать ему ноги, когда он сядет на извозчика. Так он умел себя поставить везде, в Петербурге, в Баку, в Риме. Только в Москве не удалось почему-то. То ли Брюсов был близко, то ли голодно очень, но не удалось. Я непременно напишу воспоминания о Вячеславе Иванове и башне. Вот перееду отсюда обратно к Нике и продиктую ей на машинку. Воспоминаний о Вячеславе Иванове Ахматова не написала, но работать над ними начала. Так в одном из черновых набросков читаем, в эмиграции Вячеслав Иванов стал придумывать себя башенного Вячеслава Великолепного. Никакого великолепия на Таврической не было. И устно, и письменно Ахматова не раз называла Вячеслава Иванова ловцом человеков. Может быть никто так глубоко не понял и так тонко и верно не изобразил Вячеслава Иванова как Бердяев, читаем у Ахматовой в другом наброске. Вячеслав Иванов один из самых замечательных людей той богатой талантами эпохи рассказывает Бердяев в своей книге «Самопознание». Было что-то неожиданное в том, что человек такой необыкновенной утонченности, такой универсальной культуры народился в России. Он человек универсальный, поэт, ученый-филолог, специалист по греческой религии, мыслитель, теолог и теосов. Публицист, вмешивающийся в политику, с каждым он мог говорить по его специальности, но, окончив похвалы, это был самый замечательный, самый артистический позер, какого я в жизни встречал, и настоящий шармер. Более всего его соблазняло владение душами. Иванов был виртуозом во владении душами людей. Конечно, продолжает Ахматова свои наброски, Вячеслав и шармер, и позер, но еще больше хищный, расчетливый ловец человеков. Бердяев видел его в период сред, мистического анархизма и соборности, и Зинобьевой Анибал. Я в период однолюбства, понедельников и вдовства. Потом, приложив палец к губам и показав глазами на потолок и на стены, Анна Андреевна дала мне прочесть статью, весьма примечательную. Какую, чью, о чем вспомнить не могу. Потом показала стихи одного молодого человека. Стихотворение провозглашает Ахматова душа России. Некоторые строки очень сильны. Вообще слышна сила. Вы подумайте, в один день два человека сказали мне обо мне одно и то же, оба. Разве можно это перенести? Ведь и Солженицем в сущности сказал мне обо мне то же самое. Показала стихи одного молодого человека. Этот молодой человек со стихами был, как я узнала впоследствии, Анатолий Александрович Якобсон. Стихотворение, поднесенное им Анне Андреевне. Привожу полностью. Анне Ахматовой. Рука всевластной судьбы Россию взвесила как голыбу и подняла не на дыбы, как Петр когда-то, а на дыбу. И на весу гремят составы, несутся годы поезда, отменная была езда, мгла впереди и бездна, пот. И от заставы до заставы все вывернутые суставы, все смертный хрип да смертный пот. Но извиваясь от удушья, вручая крестной муки плоть, Россия, как велел Господь, в ту пору возлюбила душу, себе самой могилу рыть, любые вынести глумления, но душу спрятать, душу скрыть, спасти живую от растления. Надежный отыскать сосуд, чтоб в нем душа, как хлеб в котомке, а там какой угодно суд, пускай произнесут потомки, в одной крови себя избыть, в одном дыханье притвориться, в наперстнице своей судьбы, в сестре избраннице царице найти такую и обречь на муки и святынь святей собою заслонив сберечь от тысячи смертей. Нынче это стихотворение опубликовано в сборнике «О муза плача» Москва педагогика 1991 год. Анатолий Александрович Якобсон 1935 1978 годы жизни преподаватель русской литературы в школе эссеист критик поэт переводчик теоретик перевода лектор сам он определял свои эссе как опыт создания литературы о литературе результатом явился сборник статей конец трагедии облоки о романтической идеологии поэзия 20-х годов и царственное слово Анна Ахматова Нью-Йорк издательство имени Чехова 1973 год. С Ахматовой Якобсон познакомился у Петровых в то время был он постоянным участником семинара переводчиков при Союзе писателей с 1959 по 1964 семинаром руководили Звягинцева Петровых и Самойлов. Якобсону принадлежат переводы из Поля Верляна Теофиля Готье Аванеса Туманяна много занимался он испанцами Мигель Эрнандес Федрика Гарсия Лорка в сборнике мастерства перевода Москва советский писатель 1968 год Якобсон сопоставил и проанализировал переводы одного шекспировского сонета 66 перевод исполненный Маршаком и перевод осуществленный Пастернаком два решения Якобсон не только писатель но и общественный деятель один из зачинателей и участников движения за права человека в СССР с апреля 1968 по октябрь 1970 он был одним из составителей и редакторов подпольной самоиздатской хроники текущих событий номера с 1 по 17 с мая 1969 по октябрь 1972 член инициативной группы его именем подписаны многие правозащитные документы в том числе и протест против суда над Синявским и Даниэлем о том какие обстоятельства привели его к участию в правозащитном движении встреча с бывшими политическими заключенными государственный антисемитизм и главная жизнь в деревне и бедствия крестьян подробно в интервью которое Анатолий Кобсон незадолго до своей смерти дал Улановской журнал «Страна и мир» Мюнхен 1988 номер 5 там же опубликована его прокламация в защиту демонстрантов вышедших на Красную площадь 25 августа 1968 года с протестом против вторжения советской армии в Чехословакию осенью 1973 года Екобсон вынужден был эмигрировать он уехал в Израиль потрясенный отъездом психически заболел после частых приступов болезни осенью 1978 года покончил с собой в промежутках между приступами депрессии он продолжал работать в 1978 году в Иерусалимском университете Екобсон защитил диссертацию о вакханалии Бориса Пастернака третий номер трудов Иерусалимского университета за 1978 год написал он статью и о стихотворении Пастернака «Рослый стрелок осторожный охотник» «Континент» 1980 год номер 25 и «Лицо пейзажа человека» о стихах Варлама Шаламова «Вестник русского христианского движения» 1982 год номер 137 задумана им была книга о Марине Цветаевой к десятилетию со дня смерти Анатолия Якобсона Улановская опубликовала отрывки из его дневников его письма и отрывки из воспоминаний друзей журнал 22 1988 год номер 62 Незадолго до конца Анатолий Якобсон сделал попытку заново перевести на русский язык отрывок из поэмы Адама Мицкевича «Дзяды» «Друзьям в России» отрывок дошел до друзей в России за несколько дней до известия о самоубийстве к настоящему времени в Москве опубликованы две работы Анатолия Якобсона статья о романтической идеологии с предисловием Анатолия Гелескула в журнале «Новый мир» 1989 год номер четвертый и книга о блоке «Конец трагедии» 1992 год Об Анатолии Капсонии можно посмотреть Анатолий Гелескул русская поэзия была его пристанищем на земле русская мысль 12 августа 1988 года Давид Самойлов «Прощание» День поэзии Москва 1989 год Мария Петровых избранная Москва художественная литература 1991 год Лидия Чуковская память Анатолия Якобсона сборники стихотворения Москва горизонт 1992 год Обращаю также внимание читателя и на некоторые статьи Якобсона его письма дневники воспоминания о нем и о его гибели в книге составленной Улановской Фромером и другими Анатолий Якобсон «Почва и судьба» Вильнюс Москва 1992 год Нобелевская премия подумала я нет выше не от имени Шведской Академии Наук а от имени России родной земле виднее Ху из Ху Анна Андреевна положила передо мной переписанную заново никой поэму но не подарила экземпляр Мария Сергеевна позвала нас чай пить пили вчетвером хозяйки Анна Андреевна я зачем Анна Андреевна вдруг сказала что утрачена одна строка из посвящения к реквиему она прочла первые строки и умолкла когда я продолжила там встречались мертвых без дыханий она вся светилась радостью ну конечно конечно потом очень торжественно реквием знали наизусть одиннадцать человек и никто меня не предал раньше я от нее слышала семеро я пожаловалась что припоминая эпилог всегда сбиваюсь где-то посередине милая добрая Мария Сергеевна сейчас же встала и перепечатала его для меня на машинке господи до какого счастья мы дожили реквием на машинке Анна Андреевна надела очки и подписалась листок сохранился подпись Анна Ахматова и еще две собственноручные пометки около 10 марта 1940 года фонтанный дом записано 29 октября 1962 года Москва что еще было до чая когда мы сидели с Анной Андреевной одни у нее в комнате она рассказывай мне о Солженицыне упомянула ему тоже встречаются люди говорит он многие и многие которые защищают Сталина и мне такие встречаются чуть только сделаю шаг в сторону из нашего узкого круга сказала я а вы что закричала Анна Андреевна на этом месте разговора она всегда кричит а вы спросили бы их своих собеседников что именно им так понравилось какая именно часть программы что людям разрывали рты до ушей зачем зашла речь о том же находятся люди желающие оправдать прошлое и о благородной статье Паустовского в известиях Анна Андреевна сильно хвалила ее сказала что эту статью надо вырезать и хранить в папке и что она пошлет Паустовскому телеграмму прочитала с волнением радостью и благодарностью напоенная чаем обласканная одаренная я ушла в портфеле эпилог к реквиму на машинке уже не только в памяти моей а в портфеле подлинный текст телеграммы сохранился в архиве Гленн глубоким волнением и радостью прочла вашу замечательную статью в известиях благодарю вас Анна Ахматова схватка между Паустовским и Бондаревым с одной стороны и рецензентами двух журналов с другой была весьма знаменательна и Анна Андреевна поняла это сразу в сентябрьских номерах двух журналов «Звезда» и «Октябрь» появились рецензии Гусарова и Идашкина с нападками на роман «Бондарева. Тишина. Новый мир. 1962 год. Номера. С третьего по пятый». Оба рецензента обвиняли Бондарева в том, что изображая времена культа личности он не изобразил героический труд народа изображая арест одного честного коммуниста подчеркнул беззащитность арестованного и всеобщий страх по мнению Идашкина арест коммуниста должен восприниматься как трагическая ошибка а не как столкновение враждебной грубо работающей машины с личной судьбой человека Гусаров же напоминал автору что рядом с тишиной в которой совершались аресты была еще народная героика восстановительных работ в общем оба рецензента спешили своими статьями подпереть казенную ложь хотя страшная правда о многомиллионных злодеяниях сталинского времени и без того прорезывалась в романе Бондарева на свет божий только еле-еле чуть-чуть 27 октября 1962 Паустовский ответил обоим рецензентам в газете «Известия» статьей о заглавленной «Сражении в тишине» остались еще люди старающиеся предать тому что творилось во времена культа невинную окраску и чуть ли не черты благополучия каждая попытка оправдать культ перед лицом погибших перед лицом самой элементарной человеческой совести сама по себе чудовищна Бондарева обвиняют в том что жизнь народа который несмотря ни на что строил, творил и боролся осталась за пределами романа но все же надо спросить то, что происходило во время культа личности и описано в романе Бондарева имело отношение к жизни народа или нет? имело прямое и тяжкое отношение откуда же выползает неправда что жизнь народа осталась за пределами книги? поустовский до самой своей кончины остался ярым противником сталинщины и любых попыток ее оправдать что же касается автора тишины Бондарева то он перебросился в стан противоположный достаточно посмотреть сделанный в начале 70-х годов по его сценарию пятисерийный прославляющий Сталина фильм «Освобождение» или прочитать его статью в советской культуре от 1 февраля 1974 года против Солженицына ненависть пожирает истину чтобы убедиться как ошиблись в своей оценке истинных воззрений Бондарева-Паустовский а за ним Ахматова «Да, я совершила упущение по службе один свой визит к Анне Андреевне туда же на беговую не записала вовремя записываю с опозданием это было несколько дней назад я приехала к ней вместе с Юлианом Григорьевичем был Костя Богатырев Константин Петрович Богатырев в разговоре ничего интересного Анна Андреевна рассказывала Юлиану Григорьевичу и Косте то же, что накануне мне биограф Гумилева вычеркивает ее из жизни Гумилева запомнилась одна фраза а мы были молодые, буйные 4 ноября 62-го я привезла Анне Андреевне на беговую первый том сочинения Гумилева тот самый, из которого недавно она с возмущением читала мне предисловие по-видимому, когда Анна Андреевна говорила со мной об этом томе впервые он кем-то был дан ей лишь ненадолго я же привезла ей Гумилева в подарок от кого не помню быть может от Корнея Ивановича Анна Андреевна сидела на диване опираясь на большую подушку подложенную под спину перелистывала книгу вглядывалась, вчитывалась открывала в разных местах и портрет не похожий Коля никогда не был таким затем, вновь и вновь перелистывая книгу проговорила задумчиво медленно, угрожающе я сделаю из них свиное отбивное потом захлопнула книгу и подняла ее над головой здесь все стихи мне почти все этим утверждением Анна Андреевна продолжала свой спор с автором предисловия чья главная мысль как она полагала была вычеркнуть ее из коленной жизни когда мы перешли в другую комнату чай пить я достаю свой сборник для Александра Исаевича так зовут Солженицына потом вас перечитывать не могу несколько дней тому назад я по просьбе Анны Андреевны дала ей машинописный экземпляр Софьи Петровны оттуда так и разит тем временем вот и Марусенька сказала вы совершили подвиг да-да, не спорьте это подвиг это легенда мы все думали то же мы писали стихи держали их в уме или на минуту записывали и сразу жгли а вы это писали писали знаю, что могут сделать с вами и с дочкой писали под топором я не отнекивалась не спорила я чувствовал себя сконфуженно и гордо но попыталась объяснить как я этот свой поступок помню совсем не как подвиг увидав, пережив и передумав то, что я тогда увидала пережила и передумала я не могла не писать того, что написала мне было бы труднее и страшнее не писать чем писать писать облегчение мне необходимо было для себя не для кого другого изложить все на бумаге потому что, когда пишешь лучше понимаешь описываемое может быть, это даже единственный способ понять не напишешь не поймешь мне хотелось во что бы то ни стало осознать причину бессознания общества слепоты общества почему я вижу то чего не видят другие имя этому всеобщему бессознанию я дала зауряднейшая Софья Петровна степень ее слепоты была степенью слепоты миллионов людей никакого подвига в том, что я пишу я тогда не ощущала это был такой же не подвиг как дышать или умываться подвиг совершил Изя Гликин Исидор Моисеевич Гликин взявший у меня мою тетрадку на хранение когда кое-кого стали таскать в большой дом в поисках документа о 37 и я решила уехать с Люшей в Москву и лечь в больницу на операцию хранить вот это был подвиг и накануне смерти от голода предсмертном изнурении пройти с одного конца города на другой чтобы отдать мою тетрадку сестре вот это тоже был подвиг теперь повесть распространяется в машинописи ее читают над ней плачут у меня писем десятки я недавно унесла их из дому но плачут не те от кого зависит печатание те читают не плачут а прикидывают и глядят наверх стараясь угадать волю начальства Анна Андреевна расспрашивала меня подробно как обстоит дело с печатанием и я ей доложила после отказа из нового мира 5 января 62 года я 26 сентября отнесла повесть в издательство советский писатель где она в отделе прозы встречена была поначалу с полным доброжелательством в сентябре или октябре я послала ее в журнал сибирские огни и в октябре же передала в редакцию журнала «Москва» мы заговорили о том может ли повториться 37-й не может сказала Анна Андреевна твердо и знаете почему нет фона на котором Сталин весь этот ужас взбивал вот вам косвенный признак теперешнее молодое поколение нас с вами понимает не правда ли они для нас ручны свои а тогда в 29-м в 30-м году было такое поколение которое меня и знать не желало как она тоже пишет какие-то стихи было такое поколение которое проходило сквозь меня как сквозь тень какие-то там старые тетки любили когда-то какие-то ее стишки и все ждали что вот-вот явится новый поэт который скажет новое слово и прочили в эти поэты Джека Алтаузена об отношении читателей конца 20-х годов к поэзии Ахматовой смотрите в ее записи 1960 года тогдашняя молодежь пишет Анна Андреевна жадно ждала появления какой-то новой великой революционной поэзии и в честь ее топтала все кругл тогда все ждали чудес от Джека Алтаузена запись эта опубликована в сборнике памяти Анны Ахматовой Джек Алтаузен 1907-1942 годы жизни в 20-е годы один из популярнейших молодых комсомольских поэтов для поэзии Алтаузена сообщается в кратколитературной энциклопедии характерен романтический пафос отражающий героику гражданской войны и строительные будни первых пятилеток мы покатились со смеху не только я но и сдержаннейшая Мария Сергеевна позднее речь зашла почему-то о Людмиле Ильинишне Толстой Анна Андреевна очень наставительно сказала жалко ее да-да уверяю вас у нее всякие беды ей худо если бы она хоть не была богата тогда был бы какой-нибудь выход какие-нибудь радости ну например что осталось 25 копеек и есть на что прожить еще день а то ведь она бедняга богата роскошный драндулет с ливрейным шофером за рулем тут уж деться некуда она сама понимает что никому не нужна а так как высшее благо жизни это отношение к нам людей и она лишена его никто ею не интересуется то ей очень худо неужели отношение к нам людей хорошее конечно отношение это высшее благо я так не чувствую я не знаю что такое вообще люди и отношение ко мне этих вообще людей мне как-то безразлично чаще всего я как в тупик как в стену упираюсь в отношении ко мне двух много трех а самое страшное одного человека и вот тут начинается что счастье нет горе от которого я спасаюсь работой думаю Анна Андреевна не точно выразила свою мысль в музе сказано ею гораздо точнее что почести что юность что свобода предмилой гостей с дудочкой в руке конечно не всех посещает милая гостья но разве разве если человек человек только и свету ему и спасенье что в людях я уеду в Ленинград от двух дел сказала Анна Андреевна от нового мира и от литературного музея звонила Караганова не понравилось что-то Твардовскому не то поэма не то предисловие Корнея Ивановича предисловие великолепно я непременно напишу Чуковскому письмо и поблагодарю его а литературный музей пусть делает что хочет я выступать не буду не могу не в силах и все это уже суета сует и ничего не меняет уеду в Ленинград а они пусть как им хочется Анна Андреевна снова увела меня к себе ах какой меня ожидал подарок она подарила мне новый полный заново переписанный экземпляр поэмы окончательный и с лагерными кусками только интермедиу еще не решила куда вставить кажется перед второй главкой текст этот 62 года в действительности еще не окончательный хотя и близок к нему под лагерными кусками в данном случае подразумеваются вставки в эпилог родившиеся значительно ранее страфа а за проволокой колючей страфа а потом он идет с допроса и песенка за тебя я заплатила чистоганом песенка эта одно время существовала отдельно потом в цикле из сожженной тетради а в конце 50-х годов переместилась в поэму интермедия через площадку впоследствии вошедшая в поэму между второй и третьей главками первой части в машинописном экземпляре 62-го года была напечатана в конце то есть после эпилога и перед примечаниями редактора показала мне ответную телеграмму от Паустовского который очень горда еще бы еще бы тут снова знак равенства между ней и Россией ваша похвала равна для меня всенародному признанию и собственно тоже признание сделано в одной французской книге которую привезли ей Андреевы в предисловии к переводу поэма написано когда же Советский Союз догадается что ему следует гордиться Ахматовой не менее чем Гагарином и Титовом французская книга которую привезли Ахматовой из-за границы это журнал Преве 1962 год номер 133 там напечатано было поэма без героя в переводе Жана и на один Бло поэма помечена Ташкент 1942 но в действительности текст ее представляет собою сокращенный вариант 1942 года с произвольными добавлениями из вариантов более поздних в своем предисловии к поэме Жан Бло цитирую некоторые строки из Решки пишет настанет день час как это минет гроза когда Советский Союз поймет что у него не менее причин гордиться Ахматовой чем Титовом или Гагарином и тогда из грядущего века незнакомого человека пусть посмотрят дерзко глаза и он мне отлетевшие тени даст охапку мокрой сирени в час как это минет гроза будем надеяться пишет Жан Бло что время это близко что настанет оно не в грядущем веке а ранее тогда когда Ахматова будет еще среди нас Андреевы Вадим Леонидович Андреев 1902 1976 годы жизни старший сын Леонида Андреева и его жена Ольга Викторовна урожденная Чернова 1903 1978 годы жизни в детстве Вадим был увезен за границу а во время Второй мировой войны стал участником французского сопротивления Вадим Андреев автор романа Дикое поле Москва 1967 год воспоминаний детства Москва 1963 66 книги стихов на рубеже 1925 1976 Париж 1977 год В 60-е годы Андреевы несколько раз приезжали в Советский Союз и каждый раз посещали Анну Андреевну В книге на рубеже одно из стихотворений посвящено Ахматовой Начинается оно так Ваш непоставленный памятник перед ним без плакатов и криков пройдут правдолюбцы лжецы равнодушные странники пройдет вся Россия от мала и до велика Не менее а быть может более люди догадались давно а нелюдь не догадается век потому что для нелюди нету поэзи вообще не то чтобы именно Ахматовской а вообще нет впрочем если понадобится спекульнуть великой русской поэтессой то и спекульнут сделают из нее какое-нибудь набивное чучело заговорили мы о слухах доходящих сверху вот тоже и расшифрованное понятие вверх будто Хрущев в каком-то из своих выступлений настаивая на том что следует и впредь разоблачать культ сказал никто из вас меня не поддерживает меня поддержала художественная интеллигенция это мы с вами сказала Анна Андреевна махнув рукой в мою сторону но в таком контексте я могу принять это мы без ложной скромности я конечно интеллигенция и я конечно только и жива надеждой на полное разоблачение сталинщины но как быть с Венгрией спросила я этой акции художественная интеллигенция не поддержала сказала Анна Андреевна я ответила что конечно не поддержала но ведь и не воспрепятствовала а как интересно и страшно повторяется история Александр II в 1861 году освободил крестьян а в 1963 задушил Польшу выступил в защиту Польши один герцен а московская художественная интеллигенция в особенности славянофилы поддержали расправу с Польшей от всей души не за страх как иные западники а за совесть Анна Андреевна тоже вздохнула я вспомнила герценовскую мазурку и 1863 и письма к противнику и матер Долороса и поляки прощают нас и ответ Аксакову и несчастную некрасовскую оду муравьеву вешателю и все-все что мы обязаны помнить но помним ли а если и да то чем помогли венграм так же ровно ничем как и нашим заключенным нашим расстрелянным и как окончится сражение в тишине там наверху и что упадет сверху нам на голову и у кого снова полетят головы то верится то не верится сказала Анна Андреевна и снова вздохнула потом вдруг одним движением руки перенесла меня назад фонтанный дом в тридцатый из шестидесятых в тридцатый с беговой на фонтанку она порывисто схватила клочок бумаги придвинула к себе пепельницу со спичками обе Мария Сергеевна и Ариша курят быстро вывела карандашом несколько слов и протянула клочок мне я обрадовалась стихи но нет новые стихи сейчас в наше новое время она уже читает вслух под потолком и не жжет а эту бумажку приготовилась сжечь что вы слышали о новочеркасске написано округлым забирающим вверх почерком я ответила на той же бумаге мало говорят летом когда повысили цены на мясо там люди сожгли милицию а потом были аресты Анна Андреевна зачеркнула слово аресты и написала трупы потом поднесла к бумаге спичку и долго молча медленно поворачивала ее в огне стряхивая пепел в пепельницу мало откуда мы вообще что-нибудь можем знать о Венгрии знали из газет ложь и между строками газетной лжи прочли правду о Новочеркасске в городе нашей родной земли не знали ровно ничего так слухи и мы еще корим иностранцев или иммигрантов что они не понимают Россию о расправе с рабочими совершившейся в июне 1962 года в Новочеркасске я узнала толком и во всех подробностях гораздо позднее лишь тогда когда прочла архипелаг ГУЛАГ Солженицына повышение цен на мясо и масло совпало с понижением заводской зарплаты в городе начались митинги и была объявлена завастовка мирная демонстрация протеста мужчины женщины дети с портретами Ленина отправились к зданию горкома партии власти приказали войскам открыть огонь по безоружной толпе вот как рассказывает о пролитой крови Солженицын один очевидец говорит впечатление было что все завалено трупами но конечно там и раненых было много по разным данным довольно дружно сходится что убито было человек 70-80 несколько меньше чем перед зимним дворцом но ведь 9 января вся разгневанная Россия ежегодно и отмечала а 2 июня когда начнем отмечать солдаты стали искать и задерживать автомашины автобусы грузить туда убитых и раненых и отправлять в военный госпиталь за высокую стену еще день-два ходили те автобусы с окровавленными сиденьями вот что видел внимательный свидетель в 2 часа дня на площади перед горкомом стоят штук 8 танков разных типов перед ними цепь солдат площадь почти безлюдна стоят лишь кучки преимущественно молодежь и что-то выкрикивают солдатам на площади во вмятинах асфальта лужи крови не преувеличиваю до тех пор я не подозревал что столько крови вообще может быть скамьи в сквере перепачканы кровью кровавые пятна на песчаных дорожках сквера на побеленных стволах деревьев вся площадь исполосована танковыми гусеницами к стене горкома прислонен красный флаг который несли демонстранты на древко сверху наброшена серая кепка забрызганная бурой кровью а по фасаду горкома кумачевое полотнище давно висящее там народ и партия едины Александр Солженицын архипелаг гулаг опыт художественного исследования том 3 Москва советский писатель новый мир 1989 год 11 ноября 62 Анна Андреевна снова у Ники когда я пришла она лежала укрытая пледом но скоро поднялась и весь вечер была веселая деятельная щедрая во-первых она прочитала мне свои воспоминания о Мандельштаме они к сожалению беднее чем ее память о нем во-вторых прочла мне набросок рецензии на книгу Тарковского рецензия Анны Андреевны на книгу Арсения Тарковского перед снегом была принята и подготовлена к печати в журнале новые книги но при жизни Ахматовой Света не увидела рецензия опубликована Никой Глен лишь через много лет в-третьих попросила меня прочесть наизусть стихотворение и вот наперекор тому что смерть глядит в глаза и нашла что запомненный мною вариант сильнее того который запомнен ею в-четвертых и в главных показала мне те строфы которые раньше заменялись поими точками показала их вписанными наконец ее рукой так как мой экземпляр был у меня с собою я сию же минуту переписала их к себе она позволила да мы растили детей для плахи для застенка и для тюрьмы а теперь новые дети растут видимо не для плахи если эти строки можно повторять и записывать а печатать пока не увижу эти строфы напечатанными до тех пор и не узнаю для чего растут нынешние дети Анна Андреевна ведь и не предложила их пока в новый мир а новый мир и без них уже колеблется печатать ли ему поэму вообще поглядим в соседней комнате Ника стучала на машинке Анна Андреевна объяснила мне что с помощью Ники она составляет новую книгу туда войдут стихи 30-х годов и отрывки из реквиема книга будет называться Бег времени этот сборник сильно отличался от того Бега времени который вышел в свет в 1965 году в нем было 12 стихотворных циклов поэма путем всея земли и тогдашний вариант поэма без героя отличался он от всех сборников Ахматовой почти с совершенным отсутствием стихов из ее первых книг под заголовок седьмая книга никаких четок Анна Домини подорожника белой стаи любовные стихи задвинуты на второй план открывается книга четверостишием 1961 года что войны что чума в сборник введены и отрывки из реквиема и венок мертвым и антисталинские стихи 30-х годов шел 62-й еще оттепельный еще Солженицынский год Ахматова хотела предстать перед читателем в своем истинном незамурованном в десятые годы виде сборник был уничтожен Лисючевским с помощью Книпович Может быть лучшая сожженная тетрадь предложила я Цензура не пропустит сказала Анна Андреевна Потом заговорила о Мандельштаме Припомнила что термин внутренние мигранты пустили в ход относительно нее и Мандельштама брики Знаменитый салон должен был бы называться иначе И половина посетителей следователи Всемогущий Агранов был Лениным очередным любовником Он по Лениной просьбе не пустил Маяковского в Париж к Яковлевой и Маяковский застрелился 12 ноября 62 Позвонила Ника попросила меня заехать к ней за письмом Анны Андреевны Корнею Ивановичу Вчера я заехала по дороге на дачу это настоящий высочайший рескрипт К сожалению в архиве Корнея Ивановича это письмо не сохранилось Я не теряю надежды найти его а пока привожу лишь начало сохранившееся в архиве Ники Николаевны Гленн Дорогой Корнея Иванович с каждым днем у меня растет потребность написать вам писем я не писала уже лет 30 чтобы сказать какое огромное и прекрасное дело вы сделали создав то что вам угодно было назвать читая Ахматову вы очень легкой рукой изящно просто и неопровержимо написали о моем творческом пути и о моем триптихе который вы помните еще по Ташкенту вашу работу читали самые разные люди и я давно не видела чтобы какая-нибудь статья так нравилась чтобы вызывала такое волнение и сочувствие а мне остается только удивляться тому как много вами безошибочно угадано вы сказали о поэме самое нужное самое главное сохранилась также запись Корнея Ивановича сделана им 14 ноября 62 вчера во вторник я с восторгом удрал из беспощадной барвихи где меня простудили здесь ждала меня нечаянная радость дружеское письмо от Ахматовой очень задушевно искренне благодарит меня за статейку читая Ахматову по-видимому ни поэм Ахматовой ни предисловия напечатаны в новом мире не будут дед бедняга так спешил так старался и не печатать поэму Ахматовой с предисловием или без всякого предисловия какой стыд мне звонила Караганова просила быть посредницей между ними и Корнеем Ивановичем которого мы все так любим и уважаем я отказалась наотрез во-первых новый мир после издевательской лицензии Твардовского на Софью вообще не имеет права ко мне обращаться во-вторых пусть сами преподносят свою ерунду а я им не передатчик как это было бы ударно выигрышно поэма без героя Ахматовой с предисловием Корнея Ивановича который ему очень удалось и ведь нет же 14 ноября 62 сегодня деду позвонила из нового мира озерова Караганова в кустах и пролепетала что-то насчет решения редколлегии не публиковать поэму а следовательно и его предисловие я ждала взрыв но дед с несвойственным ему спокойствием сказал какая у вас однако глупая редколлегия думаю это спокойствие вызвано тем что в кармане его рабочей зеленой куртки лежит письмо Ахматовой мне жаль Калерию Николаевну она человек доброжелательный и литературу любит и вот какие приятные поручения вынуждена исполнять Калерия Ивановна Озерова год рождения 1918-й с 1947-го по 1955-й сотрудница отдела критики в литературной газете с 1955-го по 1971-й заведующая отделом критики в журнале Новый мир 16 ноября 62-го Ника позвонила что Анна Андреевна просит прийти и я отправилась Анна Андреевна лежала на кушетке отозвалась слабым голосом но через несколько минут спустила отечные ноги на пол нащупала ногами туфли подобрала и заколола распущенные волосы и бодро пересела в кресло докладываю начала она у меня был сурков явился с букетом он сказал если бы я только мог предположить что вы в Москве я привез бы вам цветы из Рима горы пармских фиалок в апреле процитировала я и свидание в мальтийской капелле ну а как прошло свидание встреча прошла в теплой дружественной обстановке я просила суркова позаботиться о Наде о ее жилье прописке пенсии работе он не дал мне договорить все выговаривал сам и то что Надежда Яковлевна вдова великого поэта и то сколько уж лет она терпит унижения и несправедливости и что необходимо все эти безобразия прекратить интересно станет ли сурков в действительности хлопотать за Надежду Яковлевну и прекратит ли безобразие я рассказала Анне Андреевне как Корней Иванович ходил когда-то к суркову просить чтоб союз предоставил квартиру Тамаре Григорьевне она жила тогда со своими стариками но сущевской в двух крошечных и несмежных комнатушках большой коммунальной квартиры с полуразрушенной лестницей теснота была в обеих комнатушках немыслимая чтобы подойти к постели больной Евгении Самойловны надо было отодвигать стол а чтобы выпить чаю в комнате Тамары Григорьевны снять все книги с бюро прямо на пол не только стряпали и стирали мылись в общей коммунальной кухне потому что ванной не было и вот что примечательно не успел Корней Иванович рта открыть что перечислить тусины пьесы и сказки изобразить трущобу в которой она вынуждена жить работать и заботиться о смертельно больной матери как Сурков все перечислил ему сам и все тусины заслуги и все тусины беды с сочувствием и возмущением а потом не сделал ничего так что Соломон Маркович и Евгения Самойловна умерли в этой же трущобе Тамаре Григорьевне союз не только не предоставил квартиру но почему-то в течение долгого времени не разрешал даже вступить в кооператив то есть купить квартиру на собственные деньги разрешили уже после смерти стариков это я к тому вспомнила и рассказала что на сочувствие Суркова Надежде Яковлевне особенно полагаться нельзя поглядим времена другие может быть все обернется иначе Сурков сказал Анне Андреевне что теперь следует издать ее однотомник большой настоящий а не крошечный намекая на последний сборник шестьдесят первого года а ведь из крошечного он все вычеркивал сам напомнила мне Анна Андреевна со смехом шут не выдержала я и сейчас же раскаялась потому что Сурков несомненно Анну Андреевну любит и несомненно понимает цену ее поэзии но он чиновник в первую очередь а любитель поэзии во вторую ну что вы Лидия Корнеевна ну что вы так на него Сурков как Сурков сказала Анна Андреевна но я с ним тоже была хорошей ведьмой он начал мне выдавать какие-то комплименты расцвет у вас расцвет какой говорю расцвет пора в могилу помолчали потом Анна Андреевна заговорила о Фолкнере который очень ее занимает недавно она встретилась с Ритой Яковлевной Райт и выспрашивала у нее биографию Фолкнера Рита Райт большая ведь специалистка по американской литературе да и перевела недавно один его роман Рита Яковлевна Райт Ковалева 1898 1989 годы жизни переводчица с английского и немецкого автор вступительной статьи к переводам Маршака из Роберта Бернса 1957 год и книги Роберт Бернс 1959 она переводила Марка Твена Льюиса Синклера Хеменгуэя Фолкнера Селенджера Курта Ванегута Франца Кавку Генриха Беля В 1965 году в пятом выпуске сборника «Редактор и перевод» помещена статья Риты Райт обращенная мастером к молодым переводчикам «Нить Ариадны» В книге Корнея Чуковского «Высокое искусство» анализу переводческого творчества Риты Райт уделено несколько страниц Рита Райт мемуаристка автор воспоминаний о Маяковском и о Банне Ахматовой А потом началось самое интересное она позвала Нику и попросила ее показать мне список стихотворений отобранных для сборника который она намеревается предложить издательству советский писатель всего 96 стихотворений я посоветовала включить к смерти из реквиема так вот вместе со стихотворением ты все равно придешь и выходит 96 перечитывая список и почти за каждой первой строкой сразу слыша все стихотворение целиком я сказала по названиям я не всегда узнаю мне трудно так ведь я здесь перед вами спрашивайте когда не понимаете я отвечу тут тебе ширма тут и петрушка она в самом деле тут в этой комнате напротив меня я на кушетке она в кресле еще тут подумала я сегодня она веселая шутливая когда читала мне одно четверостишее которое я позабыла я невольно нахмурилась от напряжения увидя мою нахмуренность она как на сцене прикрыла рот ладонью и громким сценическим шепотом в сторону с отчаянием прошептала Ники не понравилось поручила мне спросить у Корнея Ивановича согласен ли он надать свое предисловие к поэме вместе с поэмой конечно в знамя затем высказала по поводу предисловия еще три мелких пожелания заговорили о Солженицыне я не уеду в Ленинград сказала она пока не подержу в руках номер одиннадцатый нового мира хочу убедиться что новая эпоха настала а чуть прочту Солженицына в журнале сразу уеду мне пора пенсию получать задачу платить вернусь в январе одиннадцатый номер нового мира подписанный к печати 3 ноября 1962 года вышел в свет именно в день нашего разговора 16 ноября но мы этого еще не знали снова повторила о Солженицыне это человек поразительный не только писатель и снова он слышит что говорит а вот например Рита Райт та не слышит сказала мне недавно не люблю когда бронят Наталью Николаевну Пушкину боюсь когда скончается Лилия Юрьевна ее тоже начнут бронить а при чем тут вообще Лилия Юрьевна спор между Ахматовой и Ритой Райт когда речь случайно коснулась Юлии Брик был неизбежен Анна Андреевна как это видно хотя бы из моих записок весьма отрицательно относилась к салону Бриков и в частности к Лилии Юрьевне а Рита Яковлевна была там своим человеком завсегдатаем близким другом хозяйки дома начала расспрашивать меня Амалия я мельком пожаловалась что он слишком поздно засиживается и я от разговоров устаю хотя мне интересно разговаривать с ним и тут она в ответ на мои слова вдруг такое произнесла что сразу осветила мне некоторые строфы в поэме я конечно многое разгадала сама но услышать подтверждение догадки из уст автора дело иное ничего удивительного что Малия засиживается сказала она Малия ведь приятель сэра Исаии а тот просидел у меня однажды двенадцать часов подряд и заслужил постановление заслужил мы с ним такое заслужим что смутится двадцатый век и в посвящении он погибель мне принесет и так она полагает что именно визит к ней сэра Исаии вызвал чудовищную меру сорок шестого года тут я ей пересказала слышанное мною накануне о Дженне Ласкиной им на редколлегии доложил Аркадий Васильев когда Твардовский ходил к Хрущеву с рукописью Солженицына то спросил Никиту Сергеевича заодно и об Ахматовой и Зощенко и Хрущев ему будто бы сказал постановление сорок шестого года можно игнорировать вот почему думаю я все журналы кинулись к ней сейчас за стихами и вот почему Сурков возмечтал о толстом настоящем однотомнике Евгения Самойловна Ласкина 1914 1991 годы жизни в качестве старшего редактора с 1957 по 1969 годы работала в отделе поэзии журнала Москва благодаря ее тонкому вкусу любви к литературе ее заботе о литераторах в журнале появлялись порою талантливые стихи и проза в 1969 году Ласкина была уволена главным редактором Михаилом Алексеевым за грубые ошибки и политическую неразборчивость Аркадий Николаевич Васильев 1907 1972 годы жизни могущественный член редколлегии того же журнала Москва старый чекист чем откровенно гордился показывая сотрудникам значок чекиста украшавший его грудь и в ту пору секретарь партийной организации Московского отделения Союза писателей для литературных трудов Аркадия Васильева характерна трилогия озаглавленная знаменитым заявлением Ленина накануне захвата власти есть такая партия в 1966 году Аркадий Васильев верный ЧК и партии выступил как общественный обвинитель на процессе Синявского и Даниэля тот же Аркадий Васильев был первым кто потребовал моего исключения из Союза писателей но умер он на полтора года раньше чем требование его было исполнено Жаль Мишенька не дожил вздохнула Анна Андреевна А про Маля я рассказала ей один эпизод по поводу иностранного да и нашего собственного непонимания нашей жизни и того чего нам ждать от непонятного верха в давечном октябре в разгар кубинских событий ну когда Америка потребовала чтобы мы убрали свои ракеты с Кубы а мы заявили будто никаких ракет там нету а нам были предъявлены фотографии ракетных установок и ультиматум и тогда ракеты нашлись и мы их убрали вот в эти часы когда на улицах происходило очередное запланированное лордом в морду ко мне внезапно без обычного телефонного звонка пришел Маля я по обыкновению работала вижу он очень взбудоражен предлагаю ему снять пальто присесть спрашиваю что случилось нет не снимает и не садится изо всех карманов торчат как огромные хорошо выглаженные носовые платки газеты стоит прямо передо мной молчит и в недоумении смотрит на мой пюпитр спрашивает что вы делаете я я ничего не делаю я пишу сегодня пишете что-нибудь срочное нет не особенно то есть да конечно я к сроку готовлю второе издание своей книги об искусстве редактирования художественной прозы как вы сказали называется в лаборатории редактора в сущности это книга о русском языке и вы сейчас это пишете сегодня да а что сегодня решается будет ли война если ваше правительство не уберет ракеты с кубы война начнется вы это понимаете понимаю что же вы делаете я ничего я пишу война либо будет либо нет меня все равно не спросят узнаю когда наш дом взлетит на воздух а пока пишу маля человек слишком хорошо воспитанный чтобы явно пожать плечами но ручаюсь в душе пожал стойкость подумал он или так восточный фатализм или так русско-национальная черта равнодушие к общественной жизни а что общественной жизни у нас просто нет что существует только ее регламентированная фикция что демонстрации трудящихся так же мало выражают волю и мысли общества как например выборы это ему на ум не приходит он взглянул на часы вероятно истекали часы ультиматума и поспешил в посольство за новостями я же продолжал работать найдет начальство нужным сообщит новости не найдет нужным не сообщит куда же мне спешить вот и попробуй объясни ему нашу жизнь окончила я нашу безжизненность да сказала Анна Андреевна это ему не девятнадцатый век не Дмитриев Мамонов к такому омертвению люди приходят не сразу требуется десятилетие дрессировки в спокойствие не в спокойствие в мертвость 19 ноября 62 Монолог Анна Андреевна по телефону не здоровится нет ничего особенного гастрит вот лежу и болтаю с друзьями я решил уехать в Ленинград от вечера литмузея пусть делают без меня если я в Питере то вот и естественно что меня нет я их боюсь они все путают Маринин вечер устроили бездарно приехал Эренбург привез Слуцкого и Тагера Слуцкого еще слушали кое-как а Тагер бубнил 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 и зал постепенно начал жить собственной жизнью знаете как это бывает каждый занимается собственным делом одни кашляют другие играют в пинг-понг я прыснула и это возвращение Марины в Москву в ее Москву нет благодарю покорно на вечере Марины Цветаевой состоявшемся 25 октября 1962 года под председательством Ильи Иренбурга Анна Андреевна не была рассказывает она с чужих слов надеюсь в литературном музее сохранилась полная стенограмма я же попытаюсь извлечь выдержки из сам из датских записей в частности из записи Орловой Илья Григорьевич Иренбург сообщил о своем первом знакомстве со стихами Цветаевой а потом о знакомстве и с нею лично ей был абсолютно чужд уют она умела придать любому жилью характер разрозненный и необычный Цветаева была несчастна не только по обстоятельствам а и потому что ей было присуще внутреннее несчастье далее Иренбург сказал Цветаеву любят все кто любит поэзию ее нам вернули как ключ от запертой двери но родина встретила ее неласково я бесконечно счастлив что дожил до нашего времени что могу говорить вслух о большом поэте Борис Абрамович Слуцкий рассказал незадолго до войны молодые поэты попытались добиться издания Цветаевского сборника Гослит отказался печатать стихи Цветаевой по тем предлогам что будто бы их не понимают комсомольцы вместе с друзьями Самойловым Кульчицким Коганом Наровчатовым я рассказал Слуцкий заявил о своей любви к поэзии Цветаевой однако скоро началась война и сборник издан не был Ахматова упоминает в телефонном разговоре имя Тагера считаю нужным рассказать об Евгении Борисовиче подробнее Евгений Борисович Тагер 1906 1984 годы жизни Литература Вет автора работ о блоке Максиме Горьком Владимире Маяковском посмертно в 1988 году вышел сборник его статей в частности наброски к воспоминаниям о Марине Цветаевой избранной работой о литературе Москва советский писатель 1988 год Тагер преподавал в Педагогическом институте и долгое время был сотрудником Института мировой литературы он познакомился с Мариной Цветаевой в 1939 году и стал часто бывать у нее Евгений Борисович о своем знакомстве с Мариной Иванной рассказал на вечере литературного музея так Впервые я увидел Марину Иванну в декабре 1939 года в Голицыне Она снимала комнату в избе окружала ее житейская неустроенность Ожидал я увидеть существо хрупкое утонченное изысканную парижанку Все это оказалось не так Серый свитер шуба с польского еврея В облике Цветаевой поражала удивительная четкость у нее было тонко нарисованное лицо стройность но не гибкая колеблющаяся а стройность прямоты и силы Что-то чеканное сильное ясное той же ясностью отмечена была и ее поразительная русская речь зернистость отчетливость ясность во внутреннем облике проступала и даже преобладала ясность мысли стремительная сила логическая убежденность на первых порах сложность ее стиха кажется противоречащей логической ясности ее мышления но читая свои стихи вслух она вносила в них разъясняющую интонацию это напоминало пастернака при мне Марина Ивановна пересматривала свою поэму конца и делала поправки помню одну вместо час не ждет смерть не ждет за ней никто ничего не записывал гениев мало а Эккерманов еще меньше вечер закончился чтением стихов Марина Цветаевой читали участники студии молодых при литературном музее дальше Анна Андреевна рассказала план придуманный Ниной Антонной Корней Иванович читает статью о поэме не на предысторию и куски из поэмы Жермунский читает статью о лирике а потом все слушают голос Ахматовой записанный на магнитофоне Ахматова читает стихи да еще Тарковский 23 ноября 62 днем я привезла Анне Андреевне из переделки на от Корней Ивановича новый с учетом всех ее замечаний и просьб вариант предисловия Анна Андреевна на кушетке растрепанная неприбранная без лифчика тучная такое она часто бывает с утра папку с рукописью всунула себе под подушку она хочет вручить дедову статью с коренихи для знамени а если поэма не пойдет в знамени передать в Москву это шедевр Корнея Чуковского сказала она вот увидите как его работа будет оценена статья написана громко у нас совсем утрачено это искусство за стенкой зазвонил телефон на длинном шнуре Ника из другой комнаты принесла аппарат и поставила на низенький столик возле кушетки только что Анна Андреевна казалась мне некрасивой старой обрюзгшей и вдруг на моих глазах совершилось обыкновенное чудо обычное столько раз мною виденное ахматовское преображение исчезла беззубость исчез большой живот властно взяла на трубку царственным движением откинула шнур повелительно заговорила недослушивая и не допуская возражений в трубке копошился какой-то мужской голос она произнесла что раньше декабря января вечера ее устраивать не следует что все участники сейчас отсутствуют например Жермонский за границей или не могут Тарковский что за 50 лет литературной работы она заслужила обдуманный профессионально исполненный вечер а не самодеятельность недослушав она раздавила чьи-то возражения попросту положив трубку на рычаг слава богу отменила он говорит вечер намечен на 29 потому что им надо к сроку выполнить план вы подумайте только они выполняют план а я из-за этого должна быть представлена бог знает как в январе я быть может сама приеду а умру к тому времени еще лучше большой портрет на сцене и очень много цветов заговорили о Солженицыне можете себе представить что с ним сейчас делается мгновенная мировая слава он дает урок подходит к доске пишет мелом а все ученики уже читали газеты полные его именем трудно себе это вообразить на появление в 11 номере нового мира повести один день Ивана Денисовича с восторгом необычайной быстротой и единодушием откликнулась вся советская пресса 17 ноября в известиях Константин Симонов о прошлом во имя будущего 22 ноября в литературной газете Григорий Бакланов чтобы это никогда не повторилось 23 ноября в правде Ермилов во имя правды во имя жизни 28 ноября в литературе жизни Дымшиц жив человек Я поднялась Анна Андреевна вышла проводить меня в переднюю Если даже не напечатают сейчас ни поэму ни Софью Петровну сказала она Тут я поперхнулась от этого сопоставления и до сих пор испытываю неловкость Если даже не напечатают сейчас ни поэму ни Софью Петровну все равно Теперь можно повторить сталинские слова Жить стало лучше Жить стало веселей И все потому что его нет Не правда ли Лидия Корнеевна? Я пришла домой позвонила в знамя Выслушала обдуманную злорадную грубость Кожевникова Прилегла на диван чтобы унять сердцебиение и когда оно чуть утихло заснуло Разбудил меня телефонный звонок Звонила Анна Андреевна Ну что в знамени? Кожевников сказал мне У нас в редакции лежат две вещи на ту же тему что и ваша Но перед вашей они имеют большое преимущество в идейном и художественном отношении Анна Андреевна помолчала Ну а что у вас? спросила я Были болгары? Были целых четыре Фотографии автографы лезть Бог знает что Я приняла их верно подданические чувства Аскарино? спросила я Еще не прочитала? Не звонила? Нет Еще нет Я думаю она ответит мне что у них в редакции лежат две поэмы на ту же тему что и моя имеющая перед моей большие преимущества в идейном и художественном отношении Всего хорошего Приходите скорей 2 декабря 62 Анна Андреевна звонила с утра и звала к себе днем но днем я ездила навещать тяжело хворающего Самуила Яковлевича засиделась возле него и к ней поспела только вечером на кушетке раскрыта постель Анна Андреевна в кресле Всю жизнь пролежала пожав мне руку сказала она с досадой а теперь устаю от лежания почти весь вечер была она раздраженная недобрая думаю она и сидеть устает попросила Нику дать мне прочесть корректуру стихов в знамени но на каждое мое корректорское замечание сердилась например очень рассердилась когда я сказал ей что слово Зюит Вест в строке чего же ты хочешь товарищ Зюит Вест пишется через и краткое она сердито настаивала Зюит а не Зюйд в конце концов согласилась но очень была недовольна потом я сказала ей что вспомнила нынче еще четыре ее строки правда вторую с дырками и спросила записаны ли они у нее и вовсе я не пророчится жизнь как ручей а просто мне петь не хочется подзвон тюремных ключей она обрадовалась было схватила маленький узкий блокнотик и начала записывать но тут же попрекнула меня зачем это я не целиком вспомнила вторую строку но дальше дальше спрашивала она глядя на меня снизу сердито и не выпуская блокнот из рук я уверяла дальше ничего не было последние две строки заключительные нет дальше дальше требовала она вы позабыли ей конечно виднее но мне она прочла только тогда эти четыре конечно я виновата забыла вторую весь вечер она не расставалась с блокнотиком вглядывалась во вновь записанные строки пытаясь и во время разговора восстановить утраченное разговор зашел о Солженицыне и она оживилась он опять побывал она спросила его не собирается ли он переезжать в Москву он ответил что расстаться с Рязанью ему трудновато на моем попечении несколько старушек он как будто стал темнее сказала Анна Андреевна какая-то тень на лице подобрев она начала утешать меня в моих неудачах с Софьей хотя я и не жаловалась по ее словам она дает всем читать мою рукопись и вокруг восторг и слезы я сказала ей что самое время печатать реквием я спросила нет ли из знамени ответа насчет поэмы нет сказала Анна Андреевна что бы это могло значить я думаю инструкция об отмене Ждановщины еще не дошла до них до знамени не дошла я молча подивилась такой наивности в ее устах ведь человек она весьма не наивный как это не дошла Васильев и Кожевников одного полиягода если Хрущев произнес если Васильев знает то уж наверняка знает и его соратник Кожевников и вообще все кому ведать надлежит провожая меня в переднюю Анна Андреевна сказала да с поэмой что-то неспроста в Никином восьмиэтажном доме я люблю спускаться по лестнице подниматься когда лифт испорчен смерть а вниз люблю из каждого окошка далеко видно сплетение городских огней все дома ниже этого и сколько огней и какие узоры огней под и над крышами глядя на эти узоры я думала обо всем сразу о болезни Анны Андреевны о Солженицыне какой он увижу ли его когда-нибудь о реквиеме о поэме о Софье о Софье не думала и не от боли а потому что в моей жизни никогда и ни в чем не бывало удач я и без зайца знал что будет плохо как говорит один помещик у Чехова я привыкла да и о чем же тут думать опять плохо снова плохо и неправда неплохо вовсе раз вырвался на волю один день Ивана Денисовича и дай бог реквием вырвется скоро ведь это все о Мите и какими голосами хорошо а не плохо вот с поэмой хотелось бы разгадать что творится я села на подоконник и глядя на огни перечла первую часть и решку я думаю что с Ждановщиной в самом деле велено не считаться то есть печатать Ахматову разрешено вот и печатают стихи во многих местах но поэма сама по себе безо всякого Жданова ставит их в тупик лагеря они там к счастью не чуют но какую-то крамолу чувствуют может быть опасаются что там где-то упрятан Гумилев под чью-то маску и к чему нам сегодня эти рассуждения о поэте и каких-то призраков Рой прочитав последнюю фразу не поймешь кто в кого влюблен они смерть не любят когда им не понять а быть может догадываются что речь в поэме идет о победе над ними о победе поэта существо это странного нрава он не ждет чтоб подагрой слава в попыхах усадили его в юбилейные пышные кресла а несет по цветущему вереску по пустыням свое торжество это им не 7 ноября или 1 мая это какое-то другое торжество как же позволить ему восторжествовать 5 декабря 62 переделкино насчет того будто Ждановщина отменена это еще бабушка надвое сказала то есть не бабушка а Хрущев а может быть он этого вовсе и не говорил а Твардовский просто принял желаемое за действительное сегодня я по просьбе Лели Златовой принесла ей Солженицына два полученного мною от друзей и она среди целого вороха слухов кто отвечал Хрущеву в манеже есть ли основания ожидать разгрома не только живописи рисунка скульптуры но и литературы сообщила из 12 номера нового мира вырезаны цензуры воспоминания Каверина Азощенко где Каверин весьма прозрачно осуждает Ждановщину Елена Викторовна Златова 1906-1968 годы жизни жена поэта Степана Петровича Щипачева нашего соседа по Переделкину с Еленой Викторовной я была знакома издавна еще по Ленинграду она автор многочисленных критических статей о советской литературе одно время до войны она работала в отделе прозы журнала Красная Новь Муж ее поэт Степан Щипачев 1898 1980 годы жизни в годы с 1959 по 1962 занимал должность председателя президиума Московского отделения Союза писателей РСФСР и потому Елена Викторовна была в курсе самых разнообразных новостей гвоздь нашего разговора выставка в Манеже устроенная по случаю 30-летия Московского отделения Союза художников Хрущев со свитой посетил эту выставку там он кричал и топал ногами перед скульптурой Эрнста Неизвестного перед картинами художников из студии профессора искусствоведа живописца Белютина вызвали его негодование также работы Фалька Штеренберга и других наиболее пристойным изо всех искусствоведческих терминов какие употреблял Хрущев было слово мазня Хрущев в окружении плотной толпы бросился в обход вдоль стен вспоминал впоследствии Белютин раз за разом раздавались его выкрики дерьмо говно мазня Голосу первого присоединились угодливые всхлипы правильно безобразие всех их заможай причем это говорили естественно не члены правительства а те кто составлял их окружение референты журналисты особенно Льяна члены правления союза художников Хрущев распалялся кто им разрешил так писать всех на лесоповал пусть отрабатывают деньги которые на них затратило государство безобразие что это осел хвостом писал или что в общем весь набор интеллигентных с точки зрения Хрущева порицаний было налицо мата действительно не было как стало известно организовали этот высочайший гнев Суслов секретарь как КПСС по идеологии художник Серов и другие непреклонные борцы за социалистический реализм особенно усердствовал Серов 2 декабря правда сообщала в переводе на другой язык бюрократические подробности о посещении Манежа во время осмотра выставки Хрущев руководители партии и правительства высказали ряд принципиальных положений о высоком призвании советского изобразительного искусства правда 8 декабря вторила литературной газете в те же дни состоялась 19-я сессия общего собрания членов академии художеств СССР в своей заключительной речи Серов оценил встречу в Манеже состоявшийся там разговор как выдающееся событие в жизни советского изобразительного искусства заметка кончалась так президентом академии художеств единогласно избран Серов Элий Михайлович Белютин год рождения 1925 живописец искусствовед автор многочисленных работ по истории искусства и методов преподавания подробно о его творческом пути о созданной им студии объединявшей молодых художников которые хоть и работали в разных областях искусства но были тесно дружны и противопоставляли себя антиживописи как они называли искусство казенное о разгроме этой студии о трудной судьбе ее участников в очерке Белютина Хрущев и Манеж журнал Дружба народов 1990 год номер 1 и в книге Нины Молевой Манеж год 1962 Москва 1989 год о высочайшем посещении Манежа рассказал в своих воспоминаниях и скульптор Эрнст Неизвестный напечатано воспоминания за границей в 1979 году в журнале «Время и мы» номер 41 еще до всех этих публикаций Солженицын в очерках литературной жизни бодался теленок с дубом назвал встречу в Манеже первой атакой реакции когда Хрущева натравили на художников задумано это было расширительно добавляет Солженицын имея ввиду предстоящий разгром литературы вот о том перекинется ли ураганный огонь живописи на литературу и шли в начале декабря 1962 года опасливые толки среди литераторов в частности между мною и женой Щепачева Еленой Викторовной Златовой в переделкине 5 декабря Цензурный запрет наложенный в те же дни на воспоминания Каверина Азощенко подтверждал наши дурные предчувствия Ах вот как Сталинщина отменена а Ждановщина в силе Не успеешь обрадоваться светлому лучу в темном царстве как снова погружаешься в привычный мрак А вдруг и Солженицына вторую вещь не напечатают Мне она полюбилась более первой Та ошеломляет смелостью потрясает материалом ну конечно и литературным мастерством А Матрена тут уже виден великий художник человечный возвращающий нам родной язык любящий Россию как Блоком сказано смертельно оскорбленной любовью Недаром славит каждый род смертельно оскорбленный гений вот и сбывается пророческая клятва Ахматовой и мы сохраним тебя русская речь великое русское слово сохранил возродил зэк Солженицын мои опасения по поводу рассказа не стоит село без праведника оказались преждевременными получив новое заглавие матренин двор рассказ рассказ был опубликован в первом номере нового мира за 1963 год преследования Солженицына начались позднее 9 декабря 62 Анна Андреевна сказала по телефону что в 8 к ней придет Оксман а меня она просит прийти в 7 я пришла Событие целиком переписан реквием переписан в нескольких экземплярах на машинке и так чудо закреплено реквием не пропадет даже если в раз помрут те 7 или 11 человек которые как и я обязаны знать его наизусть я с богоговением взяла в руки перепечатанные никой страницы теперь уже не надо не надо не надо жечь эти слова над пепельницей теперь выпущенные на свободу они сами будут жечь сердца людей новость для меня эпиграф нет и не под чуждым небосводом и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом там где мой народ к несчастью был заключительные строки стихотворения так не зря мы вместе бедовали посоветовал анне андреевне предпослать эти строки в качестве эпиграфа к реквиуму копелев анна андреевна спросила меня как по-моему стоит ли включить в реквием другие стихотворения тридцатых годов например немного географии и вот наперекор тому я твердо ответила нет хотя и сама толком не могла бы объяснить почему нет могла бы наверное потому что эти с такой силой обобщающие время и события стихи имеют менее власти над сердцем чем стихи реквиема чисто лирические как бы камерные как бы личные рыдания одной матери над единственным отнятым у нее и распинаем сыном голос единственный мать одна и сын один и распятие одно а мы слышим за этой единственностью море горя горы горя а если зажмут мой измученный рот которым кричит стомиллионный народ тут единственное естественно превращается в сто миллионное и более никаких дополнений не требуется я бы даже убрала не реквиемское стихотворение это было когда улыбался только мертвый спокойствие урат и опубликовала бы его среди других изумительных но не реквиемских стихотворений тридцатых сороковых годов а за стенки с новым годом с новым горем привольем пахнет дикий мед станции я приснюсь тебе черной овцую и вот наперекор тому и так далее но как бы там ни было а реквием перепечатан однако не успела я ему нарадоваться как Анна Андреевна обрушила на меня дурное известие скорее объявила ей что поэму без героя и статью корней Ивановича Кожевников печатать не желает с какой быстротою однако они отмобилизовались эти насильники над слобом эти ненавистники родной страны пари держу что Кожевников скрыто ненавидит Солженицына недаром споре между Паустовским и Октябрем Кожевников на стороне октября не печатать поэму без героя поэму времени поэму двух канунов поэму трагедию двадцатого века поэму где каждая строка истории России скрывать от народа его историю его поэзию какая это подлость а ведь небось литератором себя считает посмотрим еще что станется с реквиемом если Анна Андреевна попробует его напечатать Солженицын выслушав реквием сказал Анне Андреевне жаль что в ваших стихах речь идет всего лишь об одной судьбе Анна Андреевна сама рассказала мне об этих словах Александра Исаевича девясь им и не соглашаясь с ними разве одною судьбой нельзя передать судьбу миллионов говорила она разве эпилог к реквиему это уже не судьба миллионов говорила я да ведь и сам Солженицын одним днем зэка одною судьбой изобразил многолетние судьбы миллионов этот разговор очень памятный мне не был по каким-то случайным обстоятельствам своевременно записан мною в тетрадь не согласившись сначала с Солженицыном Ахматова впоследствии по-видимому все-таки приняла его слова во внимание стихи содержащие во втором четверостишие слова и когда обезумев от муки шли уже осужденных полки включены были Анны Андреевны в реквием я полагаю как результат замечания сделанного Солженицыным скоро пришел Оксман он был утомлен возбужден и совершал бестакность за бестакностью обыкновенно при блеске его ума ему это вовсе не свойственно усталость дурной советчик началось с меня и с племянницей он предупредил Анну Андреевну что скоро придет его племянница которая пишет стихи и мечтает увидеть Ахматову Анна Андреевна изъявила благоволение вскоре пришла молодая девушка очень молодая и очень застенчивая Юриан Григорьевич представил ее Анне Андреевне и потом мне назвал мое имя Анна Андреевна приветливо улыбнулась и предложила гостей сесть тут бы и началась беседа девочки с Ахматовой но Юриан Григорьевич строго как на экзамене спросил племянницу указывая на меня а ты знаешь кто это? девушка растерялась я тоже какого собственно он ожидал от нее ответа я на такой вопрос относительно себя тоже не могла бы ответить но Юриан Григорьевич настырничал а ты знаешь что написала Лидия Корнеевна девочка конечно не знала а я от конфуза нырнула за ширму вынырнула я оттуда только тогда когда аудиенция уже шла к концу девица уже кончила читать стихи и выслушала советы Анны Андреевны и я из-за ширмы слышала два стихотворения оба плохие но одно из них все же получше Золушка в другом упоминаются герои Грина вы любите Грина спросила Анна Андреевна да но ничего с годами это пройдет я возгордилась с юности Грина терпеть не могу все какие-то дешевые красоты дешевого романтизма а язык не русский то ли перевод то ли эсперанто в письме в письме от Тамары Владимировны Ивановой ноябрь 1993 года рассказывается однажды кто-то при мне спросил у Анны Андреевны почему она не любит Грина алой паруса Анна Андреевна задумчиво ответила я сама долго не могла понять и с трудом догадалась я не понимаю с какого языка он переводит Ахматова считала непонятным с какого языка Грин свои произведения переводит а Самуэл Яковлевич Маршак возглавлявший в 30-е годы Ленинградское отделение Дед Издата не раз говорил нам непонятно на какой язык переводит Грин и потому не рекомендовал издавать его книги девица разумеется мечтала чтобы Анна Андреевна прочла ей что-нибудь свое и тут меня снова удивил Юриан Григорьевич Анна Андреевна согласившись читать в шутку указала на магнитофон этот ящик читает гораздо лучше меня Юриан Григорьевич весьма заинтересовался ящиком и требовал чтобы магнитофон включили но самая большая бестактность совершена им была с самого начала еще до появления племянницы Анна Андреевна чуть только Оксман поздоровался с нами протянула ему экземпляр реквиема и сказала пойдите туда к окну сядьте за стол и прочтите а мы тут с Лидией Корнеевной будем сидеть тихо как мыши мы не сидели тихо как мыши мы тихонько разговаривали но Юриан Григорьевич к моему глубочайшему удивлению читая стихи впервые читая реквием подавал от окна реплики и участвовал в нашей беседе видел Юриан Григорьевич реквием целиком действительно впервые но отрывки из этой поэмы слышал и раньше как явствует из его дневника Анна Андреевна обеды у него 13 октября 1959 года читала стихи из реквиема слух вместе с другими стихами 30-х годов Анна Андреевна относилась к этому кротко то есть благовоспитанно то есть делала вид что никакого неприличия не происходит я же дрожала от злости и не удержавшись крикнула один раз Юриану Григорьевичу вам нельзя разговаривать вы читаете стихи но вот что примечательно Оксман сказал ни в коем случае не следует реквием отдавать ни в какую редакцию прочитав обрадуется а так значит постановление 46-го года было справедливым в октябрь конечно нет но может быть в новый мир о той же встрече с Анной Андреевной у Глен Оксман сделал запись в своем дневнике пересказывает он там и свой тогдашний совет насчет реквиема 9 декабря 1962 года вечером записывает он был у Анны Андреевны где застал Чуковскую перед моим уходом пришла Гернштейн разговор начался с предложения Анны Андреевны посмотреть впервые объединенный в законченный цикл знаменитый реквием он впервые только вчера и переписан на машинке снабженный двумя предисловиями прозаическим и стихотворным я очень удивился прочитав в цикле политических стихов то что считал прощанием с Пуниным и упало каменное слово Анна Андреевна рассмеялась сказав что она обманула решительно всех своих друзей никакого отношения к любовной лирике эти стихи не имели никогда я все-таки не совсем уверен что это так но самое странное это желание Анны Андреевны напечатать реквием полностью в новом сборнике ее стихотворений с большим трудом я убедил Анну Андреевну что стихи эти не могут быть еще напечатаны их пафос перехлестывает проблематику борьбы с культом протест поднимается до таких высот которые никто и никогда не позволит захватить именно ей убедил ее даже не показывать редакторам которые могут погубить всю книгу если представит рапорт о реквиеме высшему начальству она защищалась долго утверждая что повесть Солженицына и стихи Бориса Слуцкого о Сталине гораздо сильнее разят сталинскую Россию чем ее реквием запись сделана в 1992 году между тем как явствует из записок американского профессора философии и социологии Льюиса Фойера который в 1963 году побывал вместе с женою словисткой и дочерью школьницей в Москве именно Оксман по настоятельной просьбе Струве переправил дипломатической почтой экземпляр реквиема в руки Глеба Петровича осуществлено это было женой Фойера Кэтрин приехавшей в Советский Союз изучать первоначальные тексты романа «Война и мир» сделано ли это было сведомо и разрешение Ахматовой мне неизвестно полагаю что нет в том же 1963 году Струве опубликовал реквием Мюнхен товарищество зарубежных писателей в Советском Союзе реквием вышел лишь через четверть века в 1987 году когда Анна Андреевна с моей помощью в 1964 составляла свой последний прижизненный сборник «Бег времени» мы включили в отдел поэм реквием но он был изъят цензурой и в сборнике не появился обо всей истории преследований Оксмана за его переписку Струве и общение с американцами которые в Советском Союзе тоже претерпели немало неприятностей то есть об обысках у Елена Григорьевича о внезапном исключении его из Союза писателей и запрете на имя смотрите в Тыняновском сборнике пятые Тыняновские чтения Рига Москва 1994 год где приведены мемуары Фойера Фойер Миллер и обширная статья Чудаковой по поводу воспоминаний запись продолжена в 1994 году Юриана Григорьевича Анна Андреевна тоже рассказала о предисловии Струве к первому тому Гумилева все неверно сведения о трех дементных старух полагается на Вячеслава Иванова которую Колю ненавидел и на Брюсова который его не знал Оксман ушел пришла Эмма Ника принесла чай с тортом Анна Андреевна сказала что слышала уже речи завистников чернящих Солженицына с яростью иначе назвать не могу именно с яростью говорила об Ардове который о Солженицыне отозвался презрительно далее он заявил что ему Ардову как и Хрущеву не нравятся наши абстракционисты нет говорю у наших левых встречается кое-что живое а вот что действительно мертвечина это американские абстракционисты Ардов такого поворота не ожидал откуда вы знаете мне привез альбомы один американец и я насмотрелась и так и эдак стараются все плоско все убого потом еще сказала вы заметили сейчас многие москвичи без конца разговаривают о Сафронове Кочетове Грибачеве в общем в ходу какие-то порицаемые пять имен есть люди которые могут говорить только о них и ни о чем больше думать и говорить не желают воображая при этом что занимаясь ими они заняты литературой вы заметили что случилось со стихами Слуцкого о Сталине пока они ходили по рукам казалось что это стихи но вот они напечатаны и все увидели что это неумелые беспомощные самоделки я боялась с моим реквиемом будет тоже перепечатала и стала показывать показала Андреевым нет плачут 15 декабря 62 Анна Андреевна Уардовых позвонила мне оттуда и я пошла обе мы были вялые и не в духе я от недосыпа и возни с Софьей которая меня утомила до беспамятства до полного равнодушия к печатанию в конце ноября журнал «Сибирские огни» издающийся в Новосибирске известил меня что Софья Петровна принята и будет напечатана в 1963 году по втором номере позднее позднее 13 декабря я получила от некой Малюковой сотрудницы Сибирских огней свою рукопись копию той что была уже отправлена редакцией в набор с просьбой не вносить новых поправок в переводе на издательский язык это означает что редакция игнорируя автора выправила рукопись сама и теперь всякая авторская попытка восстановить свой текст будет рассматриваться как неприемлемая для типографии новая поправка едва бросив взгляд на присланный текст я сразу обнаружила вмешательство чужой руки нарушение ритма и прочее редакторское самоуправство менее всего было вмешательство цензурных зато мелких стилистических множество я сверила творение Малюковой со своим текстом все восстановила все перепечатала заново и послала в сибирские огни с требованием либо публиковать мою повесть по-моему без всяких перемен либо не печатать вовсе с той минут как я начала бороться за публикацию Софьи Петровны я завела для описания всех перипетий особую записную книжку вот запись от 16 декабря 62 года сверяла выявляя правку Люша потом Таня Литвинова потом я вместе с Аскаром Адольфовичем потом контрольно Фрида я от этого заболела от гнусных стилистических поправок и от того что даже друзья не понимают моей боли написала письмо сдержанное благодаря Фриде но бешеное редакторская работа над стилем все та же вычеркивают местоимение вычеркивают повторы истребляют просторечие рушат ритм вообще это печальная иллюстрация к моей книге в лаборатории редактора но я не для того писала и берегла Софью Петровну чтобы напечатать ее в конце концов не в подлинном виде следовало бы мне полететь в Новосибирск но во-первых сердцем нехорошо и во-вторых ходят слухи что сюда летит Лаврентьев главный редактор сибирских огней пока я переписывалась с Малюковой редактор журнала Москва дал мне знать стороной что моя повесть в первом чтении запала ему в душу что она сильнее Солженицына и он снова просит меня представить ему рукопись хочет показать ее членам редколлегии я представила показал он Софью Петровну Аркадию Васильеву и Евгеньеву Добра не жду оба волки написано у меня 4 декабря и в самом деле 13 декабря Евгеньев объявил мне отказ Анна Андреевна сидит на своей койке с распущенными серебряными мокрыми волосами сушит волосы после ванны говорит что ванну по-видимому принимать ей не следовало а дышка усилилась разговор был вообще пустоватый мы обе часто умолкали интересные две новости первое Скориниха попросила разрешение оставить в редакции знамени поэму и предисловие Корнея Ивановича еще на два дня значит еще какому-нибудь знатоку не поэзии конечно а ситуации будут показывать второе Лев Адольфович Озеров утверждает будто слухи об отмене постановлений 46-го года всего лишь слухи Хрущев его вовсе не отменял в самом деле ведь все постановления ЦК для партии и правительства нечто вроде священного писания отмене они не подлежат но в запасе у руководителя существует три удобных словца на данном этапе и на прежнем этапе таким образом партия всегда остается права кажется это у них называется диалектикой на прежнем этапе надо было так а на новом этак тогда было правильно одно сегодня противоположное которое хоть оно и противоположно вовсе не зачеркивает предыдущее а на самом деле как красиво было бы отменить постановление 46-го года спихнув этот плод маразма на тот же попираемый ныне культ личности анна андреевна уверяет что ей все едино но я не верю тот же озеров советует никому не показывать реквием но ведь 20-й и 22-й съезды были не приснили же они нам ведь селженицын напечатан а может статься этап разоблачения и покаяния уже окончился и на данном этапе оплакивать замученных и убиенных уже не следует на данном этапе следует уже забывать 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 провожая меня в переднюю Анна Андреевна сказала что завтра вернется к Нике хотя собиралась пожить здесь дольше она переехала сюда надеясь побыть с Ниной Антонной пока Ардов в Голицыне Ардов вернулся раньше чем его ожидали и Анна Андреевна не скрыла от меня свое неудовольствие по-видимому ее с ним отношения которые никогда не были глубоки а всего лишь поверхностно доброжелательны теперь совершенно разладились у двери в кухню стояла молодая женщина Борина жена с малюткой на руках посмотрите какая у нас новая Нина сказала Анна Андреевна новая Нина месяцев шести от роду приветливо смеялась и подпрыгивала у матери на руках ухватив меня за палец 21 декабря 62 беда среди дня голос Анны Андреевны по телефону неужели вы в городе как я рада что вы в городе приходите сейчас скорее срочно у меня еще со вчерашнего дня после разговора с Лаврентьевым не утихло сердцебиение мне требовалось лечь но я отправилась уж очень у Анны Андреевны был огорченный голос Виктор Владимирович Лаврентьев год рождения 1914 главный редактор журнала Сибирские огни он прибыл в Москву на встречу руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства состоявшуюся в доме приемов на Ленинских горах 17 декабря 1962 года побывав на этой встрече Лаврентьев сказал моему другу тому кто несколько месяцев назад передал в Сибирские огни Софью Петровну в повести не хватает фона общенародной жизни тот дал знать об этой нехватке мне и я вынуждена была прервав свое дежурство возле Корнея Ивановича срочно ехать в город и добиваться встречи с Лаврентьевым главный редактор Сибирских огней принял меня в гостинице Москва 20 декабря 1962 года цитирую свою записную книжку 20 минут я слушала Лаврентьева не перебивая фон общенародной жизни который я должна отобразить это челюскинцы попанинцы новостроки перевыполнение плана по выплавке чугуна и прочее моя героиня должна быть увлечена этим фоном и тогда гибель ее сына займет как он выразился правильное место в нашей жизни место роковой случайности ошибки мне очень трудно было слушать не перебивая но я сдержалась ошибка потом я взяла слово я сказала что таких как Коля были миллионы что выплавка чугуна новостройки и челюскинцы это аванс сцена под огнями рампы кулисами то есть истинным фоном общенародной жизни и было то что изображено в моей повести миллионы матерей и жен у ворот тюрьмы что новостройки мною впрочем показаны Коля с увлечением трудится на новом заводе в Свердловске но увлеченность не спасает его от гибели что Софья Петровна задумана мной как героиня отрицательная ослепленная огнями рампы всеми этими челюскинцами и новостройками она не видит подлинного фона общенародной жизни доброй по природе она тем не менее из-за своей ослепленности принимает всех женщин в очереди за жен шпионов и вредителей хотя мужья их не большие вредители чем ее сын Софью Петровну конечно жаль но она слепая курица она у вас не симпатична сказал Лаврентьев конечно сказала я она отравлена ложью газет и радио и потому лишена способности видеть общенародный фон но не ее в том вина а тех кто ее обманул Лаврентьев понял что спор наш зашел слишком далеко и не отвечая предложил снять предисловие и дату да ведь дата и указывает на документальность повести сказала я если повесть представляет какую-нибудь ценность то ценность ее в дате написания не важно когда вещь написана назидательно ответил Лаврентьев важно чтобы она была правдива подумайте о фоне общенародной жизни начало начинай сначала если человек выключает собственное мышление то он недоступен доводам он способен только попугайски повторять циркуляр я простилась и ушла позабыв о Маляковой мне ясно печатать Софью они все равно не станут мороз троллейбусы ползут еле-еле и сквозь стекла обросшие льдом ничего не видать я долго стояла на остановке долго стояла в троллейбусе потом долго поднималась этаж за этажом на Никин восьмой лифт не работает и всю дорогу раздумывала что же такое стряслось вернули Анне Андреевне окончательно поэму эко невидаль вернули к этому она привыкла какая-нибудь корректура тогда голос не звучал бы трагически что-нибудь с Левой нет время не то с реквеймом во всяком случае думала я попахивает большим домом я не ошиблась Анна Андреевна лежит на кушетке с грелкой в ногах лицо искаженное Ника на работе возле постели хлопочет маленькая Никина мама в самом деле беда и в самом деле тень большого дома и царствую его не будет конца хоть и сдохни Сталин еще три раза хоть еще трижды расстреляй Берию Анна Андреевна протянула мне письмо сначала я ничего не поняла пишет какая-то девушка что какого-то Гену берут в армию и что Анна Андреевна должна написать ему письмо ничего странного и особенного кроме некоторой настырности тона Анна Андреевна протянула мне второе письмо вышеупомянутый Гена сообщает что Анна Андреевна должна разрешить ему прислать ей на просмотр стихи тоже обычное дело а дальше речь идет о каком-то письме будто бы написанном Ахматовой в литературную газету письме после которого его Гену выгнали из института и вот теперь берут в армию раздраженно обрывисто торопливо каждую секунду сердитыми ладонями поднимая под голову подушку Анна Андреевна рассказала мне следующее летом сотрудник литературной газеты привез ей письмо от двух мальчиков посланная по незнанию ее адреса в редакцию газеты с просьбой доставить ей в письме молодые люди объясняли что за нее они готовы отдать жизнь а всех остальных современных поэтов ненавидят письмо было вручено ей в уже распечатанном конверте она написала мальчикам что они ошибаются что нынче у нас много прекрасных поэтов и незачем всех ненавидеть но от них ответа не получила и вот сегодня известие гену выгнали из института гену берут в армию ночью у Анны Андреевны был приступ стенокардии и не зря письмо мальчиков к ней и ответ ее им разумеется перлюстрированы и в копиях лежат в большом доме да и без перлюстрации литературная литературная газета маху не дала и сама сообщила о студентах либо в институт либо прямо в КГБ ведь Ахматову у нас печатают на показ а на самом деле ее любить да еще больше всех не положено гневный жалобный монолог с подушки все со мной было а этого еще не было какое мое письмо в литгазету кто им сказал что я что-то писала в литгазету я написала им по адресу указанному на конверте из-за меня погибает молодежь разве я могу это выдержать за что я ведь их только оглаживаю объясняю что теперь лучше стало я ведь хрущевка хрущев сделал для меня самое большее что может сделать один человек для другого вернул мне сына но из-за меня погибают чужие сыновья мои стихи губят людей мои письма губят я ни с кем не должна переписываться никому отвечать я заметила стоит мне ответить корреспондент смолкает каждый раз теперь понятно почему только за границу мне дозволено отвечать чтобы там упаси бог не подумали будто мне чинят препятствия в переписке а внутри я не должна писать никому и что за судьба моя ни у кого такой нет она еще долго жаловалась подминала непокорную подушку и просила совета и сказала что напрасно она так мучается что ведь мальчики пострадали не из-за ее письма им а из-за своего ей но ведь они пишут о каком-то моем письме влитгазету простонала она но ведь это провокация и ложь посоветуйте повторяла Анна Андреевна что я могла посоветовать провокация тут явная цель выловить сердитых молодых людей да и Ахматовой напомнить о Жданове не ясно только как распределены роли кто таков гена я повторяла что как бы там ни было а ее вины тут нет мальчикам надо попытаться помочь Фрида конечно не откажется снарядить экспедицию в Новосибирск у нее много друзей среди порядочных и умных журналистов связанных с юристами кто-нибудь съездит в Новосибирск повидается с мальчиками и девочками узнает толком что там случилось и главное объяснит малышам что Анна Андреевна разумеется влитгазету никакого письма не писала стон с подушки зачем это я стану донесение писать товарища Люсичевского из меня делают на старости лет и пусть ребятишки выучат на зубок по складам слово перлюстрация да и без перлюстрации неужели они воображали что влитгазете так таки и перешлют письмо Ахматовой не полюбопытствовав его прочитать да ведь в каждом отделе писем каждой газеты существуют специальные товарищи со специальным заданием пора бы юношам понимать где живут все равно если не я виновата то мои стихи ответила Анна Андреевна да ведь реквием до них дойти еще не мог а остальные стихи напечатаны и стихи ваши не губят а спасают людей все равно повторила Анна Андреевна печальным голосом но уже чуть спокойнее до сих пор мои стихи вредили мне одной теперь вредят другим я поклялась что Фриде я позвоню сегодня же и что она приедет к ней сразу скоро и что непременно все выяснит и все мальчикам объяснит а может быть окажется в силах с помощью журналистов выручить Гену хотя Фрида Абрамовна действительно с помощью своей приятельницы журналистки ехавшей по другому делу в Новосибирск разыскала Геннадия Прошкевича вступила с ним в переписку послала ему деньги и увидела с ним в Москве но подкладка всей этой истории истинная цель его письма к Ахматовой и какие именно неприятности с ним приключились осталось неясным помолчали потом к моему облегчению она заговорила о ленинградском дне поэзии я рада была что она отвлеклась она очень хвалила стихотворение Шефнера невосстановленный дом и вообще Шефнер прелестный поэт сказала она привожу стихотворение Вадима Шефнера полностью невосстановленный дом вибрируют балки над темным провалом и стонут от ветра дрожа осенние капли летят до подвала свободно сквозь три этажа осеннего дождика тусклые иглы летят сквозь холодную тьму и те кого бомба в подвале настигла не снятся уже никому сюда где печалились и веселились где бились людские сердца деревья как робкие дети вселились вошли не касаясь крыльца подросток осинка глядит из окошка кивает кому-то во мглу и чья-то помятая медная брошка лежит на бетонном полу день поэзии ленинград 1962 год вадим сергеевич шефнер год рождения 1914 поэт в начале 60-х годов он уже ранее посещавший Ахматова в Ленинграде и в Комарове стал ее соседом по писательскому дому на улице Ленина 34 он бывал у нее читал ей свои стихи к 1962 году в свет вышло уже несколько сборников стихотворений шефнера нежданный день 1958 стихи 1960 знаки земли 1961 и другие шефнер не только поэт но и прозаик автор повести рассказов и романов повесть его сестра печали 1970 год посвящена ленинградской блокаде к столетию со дня рождения Анны Ахматовой 23 июня 1989 года в газете ленинградская правда опубликованы воспоминания шефнера под заглавием сильнее чем судьба в 1991 году в Ленинграде начало выходить собрание его сочинений в четырех томах и вдруг Анна Андреевна спросила а каковы новости с фронта Софьи Петровны ах мои новости какие у меня бывают новости кроме плохих я никогда не рассказываю Анне Андреевне о Софье если она не спрашивает сама недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера сказала я или так не пойму от счастья или горя плачешь ты к моим ногам припав или так я старичок обоюдной помните Толстой говорил о себе не о Хрущеве беда с этими образованными женщинами сказала Анна Андреевна перестаньте докладывайте я доложила неизвестно ура или увы Эля добавила что-то о рецсовете на котором будет решаться выпустят ли мою повесть в последнем квартале 63 года только в последнем не удержалась я для вас это поздно удивилась Эля не для меня для нее ответила я ведь щель вот-вот закроется сказала я Анне Андреевне мощную Солженицынскую пробоину начнут заклепывать вспомните Полустовского и тишину да и манеж сказала Анна Андреевна мой реквием не успеет если манежность перекинется в литературу я сказала что реквием еще может успеть в журнале и мне кажется необходимо пытаться скорее скорее а вот Софья если ее не напечатают сибирские огни она уже нигде не выйдет щель суживается на глазах я рассказала Анне Андреевне о своем вчерашнем визите к Лаврентьеву и мы заговорили о том о чем весь город говорит о речи Ильичева на приеме опасность очернительства и о словах Хрущева что у Сталина были заслуги 12 декабря 1962 года на сессии Верховного Совета СССР Хрущев в докладе о международном положении заявил что партия подвергла решительной и острой критике ошибки и злоупотребления Сталина хотя она и не отрицает его заслуги перед партией и коммунистическим движением Через несколько дней 17 декабря 1962 года состоялась встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства главному издевательству на этой встрече продолжало подвергаться искусство изобразительное но в докладе секретаря ЦК КПСС Ильичева слышались уже угрозы и по адресу литературы Дело в том чтобы смело разоблачая то что мешает нам не ударять по самому советскому обществу Мы должны различать жизнеутверждающие произведения острой критической направленности от произведений упадочнических паникерских очернительских которые сеют неверие в советское общество Если мы под видом критики последствий культа личности будем бить по нашему обществу нашей идеологии мы не создадим великое искусство коммунизма а растеряем то что приобрели На этой встрече присутствовал Ислуженицын В своих очерках литературной жизни бодался Теренок с дубом он пишет На той первой кремлевской встрече меня еще превозносили подставляли под аплодисменты и объективы но на Иване Денисовиче и выпустил последний вздох весь порыв 22 съезда Поднималась уже общая контратака сталинистов которую недальновидный Хрущев с благодушием поддерживал От него мы услышали что печать дальнобойное оружие и должно быть проверено партии что он не сторонник правила живи и жить давай другим что идеологическое сосуществование это моральная грязь и борьба не терпит компромиссов более подробно об этой встрече руководителей партии с деятелями культуры Солженицын рассказал во втором издании своих очерков книга бодался теленок с дубом в дополненном и переработанном виде в свет еще не вышло текст ее напечатан пока не отдельной книгой а только в журнале новый мир 1991 год номера с 6 по 8 и с 11 по 12 жить при Сталине можно ведь жили мы и слушать и читать словословие Сталину тоже можно было ведь слушали мы и читали 30 лет а вот теперь после всего перенести малейшую хвалу ему вот это немыслимо оскорбление миллионов сердец живых и мертвых это как нельзя было перенести повторничество сказала Анна Андреевна когда помните в 48-49 году начали вторично брать тех кто вернулся после 37 я знаю среди ожидающих нового ареста было немало самоубийств ожидания вторичного ареста люди перенести не могли а мы разве можем перенести хвалу Сталину снова после обнародования его пыточных резолюций мне вспомнилось на новом этапе на данном этапе на прежнем этапе и еще выражением партия своевременно разоблачила но договор с советским писателем все-таки подписан спросила Анна Андреевна да сказала я на данном этапе 29 декабря 62 была у Анны Андреевны вечером у нее Тарковский меня она просила прийти днем я вела себя дурно не сдержанно то есть небрежно хоть я и заметила сразу что ей не здоровится не могу та сказал бы Герцен но я наверное по собственной усталости устали сказал бы Герцен вела себя нервно воврит ее больному сердцу стыд она полеживает на кушетке посиживает в кресле ей и так и этак не по себе я рассказал ей что в переделке не в доме творчества видала Ольгу Бергольц совершенно пьяную Ольга Федоровна за меня уцепилась взяла под руку была будто рада приветливо говорила что-то о новом мире о Твардовском и о ленинградской редакции Маршака потом будто испугалась меня усомнилась со мной ли она говорит выдернула руку из-под моей и ушла потом издали с другого конца коридора помахала мне и повернула обратно но я уже сунулась в комнату к друзьям мания величия и мания преследования сказала Анна Андреевна а в общем гибель поэта она ведь поэт несомненный но наверное уже не в состоянии писать видели ли вы ее последнюю книжку там опять мама-кама кама-мама господи сколько же можно я рассказала Анне Андреевне о выступлении Бергольц в Союзе когда обсуждалась повесть Солженицына Ольга Федоровна говорила в частности о статуе Сталина в Сталинграде которую воздвиг Вутечич колоссальный многопудовый идол одну фуражечку на двух платформах везли обсуждение состоявшееся в Союзе писателей на совместном собрании секции прозы и критики в 20-х числах декабря 62-го года дало повод Бергольц заговорить о Сталинщине привожу отрывки из ее выступления на основе записи Орловой Наш разговор перехлестывает вопросы критических дискуссий сказала она Выходит за пределы литературоведения Это разговор о нашей жизни о том что происходило и происходит Повесть Солженицына представляет собою ценность не только как выстраданный и пережитый материал но и как художественное произведение У Солженицына и матерщина явление литературное Один день это начало чего-то очень большого Почему обо всем не сказал прямо Вот упрек Солженицыну Мне нравятся эти максималисты Вчера они не знали ничего Сегодня же видите ли Солженицын дал им слишком мало Между тем сделанная его повестью Пробоина невероятно велика Заслуга принадлежит также и Твардовскому и тем органам которые разрешили напечатать повесть Это показывает их большой литературный вкус Скажу так У нас спутались все категории и уже давно Хохот мы принимали за оптимизм А между тем самая пессимистическая вещь на свете ревизор Гоголя У нас огромность темы и огромность сооружения противопоставляли мелкотемью А на самом деле сохранить человеческий облик и достоинство вот это и был героизм Я хочу рассказать вставную новеллу Поехал я на Волгодон Говорили о реалистической скульптуре Вутечича Если же вдуматься это и есть самый настоящий абстракционизм Ничего в жизни не соответствовало этим размерам Одну фуражечку на двух платформах везли Буду говорить лирически Я сидела в тюрьме за десятикратное покушение на товарища Сталина У меня там умер ребенок Когда я впервые вступила в камеру я была уверена Я-то здесь на два дня А остальные враги народа Да Хорошо, что Ольга не всегда пьяная сказала Анна Андреевна Когда она в своем уме она и умна и талантлива И тут же Анна Андреевна с неодобрением отозвалась о выступлении Ахмадулиной на Цветаевском вечере Вечер памяти Марины Цветаевой состоялся в Центральном Доме Литераторов 26 декабря 1962 года Председатель СОУЛ Илья Эренбург Выступали кроме него Антокольский Евгений Винокуров Ваксхмахер Самойлов и Белла Ахмадулина Судя по записи Орловой речь Ахмадулиной представляется несколько сентиментальной претенциозной и перегруженной красивостями Странная и прекрасная судьба русской литературы которая изменяется в своем масштабе От величия она становится жалостно близкой Так становится безумно жалко Пушкина как будто бы он мое дитя Кроме того что Марина Цветаева большое явление в русской литературе она дитя всем нам дитя невероятно уязвимая она никогда не слукавила она осталась для меня в невероятной странной близости Цветаева тело открытое бедом нежное облако защиты должно было быть сгуститься над нею К настоящему времени опубликована стенографическая запись Цветаевского вечера в Центральном Доме Литераторов Что касается выступлений Белы Ахмадулиной то запись Орловой не совпадает со стенографической записью но сентименты и там и здесь остаются сентиментами а красивости красивостями слово употребление и там и здесь одинаково Марина Цветаева говорит Ахмадулина так писала о Пушкине как будто бы он был частью ее организма Марина Цветаева писала что ей было жалко Пушкина как будто он ее дитя Цветаева была дитя каждому из нас она дитя человечества Марина Цветаева поэт и время выставка к столетию со дня рождения я спросила как дела с поэмой в знамени окончательного ответа все нет по-видимому с коренихи все не удается повидать своего шефа до чего же надоели мне эти проклятые дураки это средостение между народом и его великим поэтом редактору дают в руки нового медного всадника а он кабинется и что в поэме без героя может понять кожевник сколько бы раз он ее не читал он будет читать ее слева направо справа налево производя единственную работу на которую он способен сыск он будет выяснять не спрятан ли где-нибудь под новогоднюю маскою Гумилев не найдет но на всякий случай не напечатает Анна Андреевна потребовала у меня совета что делать с реквиемом давать или не давать в редакцию а если давать то в какую я ответила Твардовскому в новый мир ведь напечатали же они Солженицына сказала я ведь не напечатали же они Софью Петровну ответила Анна Андреевна терпеть не могу этого сопоставления которое часто слышу не говоря уж о том что Солженицын великан и не следует обыкновенного литератора как я сравнивать с великаном это мне слишком невыгодно да и кроме несоизмеримости наших дарований между темами Ивана Денисовича и Софьи Петровны нет ровно ничего общего один день Ивана Денисовича это один день в застенке где гноят неповинных а Софья разве про то конечно и в Софье застенок но тема повести ослепленное общество несчастное глухо слепо немое общество неведающее что творит Твардовскому не понравилась Софья художественно сказала я и может статься он прав кроме того Твардовскому мужика подавай а Софья Петровна горожанка полуинтеллигентка ему это неинтересно его интересует деревня реквием тоже не деревня сказала Анна Андреевна и с раздражением пожалуйста без ханжества вы сами знаете цену Софье Петровне отзывы о ней высоко отзывались о моей повести многие читатели среди них Викдорова Паустовский Степан Злобин Казакевич Вадим Андреев Иренбург Мандельштам Я сказала что если Анна Андреевна просит моего совета о реквиеме то мне кажется единственный шанс это новый мир самый смелый и самый интеллигентный из наших журналов и что бороться за напечатание реквиема необходимо потому что формула массовые нарушения социалистической законности в результате культа личности Сталина никуда не годится она пуста безжизненно как все канцелярские изобретения канцелярщина для того и придумана чтобы выхолощивать из слов живое содержание чтобы скрыть преступление а не раскрыть его когда хотят раскрыть а не скрыть тогда находят другие слова пол в земской избе неделями не просыхал от крови так пишет Герцен разве слова массовые нарушения и культ личности выводят наружу судьба миллионов личностей заставляют нас услышать их вопли увидеть сапоги палачей понять материнское горе все что выводит наружу реквием Ахматовой или Иван Денисович Солженицына нет канцелярская формула не дает пищи сердцу воображению раскаянию гневу да и уму надо чтобы реквием прозвучал надо дать людям выплакаться смыть слезами невинную кровь обернуться на самих себя осознать прошедшее помолчали не сделалось стыдно что все это я говорю ей будто она без меня не знает но я очень устала все во мне дрожит и торопится последствия культа личности в сущности такие же бессодержательные слова как враги народа вот приговор и сразу слезы хлынут ото всех уже отделена словно с болью жизнь из сердца вынут словно грубо навзнич опрокинут но идет шатается одна вот это содержательно читатель вспомнит себя свои заблуждения свое горе и сразу слезы хлынут он оплачет этими слезами и себя и погибших помолчали бросив взгляд на мой тугой расстегнувшийся от тяжести портфель Анна Андреевна спросила что у меня там за книги что я сейчас читаю я сказала не читаю а перечитываю Чехова насмешливо спросила она насмешка была неуместна но и мой взрыв тоже заговорив не кстати о Чехове Анна Андреевна наверное просто хотела дать себе отдых повернув тему и тональность съязвила она без злости но я уже давно бронила себя что ни разу не сказала ей о Чехове то что о нем думаю и тут вдруг дала себе волю я сказала что Чехова мне перечитывать незачем потому что он и без того всегда со мною помните спросила я вы однажды мне сказали что не скучаете по морю потому что оно всегда при вас возле вас с вами но вот мне не требуется перечитывать Чехова потому что он всегда со мной рассказ Чехова моя жизнь памятен мне пожалуй яснее чем моя собственная скрипка Ротшильда рассказ неизвестного человека три года архиерей именины скучная история супруга дама собачкой о любви дом с мезонином да разве можно без этого жить я называла наобум а у Чехова десятки шедевров но до сих пор мой монолог был в пределах приличия но дали не совсем я сказала что не любовь Анны Андреевны к Чехову это у нее не свое личное ахматовское а я подозреваю цеховое акмеистическое что-то от неведомого мне и уже непонятного знамени определенного поколения и круга людей искусства акмеисты сказала я хотели сбросить Чехова с корабля современности как например футуристы Пушкина и Толстого Маяковскому требовалось в борьбе каких-то там течений и школ кидаться на Толстого и Пушкина в манифестах статьях стихах но и пусть бы раз это в какую-то минуту было на потребу новизне и борьбе но минута с ее потребой прошла и он мог бы спокойно расслышать и Толстого и Пушкина Гумилеву Ахматову и Мандельштаму пока они были новой школой какого-то нового искусства требовалось для чего-то отвергать Чехова противопоставлять Толстого Достоевскому и так далее теперь уже трудно понять для чего школа-то проходит а Чехов остается как впрочем и Мандельштам и Ахматова и Гумилев и Маяковский Вы сказали мне один раз продолжала я что герои Чехова лишены мужества а вы не любите такого искусства без мужества но у Чехова-то хватило мужества написать припадок в овраге мужики и хватило гениальности преобразить горе человеческое в гармонию и заметила я нагло не мне а вам следует перечитывать Чехова вы сегодня очень красноречивы сказала Анна Андреевна с подчеркнутым высокомерием и равнодушием жаль что вашу лекцию слышала я одна вам бы на кафедру перед студентами но все-таки что у вас там за тома в портфеле я вынул из портфеля два красных тома Герцен тома шестнадцатый и семнадцатый нового академического издания мне было уже за себя очень стыдно за свой назидательный тон я тихонько сказала что сейчас читаю Герцена читаю каждую свободную минуту и таскаю с собой в трамваях и троллейбусах сказала что он пленяет меня своей никем еще не изученной поэтичностью что он конечно мыслитель политик что колокол это сборник статей поэм статей стихов эпиграмм плачей надгробных речей заупокойных молитв пророческих песнопений формул звучащих как поговорки пословицы так они емкие и точны и пора бы уже изучать слово Герцена как изучают поэтическое слово но главное конечно то что в наше время Герцен необыкновенно уместен всеми средствами художнически работающей мысли он заставляет думать о нашем прошлом и нашем будущем в 1962 году меня неотрывно тянет читать что писал Герцен о чем он вспоминал о чем думал в 1862 в 1863 ведь на нас сейчас идет 1963 100 лет назад время в России было кое чем похоже на наше теперешнее именно своей удвойственностью трудно было угадать что куда повернет после великого освобождения крестьян в 61 году злодейство в Польше а эти провокационные пожары ненужные ссылки ненужные казни у нас после великого освобождения заключенных Венгрия кровь и опять будто мобилизуется сталинщина что дальше не поймешь я читаю перечитываю подряд и в разбивку что им написано в 1862 и в 1863 главный мотив что Россия пробудилась и нельзя ей дать уснуть снова нельзя позволить эпохе Александра Второго превращаться в эпоху Николая Первого Герцен в 1862 году боится возврата к Николаевщине и говоря о тогдашнем усмирении Польши поминает расправу с восстанием 1831 года он говорит что в 30-е годы русские были менее виновны чем в 60-е потому что тогда они были в забытье а со смертью Николая очнулись прочтите что-нибудь вслух сказала Анна Андреевна из дивана пересела в кресло я вижу у вас там и закладки читайте так без значения я хочу вспомнить звук я несколько струхнула потому что закладки у меня случайные подобранные не по годам и плачем и вообще не по образцам но начала читать Герцен говорит о зверствах русских над поляками после восстания 31-го года при Николае у России было меньше совести то есть сознания за полусознанные злодейства за преступления сделанные в полусне история не наказывает а дает английский вердикт temporary insanity временное умопомрачение вопрос весь в том имеет ли Россия 1863 года столько же права на этот вердикт как Россия 1831 мы решительно отрицаем это еще сказала Анна Андреевна мы вовсе не врачи мы боль что выйдет из нашего кряхтения и стона мы не знаем но боль заявлена прочла я еще сказала Анна Андреевна христианство со своей необычайно глубокой психологией связывало искупление с раскаянием и исповедью это равно относится к лицу и к целым народам надобно было совести русской не только раскаяться в любви к силе и забиячеству военной империи в гордости штыками и суворовскими бойнями но и привести это к слову надобно было ей исповедаться и с исповеди начинается ее пробуждение еще сказала Анна Андреевна почем знать что какое-то слово не падет каплей дрожжей в эти сонные миллионы и не поднимет их к новой жизни дальше сказала Анна Андреевна следующая закладка была у меня в статье Руфин Петровский наказание шпицрутанами в Сибири произведенное генералом Галафеевым нацельными поляками и русскими в 1837 году 1837 сначала текст Петровского описание казни потом Герцен мне не хотелось смучить Анну Андреевну кровавым зрелищем и я сказала ну тут шпицрутаны я пропущу не пропускайте закричала Анна Андреевна читайте я прочла пришел день казни дело было в 1837 году в марте в Омске генерал Галафеев известный своей свирепостью и присланный вследствие этого из столицы заведовал мрачной процессией утром два батальона стали на большой площади недалеко от города один для шести главных виновников другой для остальных приговоренных на меньшее число ударов Серацинского и его пять товарищей привели на площадь им прочли приговор и началось страшное наказание ни один из них не выдержал назначенное количество ударов их наказывали одного после другого и они все падали пройдя два или три раза сквозь строй и умирали на снегу обогренном их кровью Серацинского нарочно казнили последнего чтобы он видел до конца казнь своих друзей когда пришел его черед когда ему раскрыли спину и привязали руки к штыку батальонный доктор предложил ему как и другим склянку с укрепляющими каплями но он отказался и сказал пейте мою кровь я не хочу ваших каплей дали сигнал бывший настоятель запел громким и ясным голосом помилуй меня господи по великому милосердию генерал галафеев закричал солдатам покрепче покрепче и в продолжении нескольких минут слышался голос базильянца перебиваемый свистом розок и криком генерала покрепче серацинский только раз прошел сквозь строй то есть получил одну тысячу ударов он упал на снег без чувств и в крови напрасно старались поставить его на ноги тогда его привязали к саням приготовленным заранее так чтобы спина подставлялась под удары и таким образом повезли сквозь строй в начале второй тысячи еще слышались его стоны они слабели но он умер только после четвертой тысячи остальные три тысячи пали на труп всех поляков и русских умерших на месте и через несколько дней от последствий наказания положили в общую яму родным и друзьям позволили поставить над этой страшной могилой крест распростиравший руки свои над снежной поляной это был текст Петровского теперь Герцен нет дальше на этот раз писать нельзя мы остановимся перед этим крестом на снегу перед этим крестом на крови мысль тускнеет голова кружится и горит пусть поляки оценят не ту ненависть которую в них возбуждает рассказ этих звериных ужасов но ту смешанную с позором стыдом и чувством кровного родства которую мы ощущаем пусть они поймут что значит так же невольно и так же бессильно стоять не святым базильянцем под ударами целого батальона палачей а с той стороны на которой гнусный галафеев и его гнусный атаман пусть они поймут что как не страшно видеть родную мать которую колотят ни за что ни про что пьяный вот чем все же это легче чем ее видеть в забытье разврата униженной до злодейства до циничного бесстыдства и чувствовать не только презрение не только кровную связь не только жалость но и то что она вовсе не такова что она еще опомнится и не иметь права сказать слово перед вопиющим фактом черный крест на белом снегу повторила Анна Андреевна как у него раскинув руки в это время в передней раздались несколько звонков и кто-то пошел отворять я испугалась что это уже Тарковский то есть не Тарковского испугалась конечно а что я не дала Анне Андреевне отдохнуть до прихода нового гостя но квартира большая коммунальная звонки были не сюда Анна Андреевна просила меня читать еще но я сказала что закладки мои кончились и время тоже она легла на диванчик я укрыла ее пледом и ушла в смуте смятении и недовольстве собой конец книги дорогие друзья клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии нигде не купишь июнь 1997 год звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Татьяна Середина июнь